Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Тихи 1820 года. 1820 год. К девушке, которая на вопрос «Как ее зовут?» отвечала «Не знаю». «Не знаю, милая, не знаю. Вот с кем могу сравнить тебя. Не знаю, я предпочитаю, тем тем, которых знаю я.» Чищельбекеру. Прости, поэт, судьбина вновь меня посол странника вручила. Над музом чистая любовь уж нас навек соединила. Прости, Бог весть, когда опять желанный друг в гостях у друга Я счастье буду воспевать и негу праздного досуга. «О, милый мой, все в дар тебе, и грусть, и сладостью бывания, Молись невидимой судьбе, она приблизит час свидания. И я с пустынных финских гор, в отчизне бранного одена, К ней возведу молящий взор, упав смиренно на колени. Дорога ли богиня будешь к нам? Пошлешь ли весь соединение? Пускай при дней сольются там друзей согласные моления. 18 января 1820 года Послание к барону Дельвигу Где ты, беспечный друг? Где ты, О Дельвиг мой, товарищ радостей минувших, Товарищ ясных дней, недавно надо мной, Мечтой веселой мелькнувших? Ужель душа твоей так скоро чуждым стал Друг отлученный, друг далекий, На финских берегах, между пустынных скал, Бродящий с грустью одинокой? Где ты, О Дельвиг мой? Ужель минувших дней лишь мне чувствительна утрата? Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей Судьбой отторженного брата? Ты помнишь ли те дни, Когда рука с рукой, Пылая жаждейство за страстья, Мы жизни верились и общую тропой Помчались за мечтою счастья? Что в славе, что в молве, На время жизнь дана, За полной чашей мы твердили, И весело в струях блестящего вина Задвение сладостное пили. И вот спустилась ночь, И все в глубоком сне, Лишь дышит влажная прохлада, Лишь слабо теплиться В туманной тишине Дианы бледная лампада. С улыбкой будет нас, Малютка Купидон, Пусть дремлет труженик усталый, Проснитесь, юноши, Для вас ли, шепчет он, Покой бесчувственный и вялый, Смотрите, Видите ли, покинув ложи сна, Перед окном полуодета, С тоскою страстную, Не вас ли ждет она, Не вас ли ждет моя лилета, Она, О нега, Чусть, О сладкие мечты, Счастлив, Кто легкой рукой Весной умел Срывать весенние цветы, И в мире жил самим собою, Кто пренебрегся дома Завистливый с излых, И равнодушием богатый За царство не отдаст Покое сладкий миг И наслаждениями крылатой. Давно румяный свет Прогнал ночной тень, Давно проснулись Все заботы, А баловни харит, Еще покоят лень На ложе неги И дремоты. И лила спит еще, Любовью горят Млоды и свежие ламиты, И мница, Поцелуй сквозь тонкий сон, Манят, Ее уста полуоткрыты. И где же дом у тех, Где чаш веселый стук, Забыт друзьями друг заочный, Исчезли радости, Как висли слабый звук, Как блеск зорницы полуночный, И я, певец у тех, Теперь утрату их, Пою в тоске уединенной, И воды чуждые Шумят у ног моих, И берег невиден отдаленный. Элегия На краткий миг Пленяет в жизни радость, Невидимо мелькают счастье дни, Едва блеснут и скроются они. На краткий миг Узнал любви и сладость. Умилый друг, Тебя уж нет со мной. Уж он исчез, Блажен спас он мгновенный, И я один, И на груди стесненной Лежит тоска разлуки годовой. Где вы? Где вы, любви и очарование? Не вечность ли между нами протекла? Ужель на час несчастьем жизнь была? Ужель одни остались С ней желания. Я все имел, Лишился вдруг всего. Лишь начался он, Исчезло сновидение. Одно теперь унылое смущение Осталось не от счастья моего. Элегия Подражание Лафару Дремала роща над потоком, Живых восторгов, Исчезло сновидение. Тогда с улыбкой у коварной Предстал внезапно Купидон. О чем вздыхаешь, Молвил он, О чем грустишь, Неблагодарный? Забудь печальные мечты. Я вечно юн, И я с тобою, Еще младенец сердцем ты. Не веришь мне? Взгляни на хлою. Фридрисдам, 15 марта 1820-го. Финляндия. Громады вечных скал, Границные пустыни, Выдались страннику убежища и кров. Ему нужнее покоя, Обманчивый здоров, Слепой, Зыскательный и ветреный богиней. Забытый от людей, Забытый от молвы, Доволен будет он Углом уединенным. Он счастье в нем найдет, Он будет, как и вы, В временах рока неизменным. Как все вокруг меня Пленяет грозно взор. Пустынный небосвод, Угрюмый вид природы, А каменистый брег Дробящейся воды И дремлющий над ними бор. Скалы далекие Подтернулись туманом, Зеркали из зыбких вод Глядится черный лес. Все тихо, все молчит, И бледный свод небес, Слился с безбрежным икеаном. Здесь все беседуется Ныне моим. И сосен шум глухой, И волн неясный лепит, Как будто бы знаком, Как будто внятен им, Младого сердца Томный трепет. Здесь, окруженный тишиной, Природы дремлющей Под кровом ночи звездной, Люблю сидеть один На сумрачной бездной, Молчать и вдалитесь душой. Здесь, в дому важную, Невольно погруженный, Люблю воспомнить О сильных прежних дней, О бурной жизни Их средь копий, Средь мечей, Безумством громким Посвященный. Ничто не прочно на земле, Ложатся грады в прах И рушатся державы. Не здесь ли некогда С победой протекли Сыны Оденовы, Любинцы бранной славы? Следы минувшего Исчезли в этих местах, Отзывы праздные Не стоят песни скальда. Молва умолкла О спутниках Роальда, О древних сильных пальминах. Развеял бурный ветер Торжественные клики, Забыли правнуки О подвигах отцов. Померкла слава их, И в прахе из богов Лежат нездержанные лики. И все вокруг меня В глубокой тишине. Не слышен стук мечей, Давно умолкли бои, Куда вы скрылись Полночные герои. Мой взор теряется В бездонной вышине. Не вы ли, бледные Вперифно звезды очи, Плывете в облаках Туманную толпой? Не вы ли ответствуете, Вам слышен голос мой, Одушевите сумрак ночи? Сыны могучие Тих грозных вечных скал, Как отделились вы От каменной отчизны? Зачем печально вы? Я ли прочитал На лицах сумрачных Улыбку у коризны? И вы сокрылись В обители демей, И ваши имена Не пощадило время. Что ж наши подвиги, Что слава наших дней, Что наше ветвенное время? О, все своей чередой Исчезнет бедный лет! Для всех один закон, Закон уничтожения. Во всем мне слышится Таинственный привет Обетованного забвения. Но я, без вестности, Для жизни и жизни любя, Могу из себя томить Гадательной тоскою. Пусть все разрушится, Пусть все умрет со мною, Не вечный для времен, Не вечен для тебя. Золотые призраки, Золотые сновидения, Желания пылкие, Светитеся толпой. Пусть жадно будут пить Обманутой душой Из чаши юности Волшебства заблуждения. Что нужды До былых И будущих племен? Я не для них бренчу Незвонкими струнами. Я невнимаемый, Довольно награжден За звуки звуками, А за мечты мечтами. Финским красавицам Мадельгал Так ваш язык Еще мне нос, Но взоры милых Сердцу внятны, И звуки незнакомых слов Давно души моей понятны. Я не умел еще любить Опасную сердцу Ваши взгляды, И с инфрегеей, Может быть, Сильнее будет Сына Лады. Весна Элегия Мечты волшебные, Выскрылись от очей, Сбылись от времени угрозы, Хладясь в сердце Жизнь, И юности моей Поблекли утренние розы. Волгоуханный май Воскреснул на лугах, И пробудилась Сила мела, И флора милая На радужных крылах К нам обновленная Слетела. Вообще Не для меня Долины и леса Содушевились красотою, И светлой радостью Сияют небеса. Я вижу, Вяне все со мною. О, где вы, Призраки Невозвратимых лет, Богатство жизни, Вера в счастье? Где ты, Молодого дня Приняйся на рассвет? Где ты, Живое сладострастье? В дыхании весны Все жизнь молодую пьет, И негу тайного желания. Все дышит С радостью И ниться С кем-то ждет Обетованного свидания. Лишь я, Как будто чушь В природе и весне. Часы крылатые Мелькают, Но радости принесть Они не могут мне, И мниться Мимо пролетают. Коншину Поверь, мой милый друг, Страдание нужно нам. Не испытав его, Нельзя понять и счастье. Живой источник Слазострястия Здоровым в нем Его ценам. Одни ли радости Отрадные и прелестные? Одно ли веселье Деселит? Бездейственность души Счастливца стяготит. Им силы жизни Неизвестны. Не нам завидовать Ленивым чувствам их, Что в дружбе ветвины, В любви однообразной, И в ощущениях слепых Души Рассеянны и праздны. Счастливцы мнимые, Способны ли вы понять Участие нежного Сердечную услугу? Способны ли чувствовать, Как сладко поверяется Печаль души Своей заботливому другу? Способны ли чувствовать, Как дорог верный друг? Но кто постигнут Роком гневным, Чью душу тяготит Мучительный недуг, Тот дорожит Врачом душевным? Вы ищите в любви Занятие одно, Восторг проходчивый, Минутное задвление. Нам благолучшее Богами в ней дано И нужд живейших Утоления. Нам будет сладко, Милый мой, Поверить нежности Чувствительной подруги. Все нужды, Всю тоску, Все раны, Все недуги, Все размышления Души твоей больной. Забыв век И рог суровый, Желания смутные, В одно желание слить И с жаждой и любви Въедя дыхание и пить Целебный воздух Жизни новый. Хвала всевидящим Богам, Пусть мнимым счастьем Для света мы у Боги, Счастливцы нас бедней, И праведные Боги Им дали и чувственность, А чувства дали нам. Придривстгам. Конец 1820 года Сочинение Евгения Боротынского Эта запись Либривокса является Общественным достоянием. За подробной информацией Обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1821 года Часть 1 Номер 24 Уныние Рассеивает грусть Веселый шум перов. Вчера за чашей круговою В семействе дружеском Любезных шалунов Я уповал ожить душою. Туман полуночный На холмы возлегал, Шатры над озером дремали. Лишь мы не знали сна, И дружеские фиалы С весельем буйным осушали. Ну что же, Вне себя я тщетно Жить хотел, Вино и вакха мы хвалили, Но я безрадостно С друзьями радость пел, В восторге их Мне чужды были. Того не приобресть, Что сердцем не дано, Не вспыхнет жизнь В крови остылой. Одну печаль свою, Уныние одно, Способен чувствовать унылый. Номер 25 Родина Сельская элегия Я возвращуся к вам Поля моих отцов, Дубравы мирные, Священный сердцу кров. Я возвращуся к вам Домашние иконы, Пускай другие чтут Приличие законы, Пускай другие чтут Ревнивый суд невежд. Свободный, наконец, От ветреных надежд, От беспокойных снов, От суетных желаний, Испив безвременно Всю чашу испытаний, Не призрак счастья, Но счастье нужно мне. Усталый труженик, Спешу к родной стране, Заснуть желанным сном Под кровлею родимой. О, дом отеческий, О, край всегда любимый, Родные небеса, Незвучный голос мой В стихах задумчивых Воспел в стране чужой. Вы мне повеете Спокойствием и счастьем, Как в пристани пловец, Испытанный ненастьем, С улыбкой слушает Над бездну воссев, И буря грозный свист, И волн мятежный рев. Так небо не моля О почестях и злате, Спокойный дымосед В отечественной хате, Укрывшись от толпы Взыскательных судей, В кругу друзей моих, В кругу семьи моей, Я буду издали Глядеть на буря света. Нет-нет, Не применю Священного обета. Пускай летит К шатрам Бестрепетный герой, Пускай кровавых битв Любовник молодой С волнением учится, Губя часы золотые, Науки созидать Твердыни боевые. Я с детства полюбил Сладчайшие труды, Прилежный, Мирный плуг, Взрывающий бразды, Почтение меча. Полезный, В скромной доле, Хочу возделывать Отеческое поле. Оратый, Ветхих дней достигший Над сахой, В заботах сладостных Наставник будет мой. Мне дряхлого отца, Сыны трудолюбивы, Помогут уточнять Наследственные нивы. А ты, Мой старый друг, Мой верный доброход, Прилежный Яков мой, Ты первый огород На отческих полях, Разведший в дни былые, Ты поведешь меня В сады твои густые. Деревьев и цветов Расскажешь имена. Я сам, Когда с небес Роскошная весна, Повеет негаю Воскрепнувшей природе, С тяжелым заступом Явлюся в огороде. Приду с тобой Садить коренья и цветы. О, подвиг благостный, Нечетин будешь ты, Богиня пажатей, Признательней фортуны. Для них безвестный век, Для них свирель и струны. Они доступны всем, И мне за тяжкий труд Плодами сочными Обильно воздадут. От гряд и заступа Спешу к полям и плугу, А там, Где ручеек По бархатному лугу Катит задумчиво Пустынные струи, В весенний ясный день Я сам, друзья мои, У брега насажу Лисок уединенный И липу свежую, И тополь осребренный. В тени их отдохнет Мой правнук молодой, Там дружба некогда Сокроет пепел мой, И вместо мрамора Положит над гробницей Мой заступ и топор Меж лирой и цивницей. Номер двадцать шесть Больной Други, радость изменила, Предо мною мрачен путь, И болезнь мне положила Року хладную на грудь. Други, встаньте в круг постели, Где у тех золотые дни? Быстро, быстро пролетели Тенью легкую они. Все прошло, Ваш друг печальный Вянет в жизни молодой, С новым утром погребальный, Может быть, раздастся вой, И раздвинется могила, И заснет недвижный он, И твое лобзанье лило Не прервет холодный сон. Что нужды? До новоселья поживем И пошалим, В память прежнего веселья Шумный кубок осушим. Нам судьба велит разлуку, Как же быть, друзья, Вдохнуть, распутье Сжать мне руку И сказать «Счастливый путь». Номер двадцать семь. Русская песня. Страшно воет, Завывает ветра сенний, Тучи черные по небу Вдаль несутся. На часах стоит печально Юный ратник, Он несется вслед за ними Грустной думой. О, куда вас черной тучи Ветер гонит? О, куда влечет судьбина Горемыку? Тошно жить мне, Мать родную я покинул. Тошно жить мне, С милой сердцу я расстался. Не грусти, душа девица, Мне сказала, За тебя молиться будет Друг твой верный. Что в молитвах? Я в чужбине дни окончу. Возвращусь ли? Зор твой друга не признает. Не видать в лицо мне счастья, Что же в жизни? Дай приют земля сырая, Раступися. Он поет, Никто не слышит Слов печальных. Их разносит, Заглушает ветер бурный. Номер двадцать восемь. Лиди. Твой детский вызов Мне приятен, Но не желай моих стихов, Немногим избранным понятен Язык поэтов и богов. Что нужды в том? Утешься, Лида. Ты без учености мила. И все мы знаем, Что киприда В цитере школу не завела. Тебе заняться важным чтением? Читать не любит Купидон. Всегда за книгой Дремлетон И тяготится размышлением. Его пример тебе закон. Когда подзвонки и напевы, Под звук свирели, Плесовой, Веселый час, Рука с рукой, Кружатся юноши и девы, Мешавшись в резвый хоровод, Хариты, Ветреные рот, Триады, Фавны пляшут с ними, И гонят прочь толпу забот, Воскликновениями своими. Поодаль музы между тем, Таяся в сумраке дубравы, Глядят незримые никем На их невинные забавы. Но их собор в то время нем, Питомец муз равно безгласен В толпе вертушек молодых. И верь, мой друг, В мечтах своих Он был бы странен и неясен, Одно высокое любя, Он воздаяние ждет от Феба, И дар святой благого неба Хранит для мус и для себя. Номер двадцать девять. Альбом. Вы слишком многими любимы, Знать наизусть их имена Чересчур обязанность трудна, Сие листки необходимы, И они не нужны были встарь. В тот грубый век, В тот век холодный, Не знали дружбы муновомодной. Сердечный адрес календарь Почли бы выдумкой негодный, Что толковать об старине? Стихи готовы, Может статься, Они для справки обо мне Вам очень скоро пригодятся. Номер тридцать. Коншину. Живи смелей, товарищ мой, Разнообразь досуг шутливый, Люби, мечтай, перуй и пой, Пренебреги молвы болтливой И порицанием и хвалой. О, как безумна жажда славы, Равно исчезнут в бездне лет И годы шумные побед, И миг незнаемой забавы. Что жизнь? Медлительный недуг, Условный дар скупого неба, Врата туманного иреба Для всех отверстый, Милый друг. Поглотит всех немая лето, И философа болтуна, И длинноусова корнета, И в шумном свете шалуна, И в пустыне анахарета. Познай же цену срочных дней, Лови пролетные мгновения, Исчезнет жизнь и сновидение, Кто был счастливей, Был умней. Будь дружен с музою моею, Остави мудрость мудрецам, Зачем чиниться с жизнью нам, Когда шутить мы можем с нею. Номер тридцать один. Бденье. Один с любимую мечтою В светлице я сидел, Свистала буря надо мною, И глухо дождь шумел. Уж поздно было, Ночь сгустилась, Но сон бежал очей. О днях минувших Пробудилась тоска в душе моей. Увижу ль вас, поля родные, Увижу ль вас, друзья, Губя печалью дни младые, Приметно вяну я. Грущу сегодня, завтра тоже, Меж тем беднеет свет. Догноль покинул вас, И что же, двоих уж в мире нет. И мне назначена могила, Умру в чужой стране, И легкомысленная Лила Не вспомнит обо мне. Душа стеснилась о тоскою, Я грустно онемел, Оперся на руку угловою, В окно не зря глядел. Очнулся я, Румяно светил, Уж новый день сиял, И звучной песнью громкий петел, Мне утром возвещал. Конец первой части стихов 1821 года. Читал Аксениум 5. Санкт-Петербург. Январь 2015. Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись LibriVox является Общественным достоянием. За подробной информацией Обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский. Стихи 1821 года. Часть 2. Номер 32. Цветок. Порою утренней Людмила, Держа в руке цветок, Куда-то шла и говорила, Кому отдам цветок. Не нужны мне дары богатые За свежий мой цветок, А кто приглянется, Без платы получит мой цветок. И говорил ей каждый встречный, Прекрасен твой цветок. Мой милый друг, Мой друг сердечный, Отдай мне твой цветок. Она в ответ, Сама я знаю, Прекрасен мой цветок. Но не тебе, И это знаю, Другому мой цветок. Красою яркий день сияет, При ней еще цветок. Вот полдень, Вечер наступает, При ней еще цветок. У слада дева повстречала, Он прелестью цветок. Ты, милая она ему сказала, Возьми же мой цветок. Он что же, деве, Он шутливо, Спасибо за цветок. Ты мне даришь его, Не диво, Увянул твой цветок. Номер 33. Булгарину. Нет, нет, Булгарин, Ты не прав. Несправедливы толки злые. Друзья, веселья и забав, Мы не по весу записные. Из своеволи и страстей, С себя мы правил не слагали, Но пылкой жизнью юных лет, Пока дышалось, Дышали. Любили шумные пиры, Гостей веселых той поры Забавы, шалости любили, И за роскошные дары Младую жизнь боготворили. В кругу веселых шалунов, Во имя Вакха и Киприды, Мы пели негу, Шум пиров, Не замечая крикунов И их ревнивые обиды. Мы пели счастье дней младых, Меж тем летела наша младость. Порой задумывалась радость В кругу поклонников своих. Душа приметно отцветала, В усталом сердце пламень газ, И за стаканом в добрый час Беспечных опытность состала. На перстниц наших, Страстных дев, Мы поцелуи позабыли, И при суровой, А немев, Утехи крылья опустили. Так разрезвившихся детей Среди их младенческих затей Приводит вдруг восстолбенение Со строгой важностью очей, Педанта школы появления. С тех пор, любезный, Не поем Мы безрассудные забавы, Смиренно жизнь свою ведем И ждем от света доброй славы. Теперь вопрос я отдаю тебе на суд. Подумай, мы ли Переменили жизнь свою Или годы нас переменили. Номер 34. Водопад Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай поток седой, Соединяй протяжный вой С протяжным отзывом долины. Я слышу грохот вод твоих, Свистя сливает ветер порывный, Свой вопль глухой и заунывный, С однообразным шумом их. С каким-то смутным ожиданием В их говор вслушиваюсь я, Куда-то вдаль душа моя Летит надеждой и желанием. Как очарованный стою Над дымной бездною твоею И мниться, сердцем разумею Музыку важную твою. Шуми, шуми с крутой вершины, Не умолкай поток седой, Соединяй протяжный вой С протяжным отзывом долины. Номер 35. Отъезд. Элегия. Прощай отчизны непогоды, Угрюмая страна, Где мрачен вид ногой природы, Безжизненная весна, Где солнце пасмурно сияет, Где сосен вечный шум, И море рев, и все питает Безумье мрачных дом, Где отлученный от отчизны Враждебную судьбой Изнемогал безукоризный Изгнанник молодой, Где шумным светом позабытый, Но все душой пеит, Своей у музой домовитой Он не был позабыт. Порой печальны песни были, Хвала у музы вам. Вы, благосклонные, Любили внимать моим струнам, Теперь для сладкого свидания Спешок стране родной. В воображении край изгнания Последует за мной. И камни мшистые громады, И вид полей ногих, И вековые водопады, И шум немолчный их. Я вспомню с грустным сладострастием Печальную страну, Где я в размолвке с милым счастьем Провел мою весну. Но где порой властитель неба Наперекор судьбе Не изменил питомец Феба Ни музам, ни себе. Номер 36. Разуверенье. Элегия. Не искушай меня без нужды Возвратом нежности твоей, Разочарованному чуждой Все обольщения прежних дней. Уж я не верю увереньям, Уж я не верую в любовь, И не могу предаться вновь Раз изменившим сновидением. Слепой тоски моей не множь, Не заводи о прежнем слова, И, друг заботливый, больного, В его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, Забудь бывалые мечты. В душе моей одно волнение, А не любовь пробудешь ты. Номер 37. К Делию. Ода. С латинского. Напрасно мы, Дели, мечтаем найти Всей жизни блаженство прямое. Небесные боги не делятся им Земными детьми Прометея. Похищенный искрой создание свое Дерзнул оживить безрассудный. Бессмертных он презрил, И страшная казнь постигнула Чад святотатства. Наш тягостный жребий, Положенный срок, Томится болезненной жизнью, В любителей леет Недуг бытия, И смерти от радность рашится. Нужды непреклонные слепые рабы, Рабы самовластного рока. Земным ощущением насильственно нас Случайная жизнь покоряет. Но в искренней бесной Прияли мы жизнь, Нам памятно небо родное. В желании счастья мы вечно К нему устремимся неясным желанием. Вообще, мы надолго отвержены им, Сияю красою над нами, На бренную землю беспечно оно, Торжественный свод опирает. Но нам недоступно, Как алчный тантал сгорает Средь влаги прохладной. Так сердцем постигнув блаженнейший мир, Томимся мы жаждаю счастья. Пора покинуть, милый друг, Знамена ветреной киприды И неизбежные обиды Предупредить, пока досуг. Прошла пора слепых мечтаний, И мы лишились наших прав На своеволе забав, На своеволе желаний. Уж отлетает век молодой, Уж сердце опытнее стало. Теперь ни в чем, друг милый мой, Нам иступление не пристало. Оставим буйным шалунам Слепую жажду столдострасти, Не упоение, а счастье Теперь искать уж время нам. Присытись грубым наслаждением, Присытись ласками церцей, Шепчу я часто с умилением В тоске задумчивой моей. Нельзя ли найти любви надежной, Нельзя ли найти подруги нежной, С кем мог бы в счастливой глуши Предаться неге безмятежной И чистым радостям души, В чье неизменное участие Беспечно веровал бы я? Случится ли ведро или ненастья На перепутье бытия? Где ж обреченную судьбою, На чьей груди я успокою Мою усталую главу? Или с волнением и тоскою Ее напрасно я зову? Или в печали одинокой Я проведу остаток дней, И тихий свет ее очей Не озарит их тьмы глубокой, Не озарит души моей. Номер тридцать девять. Эпиграмма. Его творение скукой дышит, На бедных нас наводит сон. Не говорю, зачем он пишет, Но для чего читает он? Номер сорок. Элегия. Нет, не бывает тому, Что было прежде, Что в счастье мне, Мертва душа моя. Надейся, друг, Сказали мне друзья, Не поздно ли вверяться Мне надежды, Когда желать Почти не в силах я. Я применюсь С нескромным их участием, И с каждым днем Я верой к ним бедней, Что в пустоте Несвязанных их речей. Давным-давно Простился я со счастьем, Желательным слепой душе моей. Лишь вслед ему С унылым сладострастием Гляжу я вдаль Моих минувших дней. Так нежный друг, В бесчувственном забвении, Еще глядит на зыби Синих волн, На влажный путь, Где в темном отдалении Давно исчез Отбывший Дружный челн. Номер сорок один Дориде Зачем нескромностью Двусмысленных речей, Руки Всечастным пожиманием, Притворным пламенем Квоварных сихачей, Для всех Увлажненных желанием Знакомить юношей С волнением любви, Их обольщать Надежду счастья, И разжигать, Шутя в смятенной их крови, Бесплодный пламень Сладострастия. Он незнаком тебе, Мятежный пламень сей. Тебе неведомое чувство Вливает в душу их Невольницу страстей Твое коварное искусство. Я видел в круг тебя Поклонников твоих, Полуиссохших В страсти жадной. Достигнув их любви, Любовным клятвам их, Внимаешь ты С улыбкой хладной. Не верь Судьбе слепой, Не верь самой себе, Теперь душа твоя в покое. Придется некогда Изведать и тебе Любви безумья роковое. Но избранный тобой, Страшаясь знакомых бед, Твой нежный взор Без чувству встретит, И недоверчивый На пылке твой привет Улыбкой горькою ответит. Когда же в зиму дней Все розы красоты Похитит жребий ненавистный? Скажи, увядшая, Кого посмеешь ты Молить о дружбе бескорыстной, Обидной жалости Предметом жалким став? В унынье Все тебя оденет, Исчезнет легкий рой Веселья и забав, Толпа ласкателей изменит, Изменит и покой У слада поздних лет. Как тщери ада Эвмениды, Повсюду жадные Тебе помчатся Вслед самолюбивые обиды. Немирного душой На мирном ложе сна Так убегает усыпление, И где для смертных всех Доступна тишина, Страдальца ждет Одно волнение. Конец части второй Стихов 1821 года Читал Аксениум 5 Санкт-Петербург Январь 2015 года Сочинение Евгения Боротынского Эта запись LibriVox Является общественным достоянием. За подробной информацией Обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1822 года Догадка Любви приметы я не забыл Я ей служил в былые леты В ней, говорит, и жар ланит И вздох случайный О, я знаком с им языком Любови тайной Ты вся в огне, бедняжка, скромность Сих взоров томность Понятно мне Любви приметы я не забыл Я ей служил в былые леты Поцелуй Дориде Сей поцелуй, дарованный тобой Преследует мое воображение И в шуме дня, и в тишине ночной Я чувствую его напечатление Случайным сном забудусь ли порой Не снишься ты Не снится наслаждение Блаженствую обманутой мечтой Но в тот же миг встречаю пробуждение Обман исчез Один я и со мной Одна любовь, одно изнеможение Возвращение На кровы ближнего селения Нисходит вечер День погас Покинем рощу, где для нас Часы летели, как мгновенья Лель, улыбнись Когда из ней случилась девица моей Унесть во взорах пламень томный Мечту любви в душе своей И в волосах листок нескромный Сестре И ты покинула семейный мирный круг Ни степи, ни леса тебя не задержали И ты летишь ко мне на глаз моей печали О, милая сестра, о, мой вернейший друг Я узнаю тебя, мой ангел-утешитель На перстнице души от колыбельных дней Нечетной нежности я веровал твоей Тогда, еще тогда, достойный их ценитель Придишь и радость призови В приют мой радостью забытый Повей от рады и у души моей убитой И сердце мне согреет дыханием любви Как чистая роса живит своей прохладой Среди ногих степей спасительной усладой Так оживишь мне чувства ты Весна На звук цивницы голосистой Толпой забав окружена Летит прекрасная весна Благоухает воздух чистый Земля воздвиглась ото сна Утихли вьюги и метели Текут потоками снега Опять в горах трубят рога Опять зефиры налетели На обновленные луга Над урным шистой умная яда Проснулась в сумраке ветвей Стрясает и не из кудрея И разорвав оковы хлада Заговорил я ручей Восторги дух мы пробудили Звучат и блещут небеса Певцов крылатых голоса Пастуши песни огласили Долины, горы и леса Лишь ты, увядшая клемена Лишь ты в тоску обличена Весны не празднуешь одна Тобой младости измена Еще судьбы не прощена Роптание в грудь тебе теснится Не видишь ты красы лугов Ах, если б щедростью богов Могла ко смертным возвратиться Пора любви с порой цветов Н.И. Гнедичу Нет, в одиночестве душой изнемогая Средь каменных пустынь Противного мне края Для лучших чувств души Еще я не погиб Я не забыл тебя, почтенный Аристип И дружбу нежную, и русские Афины Ни вакховых перов, ни лобызаний Фрины В нескромной юности Нескромно петых мной Ни шумный суетын Прославленный толпой Лишение тяжко мне в краю Где финну нищу Отчизна мертвая Едва дарует пищу Нет, нет Мне тягостно отсутствие друзей Лишение тягостно беседы мне твоей То наставительной, то сладостно отрадной В ней сердцем жадный чувств Умом познаний жадный И сердцу, и уму я пищу находил Счастливец Дни свои ты музам посвятил И бодро действуешь Прекрасные полвека На поле умственных усилий человека Искусство пылки и благодарный труд Твой независимый украсили приют Податель счастья труд Искусство наслаждения Еще не породив прямого просвещения Избыток породил бездейственную лень На мир снотворную она нагнала тень И чадом роскоши Обремененным скукой Довольство бедности Тегчайшей было мукой Искусство не зашли на помощь К ним тогда Уже отвыкнувших от грубого труда К трудам возвышенным Они воспламенили И праздность упражнять Роскошно научили Быть может, счастьем обязаны мы им Как беден кто больной Бездействием своим Занятие бодрого цены не постигает За часом час другой глазами провожает Скучает в городе И бедствует в глуши Употребление неведая души И плачет сонных дней Снося на силу бремя Что жизнь некраткая В них слишком длится время Судьбу младенческий За строгость не виня И взяв с тебя пример Поэзию ученья Призвал я украшать Мое уединение Леса угрюмые Громадам шестых гор Пришельца нового Пугающий взор Свинцовых моря Вот безбрежная равнина Напев томительных Протяжных песен Фина Недолго помню я В печальной стороне Печаль холодную Вливали в душу мне Я победил ее И не убит неволей Еще я бытия владею Лучшей долей Я мыслю, чувствую Для духа не таков То вопрошаю я Предания веков Падения, славы, царств Читаю в них причины Наставлен древнюю превратностью Судьбины Судьбе покорствовать Учуся я моей То занят свойствами И нравами людей В их своевольные Вникаю побуждения Слежу я в сердце Их сокрытые движения И разуму отчет Стараюсь в сердце дать То вдохновение Парнаса благодать Мне душу радуют Восторгами своими На часть обворожен На часть обманут ими Дышу свободно я И лиру взяв мою И дружбу, и любовь, и счастье пою Осмеливаясь петь Я помню преткновенье Самолюбимого искусства песнопенья Но всякому свое И мать племен людских Усердие полное Ко благу чад своих Природа каждого Даря особой страстью Нам разные пути Прокладывает к счастью Кто рад своей казне Кто псар не рад своей Кто наслаждается Гоняя голубей Любезны песни мне Когда-то для забавы Я праздный посетил Парнасские дубравы И воды светлые Костальского ручья Там к хорам чистых дев Прислушивался я И сердце уступил Влюбился я в искусство Другим передавать В согласных звуках чувства И презрес борища Взыскательных судей Я умереть хочу С любовью моей Так, скоку для себя Считая бедством главным Я духа предаюсь Порывам своенравным Так без усилия Ведет меня мой ум От чувства к шалости К мечтам отважных дум Но ни души моей Восторги одиноки Ни любомудрые Полезные уроки Ни песни мирные Ни резвые мечты Воображение Случайные цветы Среди глухих лесов И скал моих унылых Не заменяют мне людей Для сердца милых И часто грустью Невольною объят Увидеть бы хотел Я пышный Петроград Вести желал бы Вновь свой век Непринужденный В кругу друзей искусств И неги просвещенный Апелло, Фидия Порою навещать С тобой желал бы Я беседовать опять Муж дарованиями Душою превосходной В стихах возвышенный И в сердце благородный Зато не в первый раз Взываю я к богам Свободу дайте мне Найду я счастье сам К Дельвигу Дай руку мне Товарищ добрый мой Путем одним Пойдем до двери гроба Дай руку мне Я чувствую Мы оба Родились под той же звездой Нас не вообще Судьба соединила Суровая Двух добрых полюбила И слабая От бедствия их спасти Опорою друг другу Быть судила Чтоб с ней самой Могли борьбу вести От детских дней Знакомы мы с бедами Казалось Я у люльки ждал нас рок Что ж кнефный Он свершить над нами мог И не всегда Он побеждался нами Ты помнишь ли В какой печальный срок На дружбу Мне ты руку дал впервые И думая По сердцу мы родные Стал навещать Мой скромный уголок Ты помнишь ли С какой судьбой суровой Боролся я Почти лишенных сил Не ты ль тогда Мне бодрость возвратил Не ты ль душе Повеял жизнью новой Ты ввел меня В семейство добрых мус Деля досуг Меж ними и тобою Я ль чувствовал Ее свинцовый груз И перед ней Унизился душою Когда ты сам Носил в душе печаль Кому вверял признание В грусти тайны Не мне ль скажи Ведь дружба не всегда Тебя ждала С отрадой обычайной Забытую фортуною слепой Мы ей назло Друг в друге Все имели Любовь и лень И негу И покой Развеселясь В забвении Сердце пели И дружество Твердя обет святой Бестрепетно В глаза Судьбе глядели Уверь мне в том Чем жребий Не грозит Упорствуя В старинной неприязни Душа моя Не ведает боязни Душей моей Ничто не изменит Так, милый друг Позволят ли мне боги Ермо забот Сложить когда-нибудь И весело На светлый мир взглянуть По-прежнему Ль ко мне Пребудут строги Всегда я твой Судьей души моей Ты должен быть И в ведра И в ненастье Удвоишь ты Моих счастливых дней Неполное безразделение Счастья В дни бедствия Я знаю где найти Участие в судьбе Моей тяжелой Что ж страшно Мне на жизненном пути Иду вперед С надеждой Веселой Еще позволь Желание одно Мне произнесть Молюсь я судьбине Чтоб для тебя Я стал хотя отныне Чем для меня Ты стал уже давно Конец стихов 1822 года Читала Ксениум 5 Санкт-Петербург Январь 2015 года Сочинение Евгения Баратынского Эта запись LibriVox является общественным достоянием За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Баратынский Стихи 1823 года Часть 1 Поденье листьев Поблекнули ковры полей Брега взрывал источник мутный И голосистый соловей Умолкнул в роще бесприютный Болезни жертва в цвете лет К сей роще юноша унылой Последний горестный привет Отдать прибрел отчизни милый Судьба исполнилась моя Прости убежище драгое О прорицанье роковое Твой страшный голос помню я С ненастной осенью приспеет Вещала ты мой смертный час И для страдальца пожелтеет Дубравный лист в последний раз Заплачет милая мне дева Я вяну Легкою мечтой Мелькнув исчез мой век молодой Последний лист падет со древа Последний час ударит мой Затмили тучи свод лазурный Осенних ветров слышен свист Шуми-шуми, о ветер бурный Вались-вались, повлеклый лист От взоров матери унылой Сокрой меня с моей могилой Когда ж с отчаянием в очах Пустыню воплем оглашая Моя подруга молодая Ее отыщет в сих местах Тогда над камнем безответным Где я навека почию Будит и шорохом приветным Тень усложженную мою Сбылось Увы, судьбин и гнева Мольбами бедный не смягчил Последний лист упал со древа Последний час его пробил Близроще той его гробница Но не пришла краса девица Свой долг заветный ей отдать Озрела каждая одиница Над ней рыдающую мать К Чувствительны мне дружеские пени Но искренно забыл я геликон И признаюсь, закоренелый в лене Не каюся, люблю мой праздный сон Охота петь владеет слабо мною Она прошла, как первая любовь Желал бы я воспламениться вновь Но утомленный сердцем и душою Иль жить нельзя, отрадую иной Я заключил с бездействием союз Лилеемый счастливым усыплением Я не хочу притворным иступлением Обманывать ни юных дев, ни мус Лето Душ холодных упования Неприязненный ручей Чьё докучное журчание Усыпляет Элизей Так, достоин ты укора Для чего в твоих водах Погибает без разбора Память горести и благ Прочь с нещадным утешением Я минувшее люблю И во веку тех забвеньем Мук забвенья не куплю Две доли Дало две доли провиденья На выбор мудрости людской Или надежду и волненье Или безнадежность и покой Верь тот надеждой обольщающей Кто бодр душою, бодр умом Лишь помолви разновещающей Судьбой насмешливой знаком Надейтесь, юноши кипящие Летите, крылья вам даны Для вас и замыслы блестящие И сердце пламенные сны Но вы судьбину испытавшие С счету у тех Печали власть Вы знания бытия принявшие Себе на тягостную часть Гоните прочь их рой Прелестительный Так доживайте жизнь в тиши И берегите хлад спасительный Своей бездейственной души Своим бесчувствием блаженны Как трупы мертвых из гробов Волхва словами пробужденные Сдаются с грежетом зубов Так вы, согрев в душе желания Безумно вдавшись в их обман Проснетесь только для страдания Для боли тяжкой прежних ран Безнадежности Желание счастья в меня вдохнули боги Я требовал его от неба и земли И вслед за призраком Манящим издали Не ведая куда Прошел я полдороги Довольно Я устал И путь окончен мой С счастливой отдыхом На счастье похожем Стою задумчивой Над жизненной стезей И скромно кланяюсь прохожим Размолвка Прости, сказать, ты поспешаешь мне И пылкая любви твоей начала Предательски безумца обласкала Все видел я И видел все во сне Ты, наконец, мне взоры прояснила В душе твоей читаю я теперь Проснулся я, и мне легко, поверь Тебя забыть, как ты меня забыла Кого жалеть? Печальней доля чья? Кто отехчен утратую прямую? Легко решить Любимым не был я Ты, может быть, была любима мною Хлоя Приманкой ласковых речей Вам не лишить меня рассудка Так, Хлоя, многих вы милей Но вас любить плохая шутка Вам не нужна любовь моя Не слишком заняты вы мною Не нежность, гордость вашу я Признанием страстным успокою Вам дорог я, твердите вы Но честь красы меня дороже Вам очень мил я, но, увы Вам и другие милы тоже С толпой соперников моих Я состязаться не дерзаю И превосходной силе их Без битвы поля уступаю В альбом Когда б вы менее прекрасны Случайно слыли у Москвы Когда бы прелестью опасны Не столь опасны были вы Когда б еще си голос нежный И томный пламень сих очей Любовью менее мятежной Могли грозить душе моей Когда бы больше мне на долю Даров послал цитерский бог Тогда я дал бы сердцу волю Тогда любить я вас бы мог Предаться нежному участью Мне тайный голос не велит И удивление по счастью Отстрел любви меня хранит Книдичу, который советовал Сочинителю писать сатиры Души признательный Всегдашний властелин Художник лучший наш И лучший гражданин Ты даже суетной забаве Песнопенья Общеполезного желаешь назначенья Не угодить тебе Слочайший из певцов Развратной прелестью Из нежных стихов Любовь порочная Рождает ли участие Бесславны в ней беды Еще бесславней счастье Безумно сих певцов Новейшая орда Свой стыд поющая Без всякого стыда Возвышенную цель Поэт избрать обязан Блестящим шалостям Как прежде не привязан Я правилам твоим Последовать бы мог Но ты ли мне велишь Оставя мирный слог И едкой желчью Напитывая строки Сатирую восстать На глупости пороки Не тою верю я В какой иной певец Француза Буало Приняв за образец Поклонник набожный Его бессмертной славы По-русски Гальски осмеивает нравы Устава нового держась В стихах моих Пусть глупость русскую Дразнить я буду в них Что будет пользы в том А без особой цели Согласия легкие Затейливые свирели В неугомонный лай Неловко превратя Зачем я полк врагов Создам себе шутя Страшусь и наперед Я злоба их опасной Полезен обществу Сатирик беспристрастный Дыша любовью К согражданам своим На их дурачество Он жалуется им Упреков и улик Язвительным орудием Клемить бездельников Забытых правосудием И льеткой силой Забавного словца Смиряет попухи Надутого глупца Личину чуждую Срывая с человека Являя в наготе Уродливости века Он исправляет их И как умом не быстро Едва ль полезней нам Юстиции министр Все так Но к обществу Усердием пламенея Я смею ли указать На всякого злодея Гражданского глупца Позволено ли мне С негодным рифмачом Цыганик наравне И справедливо ли В осмысли прямо здравом Кому-нибудь из нас Владеть подобным правом Острот затейливых Насмешек едких дар Язвительных стихов Какой-то злобный жар И их старательно подобранные звуки За беспристрастие Забавные поруки Но если полную свободу Мне дадут Того ли я устрашу Кому не страшен кнут Кого и божий гнев В заботу не приводит Наместник плохо умом И явно сума сбродит Положим, что в стихах Скажу ему я так Ты добрый человек Но слушай, ты дурак Однажды с разумом Вступя в вочную ставку Для общей выгоды Нельзя ли подать в отставку Уж он готовился Обдумать мой совет Но оду чудаку Поднес другой поэт Где в двадцати строфах Взывается бесстыдно Сколь зорок ум его Сколь око дальновидно Друзья и недруги Я спрашиваю вас Кому охотнее Поверит он из нас Но слушай Человек всегда Корысти жадный Берется ли за труд Наверное безнаградный Купец расчетливый Из добрых барышей Веряет свой корабль Неверностям морей Из платы Сладкую Отвергнувши дремоту Поденщик до зари Выходит на работу На славу Громкую надеждую Согрет в трудах Возвышенных Возвышенный поэт Но за бесстрашное Пороков обличенье Какое Мыслишь ты Мне будет Награжденье Не славль громкая Талантом Я убог Признательность Людей Людей узнать Я мог Не обольстит Меня газет Высокопарность Где встречу я порой Сограждан благодарность Когда сей редкий муж Вельможа гражданин От века славного Оставшийся один Но смело Дух его Хранивший в веке новым Обширный разумом И сильный Громкий словом Любовью к истине И к родине горя В советах Не робело Спаривать царя Когда прекрасному Влечению Послушный Умел ему внимать Монарх великодушный Что мыслили О нем Сограждане тогда Уж он Ветистовать Радеханик всегда Но столь торжественно Не попусту хлопочет Свой дар Ораторский Нам высказать Он хочет Катоном Смотрит он Но тонкого Льстеца От нас Не утаит Под строгостью Лица Так лучшим Подвигом Людское Развращение Придумать Низкое Умеет Побуждение Так Исключительно Посредственность Любя Спешит Высокое Унизить До себя Так Самых Доблестей Зависливо Трепещет И чтоб Не верить Им На он И кривещет Признаться В день Сто раз Бываю Я готов Немного Постращать Парнастских Чудаков Сказать Хоть на ухо Фанатикам Журнальным Срамите Вы себя Ругательством Нахальным Не стыдно Ль ум И вкус Коверкать Наподряд И травлей Авторской Смешить Гостиный ряд Россия В тишине А с шумом Непристойным Воюет Инвалид С архивом Беспокоенным Сказать Аркадину Не музами Тебе Позволено Свирель Напачкать На гербе Сказать Сапайлову Болтун Еженедельный Ты сделал Свой журнал Парнастской Богодельной Парнастской Богодельной И в нем Ты каждого Убогого Умом С любовью Жалуешь Услужливым Листком И Фертелев Блажной И Фофанов Мудреный И наглый Посквинель И Арфин Заклейменный С тобою Заключив Торжественный Союз Несут к тебе Плоды Своих Лакийских Муз Тобой Предупрежден Листов Твоих Читатель Что любит Подгулять Почтенный Их Издатель А я Тебе Скажу По мне Пожалуй Пей Но ум Не пропивай И дело Разумей Меж тем Иной Из них Хотя Прозаик Вялый Хоть Плоский Рифмоплет Душой Предобрый Малый Сапайлов Например Знакомец Давний Мой Трактирный Весельчак Ругатель Площадной Совсем Печатному Домашний Неподобен Он Милый Хлебосол Он К дружеству Способен В день Пасхи Рождества Вином Разгорячен Целует С нежностью Глупца Другого Он Аркадин В обществе Любесен Без усилий И верно Во сто раз Мелее Своих Идилей Их Много Таковых За что Жи Голос Мой Нарушит Их Сердец Веселье И покой Зачем Я Сделаю Нескромными Стихами Из них Простых Глупцов Сердитыми Глупцами Нет Нет Мудрец Прямой Идет Путем Иным И снисходительной Ко слабостям Людским На них Указывать Не станет Он Лукаво О человечестве Судить Желая Здраво Он Страсти Подавил Лишающие Нас И верности Ума И правильности Глаз В сообщество Людей Вступивший Безусловно На их Дурачество Он смотрит Хладнокровно Не мысля Чтоб могли Кудрявые Слова В них Свойство Изменить И силу Естества Из нас Я думаю Не скажет Ни единой Осине Дубом Будь Иль Дубу Будь Осиной Зачем Же Будь Умен Он Вымолвит Глупцу Покой Один Покой Любезен Мудрецу Не споря Бестолку С чужим Нелепым Толком Один По своему Он Мыслит Тихомолком Вдали От авторов Злодеев И глупцов Мудрец В своем Углу Не пишет И стихов Конец Части Первой Стихов 1823 Года Читала Ксениум 5 Январь 2015 Года Сочинение Евгения Боротынского Эта запись LibriVox является общественным достоянием За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский Часть 2 Стихов 1823 Года Истина Ода О счастье С младенчества тоскуя Все счастьем беден я Когда же где и в чем его найду я О судьи бытия Младые сны От сердца отлетели Не узнаю я свет Надежд моих Лишен я прежней цели А новой цели нет Безумен ты И все твои желания Мне тайный голос рек И лучшие мечты Мои Создания Отвергнул я Навек Но для чего Души Разуверение Свершилось Не вполне Зачем же в ней Слепое Сожаление Живет О старине Так Некогда Обдумывал С роптанием Я тяжкий Жребий Мой Вдруг Истину То было Не мечтанием Узрел Перед Собой Светильник Мой Укажет Путь Ко Счастью Вещала Захочу И страстного Отрадному Бесстрастью Тебя Я научу Пускай Со мной Ты сердце Жар Погубишь Пускай Узнав Людей Ты Может Быть Испуганный Разлюбишь И Ближних И Друзей Я Бытия Все Прелести Разрушу Но Ум Наставлю Твой Я Болью Суровым Хладом Душу Но Дам Душе Покой Я Трепетал Словам Ее Внимая И Горесно В ответ Промолвил Ей О Гость Я Неземная Печален Твой Привет Светильник Твой Светильник Погребальный Последних Благ Моих Твой Мир Увы Могилы Мир Печальный И Страшен Для Живых Покинь Меня В твоей Науке Строго Я Счастья Не Найду Покинь Меня Кой Как Моей Дорогой Один Я Побреду Прости Или Нет Когда Мое Светило Во Звездной Вишене Начнет Бледнеть И Все Что Сердцу Мило Забыть Придется Мне Явись Тогда Раскрой Тогда Мне Очи Мой Разум Просвети Чтоб Жизнь Презрев Я Мог В обитель Ночи Безропотно Сойти О Своенравная София От всей Души Я Вас Люблю Хотя И Реже Чем Другие И Не И Скусней Вас Хвалю На Ваших Ужинах Веселых Где Любят Смех И Даже Шум Где Не Кладу Таков Тяжелых Ни На Ум Где Для Холопа И Невежды Не Притворяясь Часто Мы Броним Указы И Псалмы Я Основал Мои Надежды И Счастья Нынешней Зимы Ни В чем Не Следуя Пристрастию Даете Цену Во Всему Рассудку Живости Уму И Удовольствию И Счастью Свет Пренебрегший В добрый Час И Жеманство Пасмурная Дочь Всегда Зевающая Скука Иной Порою Знаю Сам Я Вас Броню По Пустякам Простите Мне Мои Укоры Не Ум Один Дивится Вам Опасны Сердцу Ваши Взоры Они Лукавы Я Слыхал И Все Предвидя Осторожно От Власти Их Когда Возможно Спасти Рассудок Я Желал Я В нем Теперь Едва Ли Волен И Рим Ты Был ли Гордый Рим Земли Самовластитель Ты Был ли Освободный Рим К Немым Разваленным Твоим Приходит С горестью Их Чуждый Навеститель За Что Утратил Ты Величие Прежних Дней За Что Державный Рим Тебя Забыли Боги Град Пышный Где Твои Чертоги Где Сильные Твои У Родины Мужей Тебе Ли Изменил Победы Верный Гений Ты Ль На Распутии Времен Стоишь В позорище Племен Как Пышный Саркофаг Погибших Поколений Кому Еще Грозишь Семи Твоих Холмов Судьбы Ли Всех Держав Ты Грозный Возвеститель Или Как Призрак Обвинитель Печальный Предстоишь Очам Твоих Сынов Лудковскому Влюбился Я Полковник Мой В твои Военные Рассказы Проказы Жизни Боевой Никак Веселые Проказы Не Презрю Я В душе Моей Судьбою Мирного Лентяя Но Мне Война Еще Милей И Я Люблю Тебя Внимая Жужжание Пуль И Звук Мечей Как Сердце Жаждет Бранной Славы Как Дух Кипит Когда Порой Не Хвалит Ратные Забавы Мой Беззаботливый Герой Прекрасный Вид Веселье Диком Вымчитесь Грозно Дым Столбом Оружий Блеск Оружий Гром Разбитый Враг Покрыт Стыдом И страшный Бой С победным Кликом Вы Запиваете Вином А Епиндорфские Трофеи Проказник Счастливый Вполне С веселым Сыном Цитереи Ты Дружно Жил И На Войне Стоят Враги Толпою Жадные Кругом Окопов Городских Счастливец Ты Защитник Их С тобой Семьей Безотрадной Толпа Красавиц Молодых Враги Повсюду Милый Воин Они Поверены Судьбе Благому Небу И тебе Но ты Лих Веры Недостоин Ты Знания Знаешь Сквозь Туман Неверный День Едва Проглянул Уж Витясь Мой Навражий Стан Дружиной Быстрою Нагрянул Врагам Или смерть Или строгий Плен Меж тем Красавицы Младые Пришли Толпой С высоких Стен Глядеть На игры Боевые Сражение Вид Ужасен Им Девятся Подвигом Твоим Шлют К небу Теплые Молитвы Да Возвратиться Невредим Любезный Воин С лютой Битвы О Кто Бы Жадно Не Купил Молитвы Сей Покоем Кровью Но Ты Не раз Увенчан Был И Бранной Славой И Любовью А я Любезный Командир Молвой Забытый О Досада Ношу Свой Унтерский Мундир Для Щегольства И Для Парада Когда Шпевцу Дозволит Рог Узнать Как Ты Веселье Боя И Заслужить Хотя Листок Из Лавров Милого Героя Признание Притворной Нежности Не требуй От Моей Любви Первоначальной Напрасно Я себе На память Приводил И Милый Образ Твой И Прежних Лет Мечтанья Безжизненные Мои Воспоминания Я Клятвы Дал Но Дал Их Выше Сил Спокойно Будь Я Не Пленен Другою Душой Моей Досель Владела Ты Одна Но Тенью Легкую Прошла Моя Весна Под Бременем Забот Я Изнемог Душою Утихнуло Волнение Страстей Промчались Дни Без пищи Сам Собою Огонь Любви Погас В душе Моей Верь Беден Я Один Любви Я Знаю Цену Но Сердцем Жить Не Буду Вновь Вновь Не Забудусь Я Изменой За Измену Мстит Оскормленная Любовь Предательство Вернее Узнав Науку Служа Приличию Фортуне Иль Судьбе Подругу Некогда Я Выберу Себе И Без любви Решусь Отдать Ей Руку Сияющий И Полный Ликов Храм Обычию Бесчувственно Послушной Ввиду Ее И Деве Простодушной Я Клятву Жалкую Во Мнимой Срасти Дам И Весть К тебе Придет Но Не Завидуй Нам Не Насладимся Мы Взаимностью Отрадной Сердечной Прихоти Мы Воли Не Дадим Мы Не Сердца Гемена Связью Хладной Мы Жребий Свой Один Соединим Прости Забудь Меня Мы Вместе Шли До Ныне Путь Новый Избрал Я Путь Новый Избери Печаль Бесплодную Рассудком Усмири Как Я Безропотно Покорствую Судьбине Невластно Мы В Самих Себе И Слишком Ветренны Младые Наше Лето Даем Мне Скромные Обеты Смешные Может быть Всевидящей Судьбе Я Был Любим Твердила Ты Мне Часто Нежные Обеты Хранят Безумные Мечты Слова Душой Твоей Согреты Нет Не Могу Не Верить Им Я Был Любим Я Был Любим Все Тот же Я Любви Моей Судьба Моя Не Изменила Я Помню Счастье Прежних Дней Хоть Может Быть Его Забыла Забыла Милая Моя Но Тот же Я Все Тот же Я К Свиданию С Ней Мне Нет Пути Увы Когда Предстал Я Милый Конечно В жалости Привести Ее Был Мог Мой Взор Унылый Одна Мечта Души Моей Свидание С Ней С Ней Хитра Любовь Никак Она Мне Мой Романс Теперь Внушает Ее Волнение Полна Моя Любезная Читает Любовью Прежней Дышит Вновь Хитра Любовь Хитра Любовь В Москве 31 Ноября 1823 Года Конец Части Второй Стихов 1823 Года Читала Ксениум 5 Санкт-Петербург Январь 2015 Сочинение Евгения Боротынского Эта запись LibriVox является общественным достоянием За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский Первая часть стихов 1824 Года К жестокой Неизвинительной ошибкой Скажите Долго ли Будет Вам Внимать С холодной Улыбкой Любви Укором И мольбам Одни Победы Вам Известны Любовь Нечаянно Узнав Каких Лишаетесь Вы Прав И меньше Ль будете Прелестны Ко мне Примерно Нежный Став В наслаждении Лишены Ли Дурачить Пленников Других И гордой Быть Как прежде Были В толпе Соперников Моих Еще Ли Нужно Размышление Любви Простое Упоение Вас Недовольствует Вполне Но С негой Страстны Поклонения Соединить Нетрудно Мне И Ваш Угодник Постоянный Попеременно Я бы Мог Быть С Вами Запросто В диванной Гостиной Быть У Ваших Ног К Зачем Живые Выражения Моей Приязни Каждый Раз Вас Возбуждают Опасенье И Возмущают Даже Вас Страшитесь Вы Страшитесь Браво Не Взволновали Ль Вы Мне Кровь И Голос Дружества Любовь Не Принимает Ли Лукава Душа Полна Тоски Е Я Но Я Рассудка Не Забуду И На Сметение Моя Ответа Требовать Не Буду Не Терпит Бог Младых Проказ Ланит Увядших В Палых Глаз Надежды Были Бы Напрасны Что Я Не Жалок И Притом Любуюсь Вами Как Цветком Я Счастлив Тем Что Вы Прекрасны Когда Я В очи Вам Гляжу Предавшись Нежному Утомленью Слегка О Прошлом Я Тужу Но Рад Что Сердце Нахожу Еще Способным К Упоенью Меж Мудрецами Был Чудак Я Мыслю Пишет Он И Так Я Несомненно Существую Нет Любишь Создание Епитов Сын И В Наказание Жестокий Мстительный Зевес К вершине Дикого Кавказа Его Цепями Приковал В ран Сердце Грыз Ему Улетал Кто От Единого Рассказа Не Цепенел Не Трепетал И Вы Трепещете Но Что Ж В Огне Любезных Мне Очей Я Занял Жизнь Души Моей За Этом Стиле Вы Мне Тоже И Также Рад Мстить Ей Ей Но В Жар Краса Меня Не Вводит Тяжелый Опыт Взял Сво Я Захожу В приют Ее Как Вольнодумец В храм Заходит Душою Праздну С давних Пор Вам Лепечу Я Нежный Вздор Увы Беру Прельщенье Меры Как Он Порою В Храме Том Благоухание Сжет Безверы Пред Сердцу Чуждым Божеством Хоть Граф И Князь Не Все Есть Тоже Однако Ж Есть У Нас И Князь Который Несколько Моложе Но Посидевший Потрудясь На Графа Пишет Он Похоже Богдановичу В Садах Элизия У Вот Счастливой Леты Где Благоденствуют Отжившие Поэты О Душенькин Поэт Прими Мои Стихи Не Как В Писатели Попал Я За Грехи И Надоев Живым Посланиями Своими Несчастным Мертвецам Скучать Решаюсь Ими Нет Нужды До Того Хочу В Досужный Час С тобой Поговорить Про Русский Наш Парнас С тобой Поэт Живой Затейливый И Нежный Всегда Пленительный Хоть Несколько Небрежный Чертам Заметнейшим Лукавой Остроты Дающей Милый Вид Сердечной Простоты И Часто На Гату Рисуя Нам Бесчинно Почти Бесстыдно Быть Умеющей Невинно Нехладной Шалостью Но Сердцем Внушена Веселость Ясная В стихах Твоих Видна Мечты Игривые Тобою Были Петы В печаль Влюбились Мы Новейшие Поэты Не Улыбаются В Творениях Своих И Как-то В мире Сем Все Очень Не По Пора Пристала К музам Их Немецких Муз Хандра Жуковский Виноват Он Первый Между Нами Вошел В Содружество С Германскими Певцами И Стал Передавать Забывший Божий Страх Жизнехуление Их В пленительных Стихах Прости Ему Господь Ну Что же Все Мараки Ударились Потом Задумчивые Враки У Всех Унынием Отдело Сечело Душа Увянуло И Сердце Отцвело Как Терпит Публика Безумие Такое Ты Спросишь Публике Наскучило Простое Мудреное Теперь Любезно Для Нее У Века Хилова Испортилось Чутье Ты В лучшем Веке Жил Не Столько Просвещенный Являл он Бодрый Ум И Вкус Неразвращенный Венцы Свои Дарил Безвычур Толковит Он Только Истинным Любимцем Аанит Но Нет Явления Без Творческой Причины Сей Благодатный Век Был Век Екатерины Она Любила Мус И Ты Либо Забыл Кто Душеньку Твою Всех Прежде Оценил Я Думаю В садах Где Свет Бессмерти Блещет Поныне Тень Твоя От Радости Трепещет Воспоминая День Сей День Когда Певца Еще За милый Я Условясь Потаенно Так Лесно Приняли Ему Попеременно Страницы Душеньки Читая Наизусть Сердца Завистников Стеснила Злая Грусть И На другой же День Расспросы О поэте И похвалы Ему Жужжали В модном Свете Кто Вкуса Божеством Теперь Служил Бо нам Кто В наши Времена И Прозе И Стихам Провозглашая Суд Разборчивый Правый Заведовать Бо мог Парнастской Управой О Добрый Наш Народ Имеет Для того Особенных Судей Которые Его В листах Условленных И в цену Приведенных Снабжают Мнением О книгах Современных Дарует Между Нас И славу И позор Торговой Логике Смышленый Приговор О наших Судиях Не смею Молвить Слово Но Слушай Как Чистят Они Один Другого Товарищ В пустыне Благодатной Забывший Модный Свет Забывший Свет Печатный Как Ты Философ Мой Таится Без Греха Избрать В советнике Кота И петуха И в тишине Трудясь Для собственного Чувства В искусстве Находить Возмездие Искусство Так Веку Вопреки Всей Самый Век У нас Сладкопоющих Лир Порой Услышен Глаз Богоуханный Дым От жертвы Бескорыстный Так Нежный Батюшков Жуковский Живописный И подражаемый И целую Орду Злых Подражателей Родивший На беду Так Пушкин Молодой Сей Ветреник Блестящий Все Под пером Своим Шутя Животворящий Тебе Я думаю Знаком Довольно Он Недавно От него Товарищ Твой Назон Послание Получил Любимцы Вдохновения Не могут Победить Сердечного Влечения И между Нас Поют Как Некогда Орфей Между Мохнатых Пел По Вере Старых Дней Бессмертие В веках Им Будет Воздаянием А я Владеющий Убогим Дарованием Нурвением Горя Полезным Бытием Я Правда Красоту Даю Стихам Моим Желаю Доказать Людских Сует Ничтожность И Хладной Мудрости Высокую Возможность Что Мыслю То Пишу Когда-то Веселее Я Славил На заре Своих Цветущих Дней Законы Сладкие Любви И Наслаждения Другие Времена Другие Упражнения Теперь Зрелей Мой Ум Черствей Душа Моя Опять Когда Умру Повеселею Я Тогда Беспечных Мус Беспечного Питомца Прими Философ Мой Как Старого Знакомца Невесте А я Васильевой Не раз Гемена Клеветали Его Бездушным Торговцом Брюзгой Ревнивцем И Глупцом Попеременно Называли Как Свет Его Не Назови У Вас Он Будет Без Сомненья Достойным Сыном Уважения И Братом Пламенной Любви Ручин Салем 1824 Лудковской Слепой Поклонник Красоты Наперекор Моей Судьбине В нее Я веровал Доныне Ей Нес Я В Дар Моей Мечты Я Трепетал В Тоске Желания У Ног Волшебниц Молодых Но Тщетно Взор Во Взорах Их Искал Ответа И Узнания Огонь Утих В моей Крови Покинув Службу Купидона Я Променял Сады Любви Наверх Бесплодный Геликона Но Светлый Мир Уныл И Пуст Когда Души Ничто Не Мило Руки Пожатие Заменило Мне Поцелуй Прекрасных Уст Когда Придется Как-нибудь Досуже Час Воспомянуть Вам О Финляндии Суровой О финских Чудных Щеголях О их Пезуженных Балах И о Варваре Аргуновой Не Позабудьте Обо мне Поэте Сиром И Безродном В чужой Далекой Стороне Сердитом Грустном И Голодном А вам Монеточка Моя Что пожелать Осмелюсь Я О Найлучшего Конечно Такой Прибыть Какой Вас Сегодня Вижу Я На час Какой Помнить Буду Вечно Ручинсальм Февраля 15 1824 Года Младые Грации Сплели Тебе Венок И Им Стыдливую Невинность Увенчали В него Вплести И мне Нельзя Ли На память Миртовый Листок Хранимый Дружбою Он Верно Не Увянет Он Лучших Чувств Моих Залогом Будет Ей Но Друга Верного И Были Прежних Дней Да Поздно Милая Вспомянет Да Поздно Юных Снов Утратит Легкий Рой И Скажет В тихий Час Случайного Раздумья Не Другом Красоты Не Другом Остроумья Он Другом Был Меня Самой Фридрих Скам Пальбом Софии Красой Она Достойно Трона Приятна Лира Ей Моя Но Что Мне В этом Быть Королем Желал Бо Я А Не Поэтом Звездочка Вскляни На Звезды Много Звезд В Безмолвии Ночном Горит Блестит Кругом Луны На Небе Голубом Вскляни На Звезды Между Них Милее Всех Одна За Что Ж Ранее Встает Ерчи Их взоры В синей вышине Встречаются На ней В звезде Любезны Чувства Есть И Сдумаю Глядит И Взор Ушлет Ответный Взор И Нежностью Горит И Смилой Звездочке Своей Несводим Мы Ачез И Провожаем Мы Ее На Небо Из Небес Себе Звезду Избрал Ли Ты В Безмолвии Ночном Их Много Блещет И горит На Зови Своей Звездой Что Сдумаю Глядит И Взор Ушлет Ответный Взор И Нежностью Горит 24 Сентября 1824 Девушки Которой Имя Было Аврора Выдь Дохни Нам Упоением Соименница Зари Всех Румянным Появлением Оживи И Озари Пылки Юноша Не сводит Взоров Смилой И Порой Мыслит Стихую Тоскою Для Кого Она Выводит Солнце Счастья За Собой Оправдание Я Селился Счастливой Старины Возобновить Счастливые Мечтания Взывал К тебе Взывал От глубины Души Моей Исполнены Страдания Вообще Увы Печальных Строг Моих Не хочешь Ты Ответ Ему Достоить Не Тронулась Ты Нежностью Их И Презрело Мне Сердце Успокоить Виновен Я И в памяти Твоей Не оживу Прощенья Ужестокой Не вымолю Я был Неверен Ей Нет Жалости К тоске Моей Глубокой Внимания Нет К мольбам Любви Моей Виновен Я Я Нежные Признания Твердил Сто раз Красавицам Другим Я К ним Спешил На Тайные Свидания Я Расточал Живые Ласки Им Но Все Дышал Доридаю Одною В объятии Их Мечту О ней Тая В объятии Их Был Верен Ей Душою И Отдавал Им Только Чувства Я В собраниях Веселью Посвященных На празднествах Столичных Богачей При Пламени Бесчисленных Свечей При Голи Струн Смычками По страстному Обету Касаясь Душистых Их Кудрей Лицом Моим Объемля Жадной Дланью Их Стройный Стан Так В памяти Моей Уж Не Было Подруги Прежних Дней Принадлежал Я Новому Мечтанию Но К ним Ли Я Любовью Пылал Нет Милый Друг Когда В уединении Себя Потом Я Строго Проверял Их Находя В моем Воображении Тебя Одну Я В сердце Обретал Доверчивых Вертушек Обольщая С восторгом Пел Я Чувства К ним Мое Но Жар Любви Но Голос И Я Как Находил Тебя Воображая Не Внем Лишь Ты И Мок Моих Жадна По Правилам Прелестниц Хладнокровных Все Памятью Обид Своих Полна Прости Ж Навек Но Знаю Что Двух Виновных Ни Одного Найдутся Имена В стихах Моих В преданиях Любовных Конец первой части стихов 1824 года Читал Аксениум 5 Санкт-Петербург Январь 2015 Сочинение Евгения Боротынского Эта Запись LibriVox является общественным достоянием За Подробную информацию обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский Часть 2 Стихов 1824 года Санет Мы пьем в любви отраву сладкую Но всю отраву пьем мы в ней И платим мы за радость краткую Ей безвесельем долгих дней Огонь любви Огонь живительный Все говорят Но что мы зрим Опустошает разрушительный Он душу Объятую им Кто заглушит воспоминания О днях блаженства и страдания О четных днях твоих любовь Тогда я ожил бы для радости Для снов золотых цветущей младости Тебе предаться мог бы вновь Череп Усопший брат Кто сон твой возмутил Кто пренебрег святынью могильной В разрытый дом к тебе я не сходил Я в руки брал твой череп желтый пыльный Еще носил волос остатки он Я зрел на нем ход постепенной тленья Ужасный вид Как сильно поражен и мыслящий наследник разрушения Со мной толпа безумцев молодых ребячески в круг ямы хохотала твоя внезапно провещала Когда по над светущим пылким нам и каждый час грозимым смертным часом все истины известные гробам произнесла своим бесстрастным глазом Что говорю стократно благ закон молчанием ей уста запечатлевший обычай прав усопших важный сон нам почитать издавно повелевший Гроб вопрошать дерзает человек о суетный безумный изыскатель живи живой тлей мертвый вот что рек всего ясней таинственный создатель нам надобные страсти и мечты в них бытия условия и пища не подчинишь одним законам ты и света шум и тишину кладбища его судьбам покорно гроб молчит зачем же нас несбывшиеся мучит пусть радости живущим жизнь дарит а смерть сама их умирить научит станцы о чем не молимся богам что дать нам боги не во власти ничто не даст отрады нам когда ошибочные страсти вредят сердечной тишине когда господствуют тони ко счастью способов одних для счастья истинного мало употреблять с умением их еще бы людям надлежало и не на толь своим творцом одарены они умом а мы мы ум свой обрекли господству детских своих нравей достиг владычества земли счастливец ветреный октавий достиг и что ж всемирный трон покинуть замышляет он все суета мудрец прямой далеких благ не жаждет праздно но дух воспитывает свой случайной доли сообразно для счастья надобное в ней дарует он душе своей глуши лесов счастлив один другой страдает на престоле на высоте земных судьбин и в незаметной низкой доли всех благ возможных тот достиг кто дух судьбы своей постиг мы все блаженствуем равно но все блаженствуем различно уделом нашим решено как наслаждаться нам прилично и кто нам лучше дал совет или пикур или пиктет меня тягчил печаль и груз но не упал я перед роком нашел отраду в песнях мус и в равнодушии высоком и светом презренный удел облагородить я умел хвала вам боги предо мной вы оправдались отныне готов я с подрою душой на все угодное судьбине и никогда сей лирый глаз не оскорбит роптанием вас элизейские поля бежит неверное здоровье и каждый день готовлюсь я совершить последние условия закон последней бытия ты не спасешь меня киприда пробьют урочные часы и не зайдет к брегам аида певец веселья и красы простите ветреные други с кем беззаботно в жизни сей делил я шумные досуги разгульной юности моей я не страшусь о новоселье где б ни жил я мне все равно там тоже славить от безделья я стану дружбу и вино не изменяйся в подземном мире и там на шаловливой лире превозносить я буду вновь покойной дафней и тимири неприхотливую любовь о дельвик слезы мне не нужны верь в закоцитной стороне прием радушный будет мне со мной музы были дружны там в очарованной тени где благоденствуют поэты прочту Катулу и парни мои небрежные куплеты и улыбнутся мне они когда из таинственной сени от темных орковых полей здесь навещать своих друзей порою могут наши тени я навещу о друге вас сыны забавы и веселья когда для шумного похмелья вы соберетесь в праздный час приду я с вами вакха славить а к вам прошение об одном прибор покойнику оставить не позабудьте за столом меж тем за тайными брегами друзей вина друзей перов веселых добрых мертвецов я подружу заочно с вами и вам через день или другой закон губительный зевеса велит покинуть мир земной мы встретим вас у врата айдеса знакомой дружеской толпой наполним радостные чаши хвала свиданию возгремит и огласят приветы наши весь необъемлемый аид буря завыла буря хляб морская клокочет и ревет и черные валы идут до неба восставая бьют гневно пенись в прибрежные скалы чья неприязненная сила чья своевольная рука сгустила в тучи облака и на краю небес ненастья зародила кто возмутив природы чин горами влажными на землю гонит море не тот ли злобный дух гиены властелин кто по вселенной розлил горе что человека подчинил желанием немощи страстям и разрушению и на творенье ополчил все силы данные творенью земля трепещет перед ним он небо заслонил огромными крылами и двигает ревущими водами бунтующим могуществом своим и львечным будет заточение когда волнам твоим я вверюсь океан но знай красой далеких стран не очаровано мое воображение под небом лучшим обрести я лучшей доли не сумею вновь не смогу душой моею в краю цветущем рассвести меж тем от прихоти судьбины меж тем от медленной отравы бытия в покое раболепном я ждать не хочу моей кончины на яростных волнах в борьбе со гневом их она отраднее гордыни человека как жаждал радости младых я на заре молодого века так ныне океан я жажду бурь твоих волнуйся восставай на каменные грани он веселит меня твой грозный дикий рев как зов к давно желанной брани как мощного врага мне чем-то лестный гнев леда в стране роскошной благодатной где евротийский древний ток среди долины ароматной катится светелый широк вдоль брега леда молодая еще не мысля но мечтая стопами тихо не брела уж близок полдень небо знойно кругом все пусто все спокойно река прохладная светла брега стригут кусты густые покровы пали на цветы и леды прелести ноги прозрачной влагой приняты легко возлегшая на волны легко скользит по ним она роскошно пенись перси полный лапзает жадная волна но зашумел трозник прибрежный и лебедь стройный белоснежный из-за него явился ей сначала он чуть зримый оком блуждает в оплове широком кругом возлюбленный своей в пучине часто исчезает но закрываясь от глаз из вод глубоких выплывает все ближе к милой каждый раз и вот плывет он рядом с нею ей смелость лебедя мила рукую нежную своею его осанистую шею владая дева обняла он жмется к деве он украдкой ей перси нежные клюет он в песне радостной и сладкой как бы красы ее поет как бы поет живую негу меж тем влечет ее к обрегу выходит на берег она устав в тени густого древа на мураву ложится дева над лань главою склонена меж тем не дремлет либедь страстный он на коленях у прекрасной нашел убежище свое он сладкозвучно воздыхает он влажным клювом вопрошает уста невинные я вознемогающую деву огонь желания проник уста раскрылись томно к леву уже ответствует язык уж на глаза с живым томлением набросив пышные волосы она нечаянным движением раскрыла все свои красы приют свой прежний покидает тогда нескромный лебедь мой он томно шею обвивает круг склоняет она дрожащую рукой он завладел затрепетал крылами он и вырывается у леды и детство крик и негистон веселье и горе рука с рукой веселье горе пошли дорогой бытия ну что поссорились вскоре противно нравные друзья лишь перекресток увидали друг другу молвили прости недолго розно поблуждали через день сошлись в конце пути уверенье нет обманула вас молва по-прежнему дышу я вами и надо мной свои права вы не утратили с годами другим курил я фемиам но вас носил в святыне сердца молился новым красотам но с беспокойством староверца феем порою ласковую фею я вижу в обаянии сна и всей наукою своею служить готова мне она душой обманутой ликуя мои мечты ей лепечуя но что же странные во сне и покупное счастье мне всегда дарам своим предложит условие некое оно которым злобно смышлена их отравить или уничтожить знать самым духом мы рабы земной насмешливой судьбы знать миру явному удатоли наш бедный ум порабощен что переносит по неволе и в мир мечты его закон я безрассуден и не дива но рассудителен ли ты всегда преследуя ревниво мои любимые мечты не для нее прямое чувство одно коварное искусство я вижу в Делии твоей не верь прелестнице лукавой самолюбивой забавой твои восторги служат ей не обнаружу я досады и проницательность твоя хвалы достойно верю я но не находит в ней отраду душа смятенная моя я вспоминаю голос нежный шалуньи ласковой моей речей открытых склад небрежный огонь ланит огонь очей я вспоминаю день разлуки последний долгий разговор и полный ниги полной муки на мне покоившийся взор я перечитываю строки где увлечение полна в любви счастливые уроки мне самому дает она и говорю в тоске глубокой уже ли обманут я жестокой или все доселе безумно чудилось о мне о страшно мне разуверенье и об одном мольба моя да вечно будет заблуждение да век безумцем буду я когда же с верою напрасной взываю я к судьбе глухой и вскоре опыт роковой очам доставит свет ужасный пойду я странником тогда на край земли туда туда где вечный холод обитает где по неволе стынет кровь где может быть сама любовь по зяблом сердце потухает или нет подумавши путем останусь я в углу моем скажу вздохнув горюн неловкой грусть простодушная смешна не лучше ль плотом быть с плутовкой шутить любовью как она я об обманщице тоцкую как здравым смыслом я убог уже ли обманщицу другую мне не пошлет в отраду бог конец части второй стихов 1824 года читала ксениум 5 в санкт-петербург январь 2015 сочинение эпиграмма что не болтай а я великий муж был воином носил недаром шпагу как секретарь судебную бумагу вам начерню перебелю потому ж я знаю свет держусь христа и беса с ханжой ханжа с повеса и повеса в одном лице могу все лица я представить вам хотя под старость века фады мой друг фады душа моя представь лицо честного человека войной журнальную бесчесть и без причины он дарования свои не так ли славный вождь и друг Екатерины орлов еще любил кулачные бои к как много ты в немного дней прожить прочувствовать успела в мятежном пламени страстей как страшно ты перегорела раба томительной мечты в тоске душевной пустоты чего еще душою хочешь как Магдалина плачешь ты и как русалка ты хохочешь простите спорю не в попад я с вашей музою прелестной но мне парни ни сват ни брат совсем не он отец мой крестный он мне однако же знаком цитерских истин возвеститель любезный князь не спорю в том был вместе с вами мой учитель к Дельвигу на другой день после его женитьбы ты распрощался с братством шумным без стыдных бешеных но добрых шалунов с бесчестным дружеским веселых их перов и с нашим счастьем вольнодумным благовоспитанный степенный гименей пристойно заменил проказника амура и ветреных подруг и ветреных друзей и сластолюбца эпикура теперь для двух коварных глаз воздержанным будешь ты смешным и постоянным спасайся милый но подчас не позавидуй окаянным Не тужи, а в оправдание клемени Ее обеты мне сдержи. Надпись. Взгляни на лик холодный сей, Взгляни, в нем жизни нет, Но как на нем былых страстей Еще заметен след, Так ярый ток оледенев Над бездною висит, Утратив прежний грозный рев, Храня движение вид. Дорога жизни. В дорогу жизни снаряжая Своих сынов безумцев нас, Снов золотых судьба благая Дает известный нам запас. Нас быстро годы почтовые С корчмы довозят до корчмы, И с нами теми путевые Прогоны жизни платим мы. Д.В. Давыдову. Пока с восторгом я внимаю Повествованию славных дел, Ношу любовь к родному краю И к песням мус не охладел, Пока ценю я честь прямую, Забуду ли о счастливом дне, Когда Десной пожал Десную, Давыдов, радостному мне. О ты, который в дым сражений Полки лихии бурно гнал, И глазом пылких песнопений Сердца томил и волновал, Так, так, покуда сердце живо, И трепетать ему не лень, В воспоминании горделиво Хранить я буду он и день. Клянусь, Давыдов благородный, В том лирой, в фебу дорогой, И в славный год войны народной, В народе славной бородой. К. Посылает тетрадь стихов. В борьбе с тяжелой судьбой Я только пел мои печали, Души холодную тоской, Стихи холодные дышали. Когда б в то время знал я вас, Равно страдала бы, Тимира, душа моя, Но во сто раз была бы пламеннее лира. Ожидание Она придет, Ки я устам, Прижмусь устами я моими, Приют укромный будет нам Под всеми вязами густыми, Волнением страстным я томим, Но близлюбезно и укротим Желаний былких нетерпенья. Мы ими счастью вредим И сокращаем наслаждение. Л.С. Пушкину Поверь, мой милый, Твой поэт тебе соперник не опасный, Он на закате юных лет, На пламенной заре ты юности прекрасной, Живого чувства полный взгляд, Уста цветущие, румяные ланиты, Влюбленных песенок сильнее говорят, С душой догадливой хариты, Когда с тобой наедине Порой красавица стихи мои похвалит, Тебя напрасно обечалит Ее внимание ко мне. Ей видеть хочется начальное волненье Души неопытной твоей, И счастлива она, Когда заметит в ней Свидетельство любви, Ревнивое мученье. Тебе ль завидовать смешной моей судьбе? Что, что я приобрел, Красавец воспевая? Одно, моим стихом, Харита молодая, Быть может выразить любовь свою к тебе. Счастливый баловенький приды, Знай сердце женское, О, знай его верней, Из-за притворной обиды Лишь платы требовать умей, А мне, Мне предоставь втаить огонь бесплодный, Рожденный иногда воззрением красоты, Умом оспаривать сердечные мечты И чувства прикрывать Улыбкою холодной. А Ава Ейковой Очарование красоты В тебе не страшно нам, Не будешь нас, Как солнце ты, К мятежным суетам, Отдольней жизни, Как луна, Манишь за край земной, И при тебе душа полна Священной тишиной. Эпиграмма Певец какой-то на искус Представлен был пред Аполлона. Как пишет он, Спросил у мус бог Беспристрастный Геликона. Никак не годный он поэт? Нельзя сказать. С талантом? Нет. Ошибок важных, правда, мало, Да пишет он довольно вяло. Я понял вас. В суде моем Не озабочусь я нисколько. Вперед ни словом ни о нем. Из списков выключить и только. Песня Когда взойдет деница золотая, Горит эфир, И ото сна встает благоухая Цветущий мир, И славит все существование сладость, С душой твоей, Что в пору ту, Скажи, Живая радость, Тоскали в ней. Когда надев цветущих И приветных перед тобой, Мелькающих в одеждах разноцветных, Глядишь порой, Глядишь и пьешь Их томных взоров сладость, С душой твоей, Что в пору ту, Скажи, Живая радость, Тоскали в ней. Страдаю я, Из-за дубравы дальней Взойдет заря, Мир озарит, Души моей печальной Не озаря. Будь новый день Любимцу счастья В сладость, Душе моей Противен он, Что прежде было в радость, То в муку ей. Что красоты Почти всегда лукава И мне долгий взор, Обманчив он, Знаком с его отравой, Я с давних пор. Обманчив он, Его живая сладость Душе моей Страшна теперь, Что прежде было в радость, То в муку ей. Эпиграмма И ты поэт, И он поэт, Но меж тобой И им различия Находят. Твои стихи В печать выходят, Его стихи Выходят в свет. Так он ленивец, Он негодник, Он только что поэт, Он человек пустой, А ты, Ты ябедник, Шпион, Торгаш и сводник, О, человек ты деловой. Конец стихов 1825 года. Читала Ксению 5, Февраль 2015. Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись Либри Вокса Является общественным Достоянием. Евгений Боротынский. Стихи 1826 года. В своих листах Душонкой ты кривишь, Уродуешь и мненья, И сказанье, Приятельски дурачеству Кадиш, Завистливо поносишь Дарование. Дурной твой нрав, Дурной приносит плод. Срамец, срамец Все шепчут, Вот известия. Эх, не тужи, Уж это мой расчет, Подписчики мне платят За бесчестие. Эпиграмма Не трогайте Парнатского пера, Не трогайте Пригожие в остружке, Красавицам Немного в нем добра, И им амур Другие дал игрушки. Любовь львам Оставить в забытии Для жалких рифм, Над рифмами смеются, Уносят их Литийские струи, На пальчиках Чернила остаются. Наяда. Есть грот, Наяда там В полдневные часы, Дремоте придает Усталые красы, И часто вижу я, Как нимфа молодая, На ложе лиственном Покоится ногая, На руку белую Подговор ключевой, Склоняясь челом, Венчанным осокой. Откуда взял Василий непотешный, Потешного Буянова? Хитрец, К лукавому прибег С мольбой угрешной. Я твой сказал, Но будь родной отец, Но помоги. Плодятся без усилия, Горят, кипят Задорные стихи, И складные страницы У Василия, Являются в тетрадях Чепухи. Хотите знать Все таинства любви? Послушайте Девицу пожилую, Какой огонь Она родит в крови, Какую власть Дарует поцелую, Какой язык Пылающий мочам, Как миг один Рассудок побеждает. По пальцам Все она расскажет вам, Уже ли все Она по пальцам знает? В альбом Перелетай к веселью От веселья, Как от цветка Бежит к цветку дитя, Не успевай За суетой безделья, Задуматься, Подумать и шутя, Пускай тебя К Каринам не причислят, Играй, мой друг, Играй и верь мне в том, Что многие О милой Лизе мыслят, Когда она не мыслит Ни о чем. Эпиграмма А как ченая летунья, Эпиграмма хохотунья, Эпиграмма и газа, Трется, вьется Средь народа И завидит лишь урода, Разм вцепится в глаза. Эпиграмма Ты ропщишь, Важный журналист, На наше модное маранье, Все та же песня Ветра свист, Листов древесных увядания, Понятно нам Твое страдание, И без того освистан ты, И так подвалов Достояния, Родясь к нею Твои листы. Эпиграмма Везде бронит поэт Клеон Мою хорошенькую музу, Все обернуть умеет он В бесславье Нашему союзу. Морочит добрых он людей, А слыть красоточки моей У них негодница и обидна. Поэт Клеон Смешной злодей, Ему же после будет стыдно. Как сладить с глупостью глупца, Ему в попад не скажешь слова, Другого проще он с лица, Но мудренее в житье другого, Он всем превратно поражен, И все на выворот он видит, И бестолково любит он, И бестолково ненавидит. Эпиграмма Свои стишки тащов пиит, Покроем пушкина кроит, Но славы громкой не получит, И я котенка вижу в нем, Который право не путем, На голос лебедя мяучит. К Не бойся едких осуждений, Но упоительных похвал, Не раз в чуду их мощный гений Сном расслаблений засыпал, Когда, доверясь их измене, Уже готов у моды ты Взять на венок своей камине Ее тофтяные цветы. Прости, я громко негодую, Прости, наставник и пророк, Сукорезно и указую тебе На лавровый венок, Когда по ребрам крепко стиснут Пегас удалым седоком, Не горя, ежели прихлыстнут Его критическим хлыстом. Вальбом Когда б избрать возможно было мне, Хоть, например, любую долю в мире, Я б не хотел быть славным на войне, Я б не хотел играть на громкой лире, Я зла-то бы себе не пожелал, Но благо все нашат в одном предмете, То дайте мне, богам бы я сказал, Чем я могу любезным быть лилете. Случай Вчера ненастливая ночь Меня застала у лилеты, Остаться ли мне, идти ли прочь, Между нами долго шли советы, Но в чашу светлого вина, Налив с улыбкой лукавой, Послушай, — молвила она, Вино советник, самый здравый, Я пил, На что ж решился я Благим внушением полной чаши, Побрел по слякости друзья, И до зари сидел у Паши. Камуру Тебе я младость шала в Ливу, О, сын Венеры посвятил, Меня ты плохо наградил, Дал мало сердцу на разживу. Подобно мне любил ли кто, Что ж я вспомню не тоскуя, Два, три, четыре поцелуя, Быть так, спасибо и за то. Товарищам, Так отставного шалуна Вы вновь шалить не убеждайте, И с золотые времена Младых затей ему отдайте. Переменяют годы нас, И с нами вместе наши нравы, От всей души люблю я вас, Но ваши чужды мне забавы. Уж вакху венчанный плющом Со мной по улицам не бродит, И к вашим нимфам вечерком Меня шатаясь не заводит. Весельчакам я запер дверь, Я присвящен их буйным счастьем, И заменил его теперь Престойным тихим сладострастием. В пылу начальном дней младых Неодолимы наши страсти, Проказим мы, Но мы у них, Не у себя тогда во власти. В своей отваге, молодой, Товарищ ваш блажил довольно, Не видит он нужды большой Вновь собосбродить добровольно. Кву. Ответ. Что почаровывать сердца, Что побуждать рукоплесканье, Я слышал, будто для певца Всего нужнее дарованья. Путей к Парнасу много есть. Зевоту можно произвесть Поэмой длинной, громкой одой, И в век того не приобресть, Чего нам не дано природой. Когда старик Анакрион, Сын верной неги и прохлады, Веселый пел Амфоров звон, И сердцу памятные взгляды, Вслед за толпой младых забав, Богиней песней миновав, Певцов усерднейших и лады, Ему внимать из-под тяжка С вершины пинда поспешали И по лагуру старика Венком бессмертии увенчали. Так своенравно Аполлон Нам раздает свои награды. Другому богу Геликон Отдать хотелось бы с досады. Напрасно до поту лица О славе Фофанов хлопочет. Ему отказан дар певца. Трудится он, А Феб хохочет. Меж тем даря веселью дни, Едва ли батюшка в парни Прихотливо вспоминали. И что ж, Нечаянно они Ее в цитере повстречали. Пленен ли Хлои, Дафный ты, Возьми Тибулову цивницу, Воспой победу красоты, Воспой души своей царицу. Когда же любишь стук мечей, С высокой музою Амира, Пускай поет вражды царей Твоя воинственная лира. Равны все музы красотой, И сходство их в одной одежде. Старайся нравиться любой, Но помолися Фебу прежде. Конец стихов 1826 года Читал Аксениум 5 Санкт-Петербург Февраль 2015 года Сочинение Евгения Боротынского Эта запись лебрифокс Является общественным достоянием. Евгений Боротынский Стихи 1827 года Она Есть что-то в ней, Что красоты прекрасней, Что говорит мне с чувствами, С душой. Есть что-то в ней Над сердцем самовластней, Земной любви и прелести земной. Как сладкое душе воспоминание, Как милый свет родной звезды твоей, Какое-то влечет очарование, Кия ногам и под защиту к ней. Когда ты с ней, Мечты твои неясны, Неясной у владычицы она, Не мыслишь ты, И только лишь прекрасной Присутствием душа твоя полна. Придешь ли ты дорогою возвратной, С ней разлучаясь в пустынный Угол твой, Ты полон весь мечтою необъятной, Ты полон весь таинственной тоской. На некрасивую виньетку, Представляющую автора За письменным столом И под для него истину. Он точно, он бесспорно, Фиглярин журналист, Морающий задорно Свой оглашенный лист. А это что за дура? Ведь истина, ей-ей. Давно ли его конура Знакома стала ей? На чепуху и в раке Чутьем наведена, Занятием мараки Мешать пришла она. Прости, мой милый, Так создать меня Умела власть Господня. Люблю до завтра отлагать, Что сделать надо б на сегодня. Последняя смерть Есть бытие, Но именем, каким его назвать, Ни сон оно, ни бденье, Меж них оно, и в человеке им, С безумием граничит разуменье. Он в полноте понятия своего, А между тем, Как волны на него, Одни других мятежней Своенравней Видения бегут Со всех сторон, Как будто бы Своей отчизне давной Стихийному смятенью Отдан он. Но иногда, Мечтой воспламененный, Он видит свет, Другим неоткровенный. Создание ли болезненной мечты, Лидерского ума Соображения, Во глубине полночной темноты, Представшая очам Моим виденье. Не ведаю, Но предо мной тогда Раскрылись и грядущие года, События вставали, развивались, Волнуюсь, подобно облакам, И полными эпохами являлись, От времени до времени очам. И, наконец, я видел без покрова Последнюю судьбу всего живого. Сначала мир явил мне дивный сад, Везде искусств, обилие приметы, Близвесь и весь, И подле града град, Везде дворцы, театры, водометы, Везде народ и хитрый свой закон, Стихи и все признать заставил он. Уж он морей мятежные паучины На островах искусственных селил, Он рассекал небесные равнины По прихоти им вымышленных крил. Все на земле движением дышало, Все на земле как будто ликовало. Исчезнули бесплодные года, Оратые по воле призывали Ветра, дожди, жары и холода, И верою старицей воздавали, Посевы им, и хищный зверь исчез, Во тьме лесов и в высоте небес, И в бездне вод сраженный человеком, И царствовал повсюду светлый мир. Вот мыслил я, прельщенный дивным веком, Вот разума великолепный пир, Врагам его и в стыд, и в поученье, Вот до чего достигло просвещение. Прошли века, Яснить о чем моим Видение другое начинало, Что человек, что вновь открыто им. Я гордо мнил, и что же мне предстало? Наставшую эпоху я с трудом Постигнуть мог смутившимся умом, Глаза мои людей не узнавали, Привыкшие к обилию дольних благ, На все они спокойные взирали, Что суеты рождало в их отцах, Что мысли их, что страсти их бывало, Влечением всесильным увлекало. Желания земные позабыв, Чуждаяся их грубого влечения, Душевных снов, высоких снов призыв, Им заменил другие побуждения, И в полное владение свое Фантазия взяла их бытие, И умственной природе уступила Телесная природа между них. Их в империи и в хаос уносила Живая мысль на крыльях своих, Но по земле с трудом они ступали, И браки их бесплодно пребывали. Прошли века, И тут моим очам Явилась и ужасная картина, Ходила смерть по суши, По водам, Свершалась и живущего судьбина. Где люди, где? Сокрылись в гробах, Как древние столпы на рубежах, Последние семейства истлевали, В развалинах стояли города, По пажетям заглохнувшим блуждали, Беспастыри безумные стада. С людьми для них исчезло пропитание, Не слышалось их гладное влияние. И тишина глубокая во след Задумчиво повсюду воцарилась, И в дикую порфиру древних лет Державная природа облачилась. Величествен и грустен был позор Пустынных вод, лесов, долин и гор. По-прежнему животворя природу, На небосклон светило дня взошло, Но на земле ничто его восходу Произнести привета не могло. Один туман над ней, Синей явился, И жертвою чистительной дымился. Мара Судьбой наложенные цепи Упали с рук моих, И вновь я вижу вас, родные степи, Моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, Степного воздуха струи, На вас я в неге бездыханной Остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще Лес на покате двух холмов И скромный дом в садовой чаще, Приют младенческих годов. Промчалось ты, золотое время, С тех пор по свету я бродил И наблюдал людское племя, И, наблюдая, воскорбил. Ко благо пылкое стремление От неба было мне дано, Но обрело ли разделенье, Но принесло ли плод оно? Я братьев знал, Но сны младые Соединили нас на миг, Далече странствуют иные, И в мире нет уже других. Я твой, родимая, Дуброва, Но от насильственных судьбин Молить хранительного крова К тебе пришел я не один. Привел под сень твою святую Я соучастницу в мольбах, Мою супругу молодую С младенцем тихим на руках. Пускай, пускай в глуши смиренной, С ней милой, Быт мой утоя, Других урочищей вселенной Не буду помнить бытия. Пускай о свите не тоскуя, Предав забвению людей, Кумиры сердца берегуя, Одни, одни в любви моей. Конец стихов 1827 года. Читала Ксениум 5, Санкт-Петербург, Март 2015. Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись-леприфукс является Общественным достоянием. Евгений Боротынский. Стихи 1828 года. Смерть. Подражание Ашенье. Под бурью судеб, Унылый, часто я, Скучая тягостной неволей бытия, Нести ермо мое, Утрачивая силу, Кляжу с отрадою на близкую могилу, Приветствую ее, Покой ее люблю, И цепи отрести я сам себя молю. Но вскоре мнимая решимость позабыта, И томной слабости душа моя открыта. Страшна могила мне, И ближние друзья, Мое грядущее, И молодость моя, И обещание в груди сокрытой музы, Все обольстительно скрепляет жизни узы. И далеко ищу, Как жребий мой не строг, Я жить и бедствовать, Услужливый предлог. Деревня Люблю деревню я и лето, И говор вод, И тень дубров, И благовоние цветов, Какой душе немило это! Быть так, Прощаю комаров, Но, признаюсь, Пустыни житель, Покой пустынный в ней любя, Комар двоногий, Гость мучитель, Нет, не прощаю я тебя. Старик Венчали розы, Розы леля, Мой первый век, Мой век молодой, Я был счастливой пустомеле, И девам нравился порой, Я помню ласки их живые, Лапзанье полные огня, Но пролетели дни младые, Они не смотрят на меня. Как быть, У яркого камина, В укромной хижине моей, Накрою стол, Поставлю вина И соберу моих друзей, Пускай венок, сплетенный лелем, Не обновится никогда, Года, Увенчанные хмелем, Еще прекрасные года. Как ревностно ты сам себе дурачишь, Нахлопоты вставая до звезды, Какой-нибудь да пакостью означишь ты каждый день, Без цели, Без нужды, Бессовестен и простодушен вкупе, Презрение и жалость ты родишь, Как за грехи Толчешь ты уголь в ступе, И только что лицо свое пылишь. Старательно мы наблюдаем свет, Старательно людей мы наблюдаем, И чудеса постигнуть уповаем, Какой же плод науки долгих лет, Что, наконец, Подсмотрит очи зорки, Что, наконец, Поймет надменный ум, На высоте всех опытов и дум, Что, точный смысл народной поговорки. Мой дар убог, И голос мой негромок, Но я живу, И на земле мое Кому-нибудь любезно быть ее. В стихах моих далекий мой потомок, Узрит его, как знать, Душа моя окажется с душой его в сношении, И, как нашел я друга в поколении, Читателя найду в потомстве я. Глупцы не чужды вдохновенья, Им так же пылкие мгновенья, Оно, как гением, дарит. Слетая с неба, Все растения равно весна живо творит. Что ж это сходство знаменует, Что им глупец приобретет, Его капустой раздует, А лавром он не расцветет. Не подражай, Своеобразен гений И собственным величием велик, Доратов ли, шекспиров ли двойник, Досаден ты, Не любит повторений. С Израилем певцу один закон, Да не творит себе кумира он. Когда тебя, Мицкевич вдохновенный, Я застаю у байроновых ног, Я думаю, поклоннику неженны, Восстань, восстань, И вспомни, Сам ты бог. Бесенок Слыхал я добрые друзья, Иль безотчетно, Иль безотчетно иногда Княгиня, Княгиня Зе А. Волконской, На отъезд ее в Италию. Из царства виста и зимы, Где под управой их двоякой, И атмосферу и умы Сжимает холод одинакой, Где жизнь какой-то тяжкий сон, Она спешит на юг прекрасный, Под авзанийский небосклон, Одушевленный, сладострастный, Где в кущах, в портиках палат, Октавы тассовы звучат, Где в древних камнях боги живы, Где в юной чистой красоте Рафаэль дышит на холсте, Где все холмы красноречивы, Но где не стыдно может быть Герои мира властелины Ваш Капитолий позабыть Для Капитолия Каринны, Где жизнь игрива и легка, Там лучше ей, чего же боли? Зачем же тяжкая тоска Стесняет сердце поневоле, Когда любимая краса Последним сном смекает вежды, Мы полны ласковой надежды, Что ей открыты небеса, Что лучший мир ей уготован, Что славой вечное светло, Там соблестит ее чело, Но скорбный дух неуврачован, Груди стесненный тяжело, И неутешно мы рыдаем, Так сердце нашего кумир Ее печально провожаем, Мы в лучший край и лучший мир. Смерть О, смерть, твое именование, Нам в суеверную боязнь, Ты в нашей мысли тьмы создание, Падением вызванная казнь, Непонимаемая светом, Рисуешься в его глазах, Ты отвратительным скелетом, С косой уродливой в руках. Ты дочь верховного эфира, Ты светозарная краса, В руке твоей оливы мира, А не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий Из равновесия диких сил, В твое хранение всемогущее Его устройство поручил, И ты летаешь над созданием, Забвенье бед везде лия, И прохлаждающим дыханием Смиряя буйство бытия. Ты фифских братьев примирила, Ты в неумеренной крови, Безумной федры погасила Огонь мучительной любви. Ты предстаешь, святая дева, И со стывающих ланит Бегут мгновенно пятна гнева, Жар любострастия бежит. И краски жизни беспокойной С их невоздержной пестротой Вдруг заменяются пристойной, Однообразной белизной. Дружится кроткою тобою Людей недружная судьба, Ласкаешь тою же рукою Ты властелина и раба. Недоуменье, принужденье, Услови смутных наших дней, Ты всех загадок разрешенье, Ты разрешенье всех цепей. В альбом. Альбом, заметить не грешно, Весьма походит на кладбище. Он точно так же, как оно, Всем отворенное жилище. Он также множеством имен Самолюбиво испещрен. Увы, народ добросердечный, Равно туда или сюда, Идет с надеждой в жизни вечной, С боязнью строгого суда. Но я смиренно признаюся, Я не надеюсь, не страшуся. Я в ваших памятных листах Спокойно ими помещаю. Философ я, у вас в глазах Мое ничтожество, я знаю. Конец стихов 1828 года. Читала Ксениум 5. Март 2015. Санкт-Петербург. Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются Общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский. Стихи 1829-30 годов. Историческая эпиграмма. Хвала, маститый наш Зоил. Когда-то Дмитриев бесил тебя Счастливыми струнами, Бесил Жуковский вслед за ним. Вот бесит Пушкин. Как любим ты дальновидными судьбами. Три поколения певцов Тебя красой своих венцов В негодованье приводили. Пекись о здравии своем, Чтобы, подобно первым трем, Другие три тебя бесили. Эпиграмма. Поверьте мне, Фиглярин, моралист, Нам говорит преумиленным слогом, Не должно красть. Кто на руку нечист, Перед людьми грешит И перед Богом. Не надо бы на в суде Кривить душой, Нехорошо живиться клеветой, Временщику подслуживаться низко. Честь, братцы, Честь дороже нам всего. Ну, что ж, Бог с ним. Все это к правде близко, А может быть, Иного для него. Эпиграмма. В восторженном невежестве своем На свой аршин Он славу нашу мерит. Но позабыл, Что нет клейма на нем, Что одному задору Свет не верит. Как дружеским он Вздором восхищен, Как бешено своим Доволен он. Он хвалится горячую душою, Голубчик мой, Уверься, наконец, Что из глупцов, Известных под луною, Смешнее всех Нам пламенный глупец. Эпиграмма. Что пользы нам От шумных ваших прений? Кипит война. Но что же, Никому победы нет. Сказать ли почему? Ни у кого ни мыслей нет, Ни мнений. Хотите ли, Чтобы народный глаз Мог увенчать Кого-нибудь из вас? Чем холостой, Словесной перестрелкой Морочить свет И множить пустяки, Порадуйте нас Дельною разделкой. Благословясь, Схватитесь за виски. При посылке Бала Софья Энгельгард Тебель, Невинный и спокойный, Я приношу В нескромный дар Рассказ, Где страсти недостойной Изображен преступный жар. И безобразный, И мятежный, Он не пленит Твоей мечты. Но что? На память Дружбы нежной Его, Быть может, Примешь Ты? Жилец Семейственного Круга Так в дар Приемлет Домосед От путешественника Друга Пустыни Дальней Дикий Цвет. В альбом Отъезжающий К Свербеевой В небе Нашем Исчезает И красой Своей Горда На другое Востекает Переходная Звезда Но Навек Ли с ней Проститься? Нет, Предписан Ей закон Рано-ль, Поздно-ль Воротиться На старинный Небосклон Покидая Забывая Ей Подобно Край Родной Скоро Прелесть Кочевая Озаришь Ты Край Иной Весела Красой Чудесной Потеки В желанный Путь Только Странницей Небесной Воротись Когда-нибудь Смерть Багавута 6 октября 1812 года Взвивает Ветр Среди Рядов Знамена Марса И Беллоны Кипит К Отечеству Любовь Текут Бесстрашные Колонны Везде Сражаем Супостат Рукою Грозного Арея Загрохотала Батарея И трупы Хладные Лежат Смерть Рыщет В вражеских Рядах Пирует Яростное Мщенье Летает Гибель И в сердцах Кипит Бестрепетное Рвенье Орудья Грозные Ревут Чу Весть Ужасная Несется Из ряда В ряд Передается Ты Пал Бесстрашный Багавут Ты Пал Бестрепетный Герой Напрасны Теплые Моленья Не поведешь Уж за собой Дружины Храбрых В пыл Сраженья Среди Своих Великих Дел Ты Честь Всего Дороже Ставил Ты Имя Русское Прославил Тебе Бессмертие В удел И В океане Жизни Сей Век Будет Жить Твой Подвиг Громкий Его Свою Ней Чудный Град Порой Сольется Из Румяных Облаков Но Лишь Ветр Его Коснется Он Исчезнет Без Следов Так Мгновенные Создания Поэтической Мечты Исчезают От Дыхания Посторонней Суеты Подражателям Когда печаль Свою Поет Страдалец Ею Вдохновенный В чьем Сердце Отзыв Умиленный Своей Он Лирия Не Найдет Кто Вековых Проклятий Жаден Дерзнет Осмеивать Ее Но Для Притворства Всякий Хладен Плач Неестественный Досаден Смешно Жеманное Вытье Ненапряженного Мечтанья Огнем Услужливым Согрет Постигнул Таинство Страдания Душемутительный Поэт В борьбе С враждебную Судьбою Познал он Меру Вышних Сил Сердечных Судорог Ценою Он Выраженье Их Купил И вот Нетленными Лучами Лик Песнопевца Окружен И чтим Людскими Племенами Подобно Мученику Он А ваша Муза Выписная Питомцы Вымышленных Бед Растрогать Чающая Свет Печаль Заемную Лаская В его Догадливых Глазах Подобно Нищий Развращенный Молящий Молящий Лепты Незаконный С чужим Ребенком На руках Сердечным Нежным Языком Я Искушал Ее Сначала Она Словам Моим Внимала С тупым Бессмысленным Лицом В ней Разбудить Огонь Желаний Еще Надежду Я Хранил Из Сладо Страстных Лобызаний Язык Живой Употребил Она Глядела Так же Тупо Потом Разгневалась Глупо Беги За нею Модный Свет Пленяйся Девой Идеальной Владею Тайной Я Печальной Ни Сердца В ней Ни Пола Нет Стихи 1830 Года К Отточие Нежданное Родство С тобой Дару я О, Как судьба Была Ко мне Добра Какой Сестре Тебя Уподоблю Я Ее Рукой Мне Данная Сестра Казалось Любовь В своем Пристрастие Мне Счастье Дала До Полноты Умножила Ты Дружбой Это Счастье Его Могла Умножить Только Ты Эпиграмма Он Вам Знаком Скажите Кстати Зачем Он Так Не Терпит Знати Затем Что Он Не Дворянин Ага Нет Действий Без Причин Но Почему Чужая Слава Его Так Бесит Потому Что Славы Хочется Ему А на Нее Бог Не Дал Права Что Не Хвалил Его Никто Что Плоский Автор Он Вот Что Эпиграмма Писачка В Фебов Двор Явился Довольно Глуп Он Бог Бог Шепнул Но Самоучкой Он Учился Пускай Присядет Дайте Стул И Сел Он Чванно Некотор Носят Его Как Прочих Кушать Просят И Нахлебался Тотчас Он И Загорланил Но Раздался Тут Фебов Голос Как Зазнался Эй Надоумка Вывезть Вон Эпиграмма Хотя Ты Малый Молодой Но Пожилую Мудрость Кажешь Ты Слово Лишнего Не Скажешь В беседе Самой Распашной Приязни Глупой С первым Встречным Ты Сгоряча Не заведешь К ногам Вертушки Не падешь Ты Пастушком Простосердечным Воздержным Голосом Твоим Никто Крикливо Не хвалим Никто Сердито Не осужен Себе Дивиться Не спеши Нередкий Ум На это Нужен Довольно Дюжинной Души Имя Есть Имя Тайного Значения Невыразимой Красоты В нем Все Восторги Упоенья Вся Прелесть Чувства И мечты Одной Душе Оно Так Страстно Так Выразительно Звучит Во всех Устах Равно Прекрасно Языком Сердце Говорит Сей Звук Волшебен Как Отчизны Для Странника Напев Родной Он Сладок Как Источник Жизни В Стране Безводной И Глухой При Звуке Сем Всегда Волненье Тот Смертный Чувствует В крови Кто От Людей Таит Мученье И Слезы Пламенной Любви Всегда Стремленьем Неизвестным Полна Тоской Страдальца Грудь Когда Об Имени Прелестном При Нем Помянет Кто-нибудь Лазурные Очи Люблю Я Красавицу С очами Лазурными О В них Необманчиво Душа Ее Светится И Если Прекрасная С любовью Томною На милом Покоит Их Он Мирно Блаженствует Вовек Не смутит Его Сомненье Мятежное И Кто Не Доверится Сиянью Их Чистому Эфирной Их Прелести Небесной Души Ее Небесному Знаменью Страшна Мне Друзья Мои Краса Черноокая За Темной Завесою Душа Ее Кроется Любовник Пылает К ней Любовью Тревожную И взором Двусмысленным Не смеет Довериться Какой-то Недобрый Дух Качал Колыбель Ее Оделась Тьмой Она Вспылала Причудою Закралася В сердце К ней Лукавство Лукавого Конец Стихов 1830 Года Сочинение Евгения Боротынского Эта запись Сделана Для проекта LibriVox Все записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1831-32 Годов Небо Италии Небо Тарковато Прах Поэтический Древнего Рима Родина Неги Славой Богата Будешь ли Некогда Мною Ты зрима Рвется Душа Нетерпеньем Объята К гордым Остаткам Падшего Рима Снятся Мне долы Леса Благовонны Снятся У падших Чертогов Колонны Языкову Языков Буйство Молодого Певец Роскошный И лихой По воле Случая Слепого Я познакомился С тобой В те Осмотрительные Лето Когда Смиренная Диета Нужна Здоровью Моему Когда И тошный Опыт Света Меня Наставил Кой-чему Когда От бурных Увлечений Желанным Отдыхом Дыша Для Благочинных Размышлений Созрела Томная Душа Но Я люблю Восторг Удалый Разгульный Жар Твоих Стихов Дай Руку Мне Ты Славный Малый Ты В цвете Жизни Ты Здоров И Неумеренную Радость Счастливец Славишь Ты В правах Звучит Лирическая Младость В твоих Лирических Грехах Не Буду Строгим Моралистом Или Бездушным Журналистом Приходит Все Своим Чередом Послушный Голосу Природы Предупредить Не Должен Годы Ты Педантическим Пером Другого Счастья Поэтом Ты Позже Будешь Милый Мой И Сам Искупишь Перед Светом Проказы Музы Молодой Мой Элизий Не Славь Обманутый Орфей Мне Элизийские Селенья Элизий В памяти Моей И Некропим Водой Забвенья В нем В нем Мир Цветущей Старины Умерших Тени Населяют Привычки Жизни Сохраняют И Чувств Ее Не Лишины Аминь Во мне Огромный Очерк Я Узрел И Жизни Даровать О, Лира Твое Согласие Захотел Языкову Бывало Свет Позабывая С тобою Счастливым Певцом Твоя Камена Молодая Венчалась Гроздьем И Плющом И Песни Ветреные Пела И К ней Безумно И Слепа То Увлекаясь Пламенела Любовью Грубая Толпа То На Свободные Напевы Сердяся В ханжестве Тупом Она Ругалась Чудной Девы Ей Непонятным Божеством Во взорах Пламень Вдохновенья Огонь Восторга На щеках Был Жар Хмельной В ее Глазах Или Румянец Вожделенья Она Высоко Рождена Ей Много Славы Подобает Лишь Для Любовника Она Наряд Минады Надевает Явиш Яви Ее Скорей Певец В достойном Блеске Миру На перстнице Души Своей Дай Диадему И Парфиру Державный Сан Ее Открой Да Изумит Своей Красой Да Величавый Взор Смущает Ее Злословного Судью Да В ней Хулитель Твой Познает Мою Царицу И Свою Бывало Отрок Звонким Кликом Лесное Эхо Я Будил И Верный Отклик В лесе Диком Меня Сметенно Веселил Пора Другая Наступила И Рифма Юношу Пленила Лесное Эхо За меня Игра Стихов Игра Золотая Как Звуки Звуком Отвечая Бывало Нежели Меня Но Все Проходит Остываю Я И к Гармонии Стихов И Как Дубров Не Окликаю Так Не Ищу Созвучных Слов Стихи 1932 Года Н. Е. Б. Двойною Прелестью Опасна Лицом Задумчива Речами Весела Как Адолиска Ты Прекрасна И Как Пастушка Ты Мила Душой Невольно Встрепенется Кто На Красавицу Очей Не Возведет Холодный Старец Улыбнется А Пылкий Юноша Вздохнет На Смерть Гете Предстала И Старец Великий Смежил Орлиные Очи В покое Почил Безмятежно За не Совершил В пределе Земном Все Земное Над Дивной Дивной Могилой Не Плач Не Жалей Что Гения Череп Наследье Червей Погас Но Ничто Не Оставлено Им Под Солнцем Живых Без Привета На Все Отозвался Он Сердцем Своим Что Просит У Сердца Ответа Крылатую Мыслью Он Мир Облетел В Одном Беспредельном Нашел Ей Предел Все Дух В нем Питало Труды Мудрецов Искусств Вдохновенных Созданья Преданья Заветы Минувших Веков Цветущих Времен Упованья Мечтою По воле Проникнуть Он Мог И в Нищую Хату И в Царский Чертог С Природой Одною Он Жизнью Дышал Ручья Разумел Лепетанье И Говор Древесных Листов Понимал И Чувствовал Трав Прозеванье Была Ему Звездная Книга Ясна И С Ним Говорила Морская Волна Изведан Испытан Им Весь Человек И Ежели Жизнью Земною Творец Ограничил Летучий Наш Век И Нас За Могильной Доскою За Миром Явлений Не Ждет Ничего Творца Оправдает Могила Его И Если Загробная Жизнь Нам Дана Он Здешний Вполне Отдышавший И В звучных Глубоких Отзывах Сполна Все Дольное Долу Отдавший К Предвечному Легкой Душой Возлетит И В небе Земное Его Не Смутит Кольцо Софья Энгельгард Дитя Мое Она Сказала Возьмешь Или нет Мое Кольцо И Головою Покачала С участьем Глядя Ей В лицо Знай Друга Даст Тебе Девица Кольцо Счастливое Мое Ты Будешь Дум Его Царица Его Второе Бытие На Договор Судьбы Ревнивой С Прекрасным Даром Сопряжен И Красоте Самолюбивой Тяжел Я Знаю Будет Он Свет К ней Суровый Не Приметит Ее Приветливых Очей Ее Улыбку Хладно Встретит И Не Поймет Ее Речей Вообще Ею Разум Дарования И Чувств И Мыслей Прямота Их Свет Оставит Без Внимания Обезобразит Клевета И Долго Долго Сиротою Она По Сборищам Людским Пойдет С поникшей Головою Одна С Унынием Своим Но Девы Нежной Не Обманет Мое Заветное Кольцо Ей Судия Ее Предстанет И Процветет Ее Лицо Внимала Дева Молодая Невинным Взором Весела И Тайный Жребий Свой Решая Кольцо С Улыб Взяла И И С Надеждой Веселой Господь Тебя Благослови На Подвиг Долгий И Тяжелый Все Забывающий Любви И До Свершения Договора В Твои Ненастливые Дни Когда Нужна Тебе Опора Мне Друг Мой Руку Протяни Эпиграмма Кто Непременный Мой Ругатель Необходимый Мой Предатель Завистник Непременный Мой Тут Думать Нечего Родной Нам Чаще Друга Враг Полезен Подлунный Мир Устроен Так О Как же Дорог Как Любезен Самой Природой Данный Враг Конец Стихов 1832 Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1833-34 годов Часть Первая Мой Неискусный Карандаш Набросил Вид Суровый Ваш Скалы Финляндии Печальной Средь них Средь этих Голых Скал Я Дни Весны Моей Опальной Влача Душой Изнемогал Там Там Без друга Без подруги Мои Тоскливые Досуги Мятежным Дочери Самые Злуки Пускай Летят За днями Дни Прибудет Неразлучно С вами Моя Сердечная Мечта Пока Пленяюсь Я Лирными Струнами Покуда Радует Мне Душу Красота Наслаждайтесь Все Проходит То Благой То Строгий К нам Своенравно Рог Приводит Нас К Утехам И К Бедам Чужд Он Долгого Пристрастия Вы Чья Жизнь Полна Красы Налету Ловите Счастье Ненадежные Часы Не Ропщите Все Проходит И К Счастью Иногда Неожиданно Приводит Нас Суровая Беда И Веселью И Печали На Изменчивой Земле Боги Праведные Дали Одинакие Крылья К Чему Невольнику Мечтание Свободы Взгляни Безропотно Текут Речные Воды В Указанных Брегах По склону Их Русла Ель Величавая Стоит Где Возросла Невластная Сойти Небесные Светила Назначенным Путем Неведомая Сила Влечет Бродячий Страсти Незримый жаворонок поет за здравный гимн весне. Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка. С ним журчит, летает в небе с ней. Зачем так радует ее и солнце, и весна? Ликует ли, как дочь стихий, на пире их она? Что нужды? Счастлив, кто на нем забвеньем мысли пьет. Кого далеко от нее он дивный унесет? Монастырке. Храни свое неопасенье, свою неопытность лелей. Перед тобою много дней еще уловишь размышления. Как в смольном цветнике своем и в свете Сердцу будь послушной и монастыркой благодушной Останься долго, долго в нем. Пусть для тебя преображаем игрой младенческой мечты, Он век не рознит с тихим раем, в котором расцветала ты. Когда исчезнет омраченье души болезненной моей? Когда увижу разрешение меня опутавших сетей? Когда сей демон наводящий, на ум мой сон его мертвящий, Отойдет, чадный от меня, и я увижу луч блестящий Всеозаряющего дня. Освобожусь воображением, и крылья духа подыму, И, пробужденный вдохновеньем, природу снова обниму. Вообще ль мольбы? Напрасны ль пени? Увижу ль снова ваши сени, сады поэзии святой? Увижу ль вас ее светило? Вообще, я чувствую, могила меня живого приняла, И легкий дар мой, удушая, на грудь мне дума роковая Гробовой насыпью легла. Я не любил ее, я знал, что не она поймет поэта, Что на язык души душа в ней без ответа. Чего ж безумец в ней искал? Зачем стихи мои звучали, Ее восторженной хвалой, И малодушно возвещали ее владычество И плен постыдный мой? Зачем вверял я с умилением Ей все мечты души моей? Туман упал с моих очей, Ее бегу я с отвращением. Так, омраченные вином, Мы недостойному порою жмем руку Дружеской рукою, Приветствуем его со склабленным лицом, Красноречиво изливаем Все думы сердца перед ним. Ошибки темное сознание храним, Но блажь досадную напрасно укращаем Умом взволнованным своим. Очнувшись, странному забвению удивимся, И незаконного наперсника стыдимся, И от противного лица его бежим. Болящий дух врачует песнопенье, Гармонии таинственная власть, Тяжелая искупит заблужденье И укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, Разрешена от всех своих скорбей. И чистоту поэзия святая И мир отдаст причастнице своей. О, мысль, тебе удел цветка! Он свежий манит мотылька, Прельщает пчелку золотую, К нему с любовью мошка льнет, И стрекоза его поет. Утратил прелесть молодую И чередой своей поблек. Где пчелка, мошка, мотылек? Забыт он роем их летучим, И никому в нем нужды нет. А тут зерном своим подучим Он зарождает новый цвет. Есть милая страна, Есть угол на земле, Куда, где б ни были, Средь буйственного стана, В садах армидиных, На быстром корабле, Браздящим весело равнины океана, Всегда уносимся мы, думаю, своей. Где чужды низменных страстей Житейским подвигом Предел мы назначаем, Где мир надеемся забыть Когда-нибудь И вежды старые сомкнуть, Последним вечным сном желаем. Я помню ясный чистый пруд Под синею березы ветвистых, Средь мирных вод его Три острова цветут, Светлее нивами Меж рощ своих волнистых За ним встает гора, Пред ним в кустах шумит И брызжет мельница, Деревня, луг широкий, А там счастливый дом, Туда душа летит, Там не хладел бы я И в старости глубокой, Там сердце томное, больное Обрело ответ на все, Что в нем горело, И снова для любви, Для дружбы расцвело И счастье вновь уразумело. Зачем же томный вздох И слезы на глазах? Она с болезненным румянцем На щеках, Она, которой нет, Мелькнула предо мною. По чей, по чей легко Под дерном гробовым, Воспоминанием живым Не разлучимся мы с тобою, Мы плачем, но прости, Печаль любви сладка, Отрадны слезы сожаленья, Не то холодная, суровая тоска, Сухая скорбь разуверенья. Конец первой секции Стихов 1833-1834 годов Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox Являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1833-1834 годов Часть 2 Мадонна Близ Пизы, в Италии, в поле пустом, Незрелось жилья на полмили кругом, Меж древних развалин стояла лачушка, С молоденькой дочкой жила в ней старушка, С рассвета до ночи за тяжким трудом, А все-таки голод им часто знаком, И дочка порою душой унывала, Терпеньем скудея на Бога роптала. Не плачь, не кручинься ты, солнце мое, Тогда утешала старушка ее. Не плачь, переменится доля крутая, Придет к нам на помощь Мадонна святая, Далик ее веру в тебе укрепит, Смотри, как приветно с холста он глядит. Старушка смиренная с речью такою Бывало крестилась дрожащей рукою, И с теплую верою в сердце простом Она с умиленным и кротким лицом На живопись темную взор подымала, Что угол в лачушке без рам занимала. Но больше и больше нужда их теснит, Дочь плачет, старушка свое говорит, С утра по руинам бродил любопытный, Забылся, красе их девясь, ненасытный, Кров нужен ему от полдневных лучей, Стучится к старушке, и входит он к ней. На лавку садился пришлец утомленный, Но вспрянул, картиною вдруг пораженный. Божественный образ! Чья кисть эта? Чья? О, как не узнать мне! Карреджий! Твоя! И в хижине этой творенье таится, Которым и царский дворец возгордится. Старушка! Продай мне картину свою, Тебе за нее я сто пьястров даю. Синьор, я бедна, но душой не торгую, Продать не могу я икону святую. Я двести даю, согласись опродать. Синьор, синьор, бедность грешно искушать. Упрямство не мог победить он в старушке, Осталась картина в убогой лачушке, Но вскоре потом по Италии всей Летучая весть разнеслась о ней. К старушке моей гость за гостем стучится, И дверь отворяя, старушка, девица. За вход она малую плату берет И с дочкой своею безбедно живет. Прекрасно и чудно, о, вера живая! Тебя оправдала, Мадонна святая! О, верь, ты, нежная, дороже славы мне, Скажу ли, мне иногда докучно вдохновенье, Мешает мне его волненье Дышать любовью в тишине. Я сердце предаю сердечному союзу, Приди, мечты мои рассей, Ласкай, ласкай меня, о, друг души моей, И покори себе бунтующую музу. К. А. Тимошовой Вам все дано с щедротой и пристрастной, Благоволительной судьбой. Владеете вы лирой сладкогласной И ей созвучной красотой? Что ж грусть поет блестящая певица? Что ж томны взоры красоты? Печаль, печаль, души ее царица, Владычицы ее мечты. Вам счастья нет? Или на одно мгновенье блеснувший луч его погас? Но счастлив тот, кто слышит ваши пенья, Но счастлив тот, кто видит вас. Где сладкий шепот моих лесов? Потоков ропот, цветы лугов, Деревья голы, ковер зимы Покрыл холмы, луга и долы. Под ледяной своей корой Ручей немеет, все цепенеет, Лишь ветер злой бушуя воет И небо кроет седою мглой. Зачем, тоскуя, в окно слежу я, Метели льет? Любимцу счастья Кров от ненастья оно дает. Огонь трескучий в моей печи, Его лучи и пыл летучий Мне веселят беспечный взгляд. В тиши мечтаю перед живой Его игрой, и забываю я Бури вой. О, провиденье, благодаренье, Забуду я и дуновенье Бурь бытия, скорбя душою В тоске моей склонюсь главою На сердце к ней, и под мятежной Метелью бед, любовью нежной Ее согрет. Забуду вскоре крутое горе, Как в этот миг забыл природы Гробовый лик и непогоды Метежный крик. Своенравное прозвание Дал я милой в ласку ей, Безотчетное создание Детской нежности моей, Чуждо явного значения, Для меня оно символ Чувств, которым выраженья В языках я не нашел. Вспыхнув полную любовью И любви посвящено, Не хочу, чтоб суисловью Было ведомо оно, Что в нем свету. Но сомненье, если дух Ей замутит, О, его в одно мгновенье Это имя победит. Но в том мире, за могилой, Где нет образов, Где нет, для узнания Друг мой милый Здешних чувственных примет. Им бессмертие я привечу, Им к тебе воскликну я, И душе моей навстречу Полетит душа твоя. Запустение. Элегия. Я посетил тебя, Пленительная сень, Не в дни веселые Живительного мая, Когда зелеными ветвями Помывая, Манишь ты путников В свою густую тень. Когда ты веешь ароматом, Тобою бережно Взлелеенных цветов, Подочарованный твой кровь, Замедлил я Моим возвратом. В осенней ноготе Стояли дерева, И неприветливо Чернели, Хрустела под ногой Морозная трава, И листья мертвые Волнуясь ошумели, С прохладой Резкою дышал, В лицо мне Запах увяданья, Но не весеннего Убранства я искал, А прошлых дней Воспоминанья. Душой задумчивый Медлительно я шел С годов младенческих Знакомыми тропами, Художник опытный Их некогда провел. Увы, Рука его изглажена Годами, Стези заглохшие Мечтаешь, Пешеход Случайно протоптал, Сошел я в дол Заветный, Дол Первых дум Моих лелеетель Приветный, Пруда знакомого Искал красивых вод, Искал прыгучих вод Мне памятной Каскады. Там, Думал я, К душе моей Толпою полетят Виденья прежних дней. Вообще! Лишенные Хранительной преграды Далече воды Утекли, Их ложе поросло Травою, Приют хозяйственный В нем Улье Обрели, И легкая тропа Исчезла Предо мною. Ни в чем Знакомого Мой взор Не обретал, Но вот По-прежнему Лесистым Косогором Дорожка смелая Ведет меня, Обвал Вдруг поглотил Ее, Я стал И глубь Нежданную Измерил Грустным Взором, С недоумением Искал Другой Тропы, Иду я, Где беседка Тлеет, И в прахе Перед ней Лежат Ее Столпы, Где Остов Мостика Дряхлеет, И ты, Величественный Грот, Тяжелокаменный, Постигнут Разрушеньем, И угрожает Это уж паденьем Бывало В летней зной Прохлады Полный Свод. Что ж, Пусть минувшее Минуло Сном Летучим, Еще Прекрасен Ты, Заглохший Элизей, И Обаянием Могучим Исполнен Для души Моей. Он Не был Мыслью, Он Не был Сердцем Хладен, Тот, Кто Глубокой Неги Жаден, Их Своенравный Бег Тропам Сим Указал, Кто, Преклоняя Слух К мечтательному Шуму, Сих Кленов, Сих Дубов В душе Своей Питал Ему Сочувственную Думу. Давно Кругом Меня О нем Умолкнул Слух, Прияла Прах Его Далекая Могила, Мне Память Образа Его Не Сохранила, Но Здесь Еще Живет, Его Доступный Дух. Здесь, Друг Мечтанье И Природой, Я Познаю Его Вполне, Он Вдохновением Волнуется Во мне, Он Славить Мне Велит Леса, Долины, Воды, Он Убедительно Пророчит Мне Страну, Где Где Наследую Бессмертную Весну, Где Разрушения Следов Я Не Примечу, Где В сладостной Сини Невянущих Дубров, У Нескудеющих Ручьев, Я Тень Священную Мне Встречу. Последний Поэт Век Шествует Путем Своим Железным В сердцах Корысть И Общая Мечта Час Отчасу Насущным И Полезным Отчетливей Бесстыдней Занята Исчезнули При свете Просвещенья Поэзии Младенческие Сны И Не О ней Хлопочут Поколенья Промышленным Заботам Преданы Для Ликующей Свободы Вновь Эллада Ожила Собрала Свои Народы И Столицы Подняла В ней Опять Цветут Науки Дышит Роскошь Блещет Вкус Но Не Слышны Лиры Звуки В Первобытном Рае Муз Блестит Зима Дряхлеющего Мира Блестит Суров И Бледен Человек Но Зелены В Отечестве Амира Холмы Леса Брига Лазурных Рек Цветет Парнас Пред ним Как в Он и годы Кастальский Ключ Живой Струею Бьет Последний Сын Оттической Природы Возник Поэт Идет Он И Поет Воспевает Простодушный Он Любовь И Красоту И Науки Им Ослушной Пустоту И Суету Мимолетные Страдания Легкомыслием Целя Лучше Смертный В Дни Незнания Радость Чувствует Земля Поклонникам Ураньи Холодной Поет Увы Он Благодать Страстей Как Пажите Эол Бурнопогодный Плодотворят Они Сердца Людей Живительным Дыханием Развита Фантазия Подъемлется От них Как Некогда Возникла Афродита Из пенистой Пучины Вод Морских И Зачем Не Предадимся Снам Улыбчивым Своим Жарким Сердцем Покоримся Думам Хладным А не Им Верьте Сладким Убежденьям Вас Ласкающих Очес И Отрадным Откровеньям Сострадательных Небес Суровый Смех Ему Ответом Персты Он Он На струнах Своих Остановил Сомкнул Уста Вещать Полуотверсты Но Пред Толпой Главы Не Преклонил Стопы Свои Он В мыслях Направляет В безлюдный Край В немой Глуш Оно Шумит Перед Скалой Левкада На ней Певец Неясной Думы Полн Стоит В очах Блеснула Вдруг Отрада Сия Скала Тень Сафо Голос Волун Где Погребла Любовница Фаона Отверженной Любви Несчастный Жар Там Погребет Питомец Аполлона Своей Мечты Свой Бесполезный Дар И по-прежнему Блистает Хладной Роскошью Свет Серебрит И позлощает Свой Безжизненный Скелет Но В смятение Приводит Человека Глаз Морской И от Шумных Вод Отходит Он С тоскующей Душой Из Черновых Набросков Не Расстравляй Моей Души Воспоминаниям Былого Уж Я Привык Грустить В тиши Не Знаю Чувства Я Другого В Отсвете Самых Пылких Лет Все Испытать Душа Успела И На челе Печали След Судьбы Рука Напечатлела Сочинение Евгения Боротынского Эта запись Сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1835 Года Недоносок Я из племени Духов Но не житель Эмпирея Долетев до Облаков Опускаюсь Я Слабея Как мне быть Я мал И плох Знаю Рай За их Волнами И Ношусь Крылатый Вздох Меж землей И небесами Весел Я Небес Красой Но Слепец Я В разуменье Мне Завистливой Судьбой Не дано Их Провиденье Духи Высшие Не я Постигают Тайны Мира Мне Лишь Чувство Бытия Средь Пустых Полей Эфира Блещет Солнце Радость Мне С животворными Лучами Я Играю В вышине И Веселыми Крылами Ластюсь К ним Как Облачко Пью Счастливо Воздух Тонкий Мне Свободно Мне Легко И Пою Я Птицей Звонкой Но Ненастье Заревет И До Облак Свод Небесный Омрачив Вознесет Прах Земной И Лист Древесный Бедный Дух Ничтожный Дух Дуновенье Роковое Вьет Крутит Меня Как Пух Мчит Под Небо Громовое Бури Грохот Бури Свист Вихрь Жадный Вихрь Жгучий Бьет Меня Древесный Лист Удушает Прах Летучий Обращусь Ли К Небесам Оглянусь Ли На Землю Грозно Черно Тут И Там Вопль Унылый Я Подъемлю Смутно Слышу Я Порой Клич Враждующих Народов Поселян Беспечный Вой Под Бечом Их Переходов Гром Войны И Крик Страстей Плач Недужного Младенца Слезы Льются Из очей Жаль Земного Поселенца Изнывающей Тоской Я Мечусь В полях Небесных Надо мной И Подо мной Беспредельных Скорби Тесных В тучу Прячусь Я И В ней Мчуся Чужд Земного Края Страшный Глаз Людских Скорбей Глазом Бури Заглушая Мир Я Вижу Как Во Мгале Арф Небесных Отголосок Слабо Слышу На Земле Оживлял Я Недоносок Отбыл Он Без Бытия Роковая Скоротечность В Тягость Роскошь Мне Твоя О Бессмысленная Вечность Бокал Полный Влагой Искрометной Зашипел Ты Мой Бокал И покрыл Туман Приветный Твой Озябнувший Кристалл Ты Не Встречен Братьей Шумной Буйных Оргий Властелин Сластолюбец Вольнодумный Я Сегодня Пью Один Чем Душа Моя Богато Все Твое О Друг Аи Ныне Мысль Моя Несжата И Свободны Сны Мои За Струею Вдохновенной Не Рассеян Данник Твой Бестолково Оживленной Разногласной Толпой Мой Отравы Бытия Сподней И Небес 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 Мечты И Один Я Пью Отныне Не В Людском Шуму Пророк В Немат Ствующей Пустыне Обретает Свет Высок Не В Бесплодном Развлеченье Общежительных Страстей В Одиноком Упоенье Мгла Падет С Его Очей Алкивиад Облокотясь Перед Медью Образ Его Отражавший Дланью Слегка Приподняв Кудри Златые Чела Юный Красавец Сидел Горделиво Задумчив И Смехом Горьким Смеясь На Него Мужи Казали Перстом Девы Тайно Любуюсь Челом Благородно Открытым Нехотя Взор Отводя Хмурили Брови Свои Он же И глух Был Ислеп Он Не В меди Глядясь А В Грядущем Думал К лицу Ли Ему Будет Лавровый Венок На Надеждина В руках У этого Педанта Могильный Заступ Неперо Журнального Негацианта Как раз Подроет Он Бюро Он Громогласный Запевала Но Запевала Похорон Похоронил Он Два Журнала И Третий Похоронит Он Романс Не позабудь Меня В твоем Уединении В части Грусти Милая Припомни Обо Мне Скажи Теперь Он Тоскует В Отдаленье И Мысленно Летит К Родимой Стороне Не Позабудь Меня Не Позабудь Меня Развеселясь С друзьями Подруге Истинной Шепни Его Здесь Нет Но Некогда Да и Он Резвился Вместе С Нами И Страстно Мне Твердил С тобой Милее Свет Не Позабудь Меня Стихи 1836 Года Князю Петро Андреевичу Вяземскому Как Жизни Общие Призывы Как Увлечения Суеты Понятны Вам И обаяния Мечты Понятны Вам Все Дуновенья Которым В море Бытия Послушна Наша Ладия Вам Приношу Я Песнопенья Где Отразилась Жизнь Моя Исполнена Тоски Глубокой Противоречий Слепоты И Между тем Любви Высокой Любви Добра И Красоты Счастливый Сын Уединения Где Сердце Ветреные Сны И Мысли Праздные Стремления Разумно Мной Усыплены Где Другу Мира И Свободы Ни До Фортуны Ни До Моды Ни До Молвы Мне Нужды Нет Где Я Простил Безумству Злобе И Позабыл Как Бы Во Гробе Но Добровольно Шумный Свет Еще Порою Покидаю Я Лету Созданную Мной И Степи Мира Облетаю С Тоскою Жаркой И Живой Ищу Я Вас Гляжу Что С Вами Куда Вы Брошены Судьбами Вы Озарявшие Меня И Дружбы Кроткими Лучами И Светом Высшего Огня Что Вам Дарует Провиденье Чем Испытует Небо Вас И Возношу Молящий Глаз Да Длится Ваше Упоенье Да Скоро Минет Скорбный Час Звезда Разрозненной Плеяды Так Из глуши Моей Стремлю Я К Вам Заботливые Взгляды Вам Высшей Благости Молю От Вас Отвлечь Судьбы Суровой Удары Грозные Хочу Хотя Вам Прозою Почтовой Лениво Дань Мою Плачу Конец Стихов 1836 Года Сочинение Евгения Боротынского Эта Запись Сделана Для Проекта LibriVox Все Записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox Dot Org Евгений Боротынский Стихи 1837 Года Осень И вот И вот Умолк 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 Умолкли птиц Живые Голоса Безмолвен Лес Беззвучный Небеса И вот И вот Сентябрь И вечер Года К нам Подходит На поля И горы Уже Мороз Бросает По утрам Свои Сребристые Узоры Подымется Ненастливый Эол Пред ним Помчится Прах Летучий Качаяся Завоет Роща Дол Покроет Лист Ее Подучий И набегут На небо Облака И потемнев Запенится Река Прощай Прощай Сияние Небес Прощай Прощай Краса Природы Волшебного Шептания Полный Лес Злато Чешуйчатые Воды Веселый Сон Минутных Летних Нег Вот Эхо В рощах Обнаженных Секирой Утревожит Дровосек И скоро Снегом Убеленных Своих Холмов И рощей Зимний Вид Свинцовый Ток Туманно Отразит А между Тем Досужий Селенин Плод Годовых Трудов Сбирает Сметав В стога Скошенный Злак Долин С серпом Он В поле Поспешает Гуляет Серп На сжатых Бороздах Снопы Стоят В копнах Блестящих Или Тянутся Вдоль Женивы На вазах Под тяжкой Ношею Скрипящих И Хлебных Скирд Золотоверхий Град Подъемлется Кругом Крестьянских Хат Дни Сельского Святого Торжества А вины Весело Дымятся И цеп Стучит И с шумом Жернова Ожившие Мельницы Крутятся Иди Зима На строги Дни Себе Припас Оратой Много Блага Отрадное Тепло В его Избе Хлеб Соль И пенистая Брага С семьей Своей Вкусит Он Без Забот Своих Трудов Благословенный Плод А ты Когда Вступаешь В осень Дней Оратой Жизненного Поля И Пред тобой Во благо Стыне Всей Является Земная Доля Когда Тебе Житейские Бразды Труд Дольный Подвиг Награждая Готовятся Подать Свои Плоды И Спеет Жатва Дорогая И В зернах Дум Ее Сбираешь Ты Судеб Людских Достигнув Полноты Ты Ты Так Жили Как Земледел Богат Как Он И Ты С Надеждой Сеял Как Он И Ты О Дальнем Дне Наград Сны Позлащенные Лелеял Любуйся Же Гордись Восставшим Им Считай Свои Приобретения Увы К Мечтам Страстям Трудам Мирским Тобой Скопленные Презренья Язвительный Неотразимый Стыд Души Твоей Обманов И Обид Твой День Взошел И Для Тебя Ясна Вся Дерзость Юных Легковерий Испыта На Тобою Глубина Людских Безумств И Лицемерий Алкаемых Неопытным Тобой Сердечных Нег Вкусив Отраву Ты Может быть Любовью Мировой Пылая Звал И Ведал Славу О Для Тебя Уже Призраков Нет Их Разогнал Неодолимый Свет Кругом Себя Взор Отрезвелый Ты С Недоумением Обводишь Где Прежний Мир Где Твоей Мечты Где Он Ты Ищешь Не Находишь Ты Некогда Всех Увлечений Друг Сочувствий Пламенный Искатель Блистательных Туманов Царь Вдруг Бесплодных Бесплодных Дебрей Созерцатель Один С тоской Который Смертный Стон Едва Твоей Гордыней Задушен Но Но Если Бо Негодование Крик Но Если Б Вопль Тоски Великой Из Глубины Сердечной Возник Вполне Торжественной И Дикой Костями Б Среди Своих Забав Содроглась Ветреная Младость Играющий Младенец Зарыдав Игрушку Б Выронил И Радость Покинула Б Чело Его Навек И Заживо Б В нем Умер Человек Завишь Теперь На Праздник Честный Мир Спеши Хозяин Тороват Проси Сажай Гостей Своих Напир Затейливый Замысловатый Что Лакомству Пророчит Он У тех Каким Разнообразием Брашен Блистает Он Но Вкус Один Во Всех И Как Могила Людям Страшен Садись Один И Тризну Соверши По Радостям Земным Твоей Души Какой Как лучший Жизни Клад Ты Дар Его Мертвящий Душу Хлад Иль Отряхнув Видение Земли Порывом Скорби Животворной Ее Предел Завидя Невдали Вдруг Умиленной Вдруг Покорной Возмездий Возмездий Край Благовестящим Снам Доверясь Чувствам Обновленным И Бытия Мятежным Голосам Всесильным Гласом Примиренным Внимающий В веселье И тиши Лучам Небес Раскрывшейся Души Предпромыслом Оправданным Ты Ниц Падешь С признательным Смирением С надеждою Невидящей Границ И Утоленным Разумением Знай Внутренней Своей Вовеки Ты Не передаш Земному Звуку И темных Чад Житейской Суеты Не Посветишь В свою Науку Знай Дольняя Иль горняя Она Нам На земле Не для земли Дана Вот буйственно Несется ураган И лес Подъемлет Говор Шумный И пенится И ходит Океан И в берег Бьет волной Безумной Так Иногда Толпы Ленивый Ум Из усыпления Выводит Глаз Дикий Глаз Вещатель Общих Дум И страстный Отзыв В ней Находит Но Высшего Понятия Глагол Дол Носится Не Отзываясь Дол Пускай Приняв Неправильный Полет И Вспять Стези Не Обретая Звезда Небес В бездонный Мрак Падет Пусть Загорится В них Другая Не Не Явствует Земле Ущерб Одной Не Поражает Ухо Мира Далекого Ее Паденья Вой Как В Беспредельности Эфира Ее Сестры Новорожденный Свет И Небесам Восторженный Привет Зима Идет И Тощая Земля В Широких Лысинах Бессилья И Радостно Блиставшие Поля Золотыми Классами Обилья Со Смертью Жизнь Богатство С Нищетой Все Образы Годиной Бывшей Сравняются Подснежной Пеленой Однообразно Их Покрывшей Перед Тобой Таков Отныне Свет Но В нем Тебе Грядущей Жатвы Нет Новинское А.С. Пушкину Когда Поэта Красота Своей Улыбкой Оживила Не думай Чтоб Любви Мечта Его Глаза Одушевила Нет Это Был Сей Легкий Сон Сей Тонкий Сон Воображения Что Посылает Аполлон Не Для Любви Для Вдохновения Мысль Сначала Мысль Воплощена В Поэму Сжатую Поэта Как Дева Юная Темна Для Невнимательного Света Потом Осмелившись Она Уже Увертливо Речисто Со всех Сторон Своих Видна Как Искушенная Жена В свободной Прозе Романиста Болтунья Старая Затем Она Подъемля Крик Нахальный Плодит В полемике Журнальной Давна Уже Ведомая Всем 1839 Год Благословен Святое Возвестивший Но в глубине Разврата Не погиб Какой-нибудь Неправедный Изгиб Сердец Людских Пред нами Обнаживший Две Области Сияния И тьмы Исследовать Равно Стремимся Мы Плод Яблони Содрева Упадает Закон Небес Постигнул Человек Так В дикий Смысл Порока Посвящает Нас Иногда Чуть Явственный Намек Были Бури Непогоды Да Молодые Были Годы В день Ненастный Час Гнетучий Грудь Подымет Вздох Могучий Вольной Песнью Разольется Скорбь Невзгода Распоется А как Векта Векта Старой Обручиться С лютой Карой Крупный Груз С груди Усталой Уж Не сбросит Вздох Удалый Не положишь Ты На голос С черной Мыслью Белый Волос Еще Как Патриарх Не Древен Я Моей Головы Не Умастил Таинственный Елей Непосвященных Рук Бездарно Возложенье И Я Даю Тебе Мое Благословенье В Знамение Ином О Дева Красоты Под Этой Розою Челом Склонись О Ты Подобие Цветов Царицы Ароматной В залог Румяных Дней И Доли Благодатной Толпе Тревожный День Приветен Но Страшна Ей Ночь Безмолвная Боится В ней Она Раскованной Мечты Видений Своевольных Нелегкокрылых Грез Детей Волшебной Тьмы Видений Дня Боимся Мы Людских Сует Забот Юдольных Ощупай Возмущенный Мрак Исчезнет С пустотой Сольется Тебя Пугающий Призрак И Заблужденью Чувств Твой Ужас Улыбнется О Сын Фантазии Ты Благодатных Фей Счастливый Баловень И там В заочном Мире Веселый Семьянин Привычный Гость На пире Неосязаемых Властей Мужайся Не Слабей Душою Перед Заботою Земною Ей Исполинский Вид Дает Твоя Мечта Коснися Облако Нетрепетной Рукою Исчезнет А за ним Опять Перед Тобою Обители Духов Откроются Врата Приметы Пока человек Естества Не пытал Горнилом Весами И мерой Но детский Вещаньем Природы Внимал Ловил Ее Знаменья С верой Покуда Природу Любил Он Она Любовью Ему Отвечала О нем Дружелюбной Заботы Полна Язык Для него Обретала Содрева Предтайно Грозящей Бедой Вран Каркал Ему В опасенье Ширяясь Над ним В высоте Голубой Орел Ободрял Дерзновенье На путь Ему Выбежав Из лесу Волк Крутясь И подъемля Щетину Победу Пророчил И смело Свой полк Бросал Он На вражью Дружину Чета Голубиная Вея Над ним Блаженство Любви Предрекала В пустыне Безлюдной Он Не был Одним Приветная Жизнь В ней Дышала Но Чувство Презрев Он Доверил Уму Вдался В суету Изысканий И Сердце Природы Закрылось Ему И Нет На земле Прорицаний Обеды Я не люблю Хвостливые Обеды Где сто Обжор Не ведая Беседы Жуют И спят К чему Такой Содом Хотите ли Чтоб Ум Воображение Привел Обед В счастливое Бражение Чтоб Дух Играл С Играющим Вином Как Знатоки Эллады Завещали Старайтесь Чтоб Гости За столом Не менее Камен Своим Числом Числа Харид У вас Не превышали Звезды Мою звезду Я знаю Знаю И мой Бокал Я наливаю Наливаю Как наливал Гоненьем Рока Злобе Света Смеюся Я Живет Не здесь В звездах Моэта Душа Моя Когда Ж коснутся Уст Прелестных Уста Мои Не нужно Мне Ни звезд Небесных Ни звезд Аи Конец Стихов 1839 Года Сочинение Евгения Боротынского Это записи сделаны для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Стихи 1840-41 годов 1840 год На все свой ход На все свои законы Меж люлькою и гробом спит Москва Но и до ней глухой дошла молва, что скучен вист, и веселей салоны отборные, где есть уму простор, где властвует не вист, а разговор, и погналась за модой новосветской, но погналась старуха не путем. Салоны есть, но этот смотрит детской, а тот, увы, глядит госпиталем На что вы, дни, знакомый свет явления свои не изменит Все ведомо, и только повторенья грядущее сулит Недаром ты металась и кипела развитием спеша Свой подвиг ты совершила прежде тело, безумная душа И бедный круг под лунных впечатлений, сомкнувшая давно Под веянием возвратных сновидений, ты дремлешь А оно бессмысленно глядит, как утро встанет Без нужды ночь с меня Как в мрак ночной бесплодный вечер канет Венец пустого дня Всегда и в пурпуре, и злате В красе негаснущих страстей Ты не вздыхаешь об утрате какой-то младости твоей И юных граций ты прелестней И твой закат пышнее, чем день Ты сладострастней Ты телесней Живых блистательная тень Все мысль да мысль Художник бедный слова О, жрец ее Тебе забвенья нет Все тут да тут И человек, и свет, и смерть, и жизнь И правда без покрова Резец, орган, кисть Счастлив, кто влеком К ним чувственным За грань их не ступая Есть хмель ему на празднике мирском Но пред тобой, как пред ногим мечом Мысль, острый луч Бледнеет жизнь земная Мудрецу Тщетно, межбурную жизнью и хладную смертью, философ Хочешь ты пристань найти Имя дашь ей, покой Нам из ничтожества вызванным Творчества словом тревожным Жизнь для волнения дана Жизнь и волнение одно Тот, кого миновали общие смуты Заботу сам вымышляет себе Лиру, палитру, резец Мира невежда, младенец Как будто закон его чуя Первым стенаньем качать Нудит свою колыбель Рифма Когда на играх олимпийских На стогнах греческих Недавних городов Он пел Питомец муз Он пел Среди валов Народа Жадного Восторгов Мусикийских В нем Вера полная В сочувствии Жила Свободным И широким Метром Как жатва Зыблемая Ветром Его гармония Текла Толпа Вниманием Окована Была Пока Могучим Сотрясеньем Вдруг Побежденная Плескала Без конца И струны Звучные Певца Дарила Новым Вдохновеньем Когда На греческий Амвон Когда На римскую Трибуну Оратор Восходил И словословил Он Или оплакивал Народную Судьбину И обращались Все взоры На него И силой Слова Своего Вития Властвовал Народным Произволом Он Знал Кто Он Он Ведать Мог Какой Могучий Правит Бог Его Торжественным Глаголом А ныне Неразрешим Среди Среди Безжизненного Сна Средь Гробового Хлада Света Своей Ласкою Поэта Ты Рифма Радуешь Одна Подобно Голубю Ковчега Одна Ему С родного Брега Живую Ветвь Приносишь Ты Одна С Божественным Порывом Миришь Его Твоим Отзывом И Признаешь Его Мечты Увы Творец Не первых Сил На двух Статейках Утомил Ты Кой Какое Дарование Лишенной Творческой Мечты Уже В жару Нездравом Ты Коверкать Стал Правописание Неаполь Возмутил Рыбарь И Власть Прияв Как мудрый Царь Двенадцать Дней Он Градом Правил Но Что Ж Непривычный Ум Уставший От Державных Дум Его В Тринадцатой Оставил Филлида С каждую Зимою Зимою Новую Своей Пугает Большей Наготою Своих Старушечьих Плечей И Афродита Гробовая Подходит Словно К ложу Сна За Ризой Ризу Опуская К Одру Последнему Она 1841 год Предрассудок Предрассудок Он Обломок Давней Правды Храм Упал А Руин Его Потомок Языка Не Разгадал Гонит В нем Наш Век Надменный Не Узнав Его Лица Нашей Правды Современной Дряхлолетнего Отца Воздержи Молодую Силу Дней Его Не Возмущай Но Престойную Могилу Как уснет Он Предку Дай Ванитас Ванитатум Что за звуки Мимоходом Ты поешь Перед народом Старец Нищий И слепой И как Псов Враждебных Стая Чернь Тебя Обстала Злая Издеваясь Над тобой А с тобой Издавно Тесен Был Союз Камены Песен И беседовал Ты с нею Безымянной Роковою С дня Как В первый раз Тобою Был услышан Соловей Бедный Старец Слышу Чувство В сильной Песне Но Искусство Старцев Старее Оно Эти радости Печали Музыкальные Скрыжали Выражают Их Давно Опрокинь Жи Свой Треножник Ты Избранник Не Художник По Печенье Гений Твой Да Отложит В здешнем Мире Там Быть может В горнем Клире Звучен Будет Голос Твой Ропот Красного Лета Отрава Муха Досадная Что Ты Вьешься Терзая Меня Льнешь То к лицу То к перстам Кто Одарил Тебя Жалом Властным Прервать Самовольно Мощно Крылатую Мысль Жаркой Любви Поцелуй Ты Из Мечтателя Мирного Нег Европейских Питомца Дикого Скифа Творишь Жадного Смерти Врага Ахилл Влага Стикса Закалила Дикой Силы Полноту И Кипящего Ахилла Бою Древнему Явила Уязвимым Лишь В пету Обречен Борьбе Верховной Ты Ли Долею Своей Равен С ним Боец Духовный Сын Купели Новых Дней Амовен Ея Водою Знай Страданию Над Собою Волю Полную Ты Дал И Одной Пятой Своею Не Вредим Ты Если Ею На Живую Веру Встал Скульптор Глубокий Взор Вперив На Камень Художник Нимфу В нем Прозрел И Пробежал По Жилам Пламень И К ней Он Сердцем Полетел Но Бесконечно Вожделенный Уже Он Не Властвует Собой Не Торопливый Постепенный Резец С Богиня Сокровенной Кору Снимает За Корой В Заботе Сладостно Туманной Ни час Ни день Ни год Уйдет А с Предугаданной С Желанной Покров Последний Не Падет Покуда Страсть Уразумея Под Лаской Вкратчивой Резца Ответным Взором Галатея Не Увлечет Желанием Рдея К победе Неги Мудреца Память Поэту Когда Твой Голос О Поэт Смерть В высших Звуках Остановит Когда Тебя В отсвете Лет Нетерпеливый Рог Уловит Кого Закат Могучих Дней Во глубине Сердечной Тронет Кто В отзыв Гибели Твоей Стесненной Грудью Восстонет И Тихий Гроб Твой Посетит И Над умолкшей Аонидой Рыдая Пепел Твой Почтит Нелицемерной Панихидой Никто Но Сложится Певцу Канон Намеднишним Заилом Уже Кодящим Мертвецу Чтобы Живых Задеть Кодилом Здравствуй Отрок Сладкогласный Твой Рассвет Зарей Прекрасный Озаряет Аполлон Честь Возникшему Пииту Малолетнюю Хариту Ранней Лирой Тронул Он С утра Дней Счастлив И славен Кто Тебе Мой Мальчик Равен Только Жавронок Живой Чуткой Грудью Своею С первым Солнцем Полный Всею Наступающей Весной Катырии Брат Брат Ся К взаимной Обороне Ничтожностей Своих Вырождены Но Дар Прямой Не брат У вас В притоне Бездарные Песцы Хлопотуны Наоборот Союзным На благое Реченного Достойные Друзья Аминь Аминь Вещал он Вам Где Трое Вы Будете Не Буду С Вами Я Конец Сделано Для Проекта LibriVox Все Записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox Dot Org Евгений Боротынский Стихи 1842-44 Годов С Книгою Сумерки Софья Николаевна Карамзиной Сближеньем С вами На мгновенье Я очутился В той Стране Где В Оны Дни Воображенье Так Сладко Складно Лгало Мне На Ум На Сердце Мне Излили Вы Благодатные Струи И Чудотворно Превратили В День Ясный Сумерки Мои Спасибо Злобе Хлопотливой Хвала Вам Недруги Мои Я Неусталый Но Ленивый Уж Пил Литейские Струи Слегка Сидеющий Мой Волос Любил Заправо На Покой Но Вот К Борьбе Ваш Дикий Голос Меня Зовет И Будет Мой Спасибо Вам Я Не В Утрате Как Богоизбранный Еврей Остановили На Закате Вы Солнце Юности Моей Спасибо Молодость Вторую И Человеческим Сынам Досель Безвестную Перую Я В Зависть Флагку В Славу Вам Напосев Леса Опять Весна Опять Смеется Луг И Весел Лес Своей Молодой Одеждой И Поселян Неутомимый Плуг Браздит Поля С Покорством И Надеждой Но Нет Весны В Душе Моей Но Нет Уже В Душе Моей Надежды Уж Здешний Мир Уходит Из Очей Предвечным Днем Я Опускаю Вежды Уж Та Зима Главу Мою Сребрит Что Греет Сев Для Будущего Мира Но Праг Земле Не Перешел Пиит К Ее Сынам Еще Взывает Лира Велик Господь Он Милосерд Но Прав Нет На Земле Ничтожного Мгновенья Прощает Он Безумию Забав Но Никогда Перам Злоумышления Толкнул Глупца Души Моей Порыв Он Вызвать Мог Меня На Бой Кровавый Но Подо Мной Сокрытый Ров Изрыв Свои Рога Венчал Он Падшей Славой Летел Душой Я К Новым Племенам Любил Ласкал Их Пустоцветный Колос Я Дни Извел Стучась К Людским Сердцам Всех Чувств Благих Я Подавал Им Голос Ответа Нет Отвергнул Струны Я Да Кряж Другой Мне Будет Плодоносен И Вот Ему Несет Рука Моя Зародыши Дубов Елей И Сосен Пусть Верую Простясь Я Слирою Моей Что Некогда Ее Заменят Эти Поэзии Таинственных Скорбей Могучие И Сумрачные Дети Люблю Люблю Я вас Богиня Пенья Но Ваш Чарующий Наход Сей Сладкий Трепет Вдохновенья Предтечей Жизненных Невзгод Любовь Камен С Враждой Фортуны Одно Молчу Боюсь Я Чтоб Персты Падшие На Струны Не Пробудили Бо Перуны В Которых Спит Судьба Моя И Отрываюсь Полной Муки От Музы Ласковой Ко мне И Говорю До Завтра Звуки Пусть День Угаснет В Тишине Молитва Царь Небес Успокой Дух Болезненный Мой Заблуждений Земли Мне Забвенье Пошли И На Строгий Твой Рай Силы Сердцу Подай Когда Дитя И Страсти И Сомнения Поэт Взглянул Глубоко На Тебя Решилась Ты Делить Его Волненья В нем Таинство Печали Полюбя Ты Смелая И Кроткая Со Мною В Мой Дикий Ад Сошла Рука С Рукою Рай Зрела В нем Чудесная Любовь О Сколько Раз К тебе Святой И Нежный Я Приникал Головой Моей Мятежной С тобой Собой Себе И Небу Веря Вновь Пироскав Дикой Машины С бурной С бурной С бурной Стихией Якорь К нему К Неб 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 Вижу Фетиду Мне Жребий Благой Емлет Она Из Лазоревой Урны Завтра Увижу Я Башни Ливурны Завтра Увижу Элизий Земной Дядьке Итальянцу Беглец Италии Жьячинто Дядька Мой Янтарный Виноград Лимон Ее Золотой Тревожно Бросивший Корыстью Уязвленный И В Край Суровый Край Снегами Покровенный Приставший С Выбором Загадочных Картин Где Что-то Различал И Видел Ты Один Прости Наш Здравый Смысл Прости Мы Та Из Наций Где Брату Вашему Всех Меньше Спекуляций Никто Их Не Купил Вздохнув Оставил Ты В Глуш Севера Тебя Привлек Шие Мечты Зато Воскрес В Тебе Сей Ум На Все Пригодный Твой Итальянский Ум И С Нашим Очень Сходный Ты Счастлив Был Когда Тебе Кое-что Дал Почтенный Для Тебя Богатый Генерал Чтоб Чтоб В силу Строгого С Тобою Договора Ты Дал Мне Благодать Нерусского Надзора Благодаря Богов С Тобой За Этим Вслед Друг Другу Не Были Мы Чужды Двадцать Лет Москва Нас Приняла Расставшихся С Деревней Ты Был Вожатый Мой В столице Нашей Древней Всех Макаронщиков Тогда Узнал Я В ней Ментора Моего Полуденных Друзей Увы Оставив Там Могилу Дорогую Опять Увидели Мы Водчину Степную Где Волею Небес Узнал Я Бытие О Сын Авзонии Для Бурь Как Ты Своё Но Где Хотя Вдали Твоей Отчизны Знойной Ты Мирный Кров Обрел А Позже Гроб Спокойный Ты Полюбил Тебя Призревшую Семью И С жизнью Ее Сливая Жизнь Свою Ее Событиями В глуши Чужого Края Былого Своего Предания Заглушая Безропотно Сносил Морозы Наших Зим В наш Краткий Летний Жар Тобою Был Любим Овраг Под Сенью Дубов Прохлад Навейных Участник Наших Слез И Праздников Семейных В дни Траура Главой Седой Ты Паникал Но Ускорял Шаги И членами Дрожал Как В утро Зимнее Порой С пределов Света Питомца Твоего Недавнего Корнета К коленям Матери Кибитка Принесет И Скорбный Взор Ее Минутно Оживет Но Что Радушному Пределу Благодарный Нет Ты Не забывал Отчизны Лучезарный Везувий Колизей Грот Капри Храм Петра Имел Ты На устах От утра До утра Именовал Ты Нам И Принцев И Прелатов Земли Где Зрел Девясь Суворовских Солдатов Входящих Вопреки Тех Пламенных Часов Что По твоим Словам Состогнов Гонят Псов В Густой Пыли Побед В грозе Небритых Бород Рядами Стройными В Классический Твой Город Земли Где Год Спустя Тебе Предстал И Он Тогда Буонапарт Потом Наполеон Минутный Царь Царей Но Дивный Кондотьери Уж Зиждущий Свои Гигантские Потери Скрывая Власть И Гладь Тогда Морочил Вас Он Звонкой Пустотой Революционных Фраз Народ Ему Зажег Приветственные Плошки Но Ты Ты Не Забыл Серебряные Ложки Которые Среди Блестящих Общих Грез Ты Контрибуции Назначенный Принес Едва Ты Узнику Печальному Британца Простил Военную Систему Корсиканца Что На Твоем Веку Толь Блага Толи Зло Возникло При тебе В преданье Перешло В альпийских Молниях Приемлемой Опалой Свой Ротоборный Дух На Битвы Не Усталой В Картечи Эпиграмм Суворов Испустил Злодей Твой На Скале Пустынной Опочил Ты Сам Глаза Сомкнул Когда Мирские Сети Уж Поняли Тобой Взлелеенные Дети Когда Свидетели Превратности Земли Они Глубокий Взор Уставить Уж Могли Забвенья Чуждые Зажизненные Чаши На Итальянский Гроб В ограде Церкви Нашей А Я Я С памятью Живых Твоих Речей Увидел Роскоши Италии Твоей Во Славе Солнечной Неаполь Твой Нагорный В Парах Пурпуровых И В Зелени Узорной Неувядаемой Амфитеатр Дворцов Над Яркой Пеленой Лазоревых Волов И Цицеронов Дом И Злачную Пещеру Священную Поднес Камены Суеверу Где Спит Великий Прах Властителя Стихов Того Кто Всей Земле Валканов И Цветов И Ужасов И Нег Взлелеял Эпопею Где В мраке Тенора Открыл Он Путь Энею Явил Его Очам Чудесный Сад У тех Обитель Сладкую Теней Блаженных Тех Что Крепкие В Опытах Земного Треволнения Сподобились Вкусить Эфирных Струй Забвенья Неаполь До него Среди Садов Твоих Сердца Мятежные Отыскивали Их Сквозь Зановес Веков Еще Здесь Помнят Виллы Приюты Отдыхов И Мария Из Циллы И Кто Бесчувственный Среди Твоих Красот Не Жаждал В их Раю Обрезть Навес Иль Грот Где Б Скрылся Не На Час Как Эти Полубоги Здесь Лет Упившие Чтоб Крепнуть Для Тревоги Но Чтоб Незримо Слить В Бессмысли Золотом Сон Неги Сладостной С Последним Вечным Сном И В Сей Италии Где Все Каскады Розы Мелезы Тополи И Даже Эти Лозы Чей Безыменный Лист Так Преданно Обник Давно Из Божества Разжалованный Лик Потом Счела Его Повиснул Полусонно Все Беззаботному Блаженству Благосклонно Ужиться Ты Не Мог И Помня Сладкий Юг Дух Предал Строгому Дыханию Наших В Юг Не Сетуя О Том Что За Пределы Мира Он Улететь Б Мог На Крыльях Зефира О Тайный Душ Меж Тем Как Сумрачный Поэт Дитя Британии Влачивший Столько Лет По Знойным Берегам Груди Своей Отравы У Миртов У Олив У Моря И У Лавы Моля Рассеянья От Думы Роковой Владеющий Его Измученной Душой Напрасно Уст Его Как Древле Уст Тантала Струя Желанная Насмешливо Бежала Мир Сердцу Твоему Дал Пасмурный Навес Метелью Полгода Скрываемых Небес Отчизна Тощих Мхов Степей И Древ Иглистых О Спи Безгрешно Спи В пределах Наших Ледистых Лелей По-своему Твой Подземельный Сон Наш Бурнодышущий Полночный Аквилон Не хуже Веющий Забвеньем И покоем Чем Вздохи Южные С душистым Их Упоем Конец Стихов 1842-44 Годов Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Отрывки из поэмы Воспоминания 1819 год Посланница небес Бессмертных Дар счастливой Подруга Тихая Печали Молчаливой О Память Ты Одна Беседуешь Со мной Ты Возвращаешь Мне Отъятая Судьбой Тобою Счастье Мгновенья Легкокрылы Давно Протекшие В мечтах Мне Снова Милы Еще В забвении Дышу Отрадой Их Люблю Задумавшись Минувших дней Моих Воспоминать Мечты Надежды Наслаждения Минуты Радости Минуты Огорчения Не раз Волшебную Взлелеенной Мечтой Я в ночь Безмолвную Беседовал С тобой И в дни Счастливые На час Перенесенный Дремал Утешенный И с жизнью Примиренный Так Всем Обязан Я Твоим Приветным Снам Тебя Я петь Хочу Дай Жизнь Моим Струнам Цивнице Вторь Моей Твой Голос Сердцу Внятен И резвой Радости И грусти Он приятен Ах Кто О прежних Днях Порой Не вспоминал Кто Жизнь Печальную Мечтой Не украшал Смотрите Вот старик Седой Изнеможенный На ветхих Костылях Подношей Лет Согбенный Он С жизнью Сопряжен Страданием Одним Уже Могилы Дверь Отверста Перед ним Но Он Живет Еще Он Помнит Дни Золотые Он Помнит Резвости И Радости Молодые С товарищем Седым За чашей Круговой Мечтает О былом И вновь Цветет Душой Светлеет Взор Его Весельем Дух Пылает И Руку Друга Он С восторгом Пожимает Наскучив Странствием И жизни Суетою Усталый Труженик Под кровлею Родною Вкушает Сладостный Бездействие Покой Благодарит Богов За мирный Угол Свой Забытый От людей Блажит Уединение Где От забот Мирских Нашел Отдохновение Но любит Вспоминать Он Были Прежних Лет И море Бурное И столько Ж бурный Свет Мечтанье Юности Восторге Сладострастья Обманы Небес Небес Вдохновений Отзыва Прежних Чувств И прежних Впечатлений Они Неопытные Развить Умели Ум Зажгли Питали В нем Хранили Пламень Дум Образовала Вас Природа Не Искусство Так Чувство Выражать Одно Лишь Может Чувство Когда Вы Кистью Волшебную Своей Порывы Бурные Волнение Страстей Прелестно Пламенно И Верно Выражали Вы Отголоску Их В самих Себе Внимали Ах Скольких Стоит Слез Бессмертия Венец Но Все Покоится В Безмолвии Ночном И Вежды Томные Сомкнулись Тихим Сном Воспоминания Небесный Светлый Гений К нам Не спускается На крыльях Сновидений В Пленительных Мечтах Одушевленных Им И К Играм И К Трудам Обычным Мы Спешим Пастух Берет Свирель Владелец Багреницу Художник Кисть Свою Поэт Свою Цевницу Потомок Рыцарей Взлеленной Войной Сверкающим Мечом Махает Над Головой Доколе Памяти Животворящий Свет Еще Не Озарил Туманный Бездный Лет Текли В Безвестности Века И Поколенья Все Было Жертвою Безгласного Забвенья Дела Великие Не Славились Молвой Под Камнем Гробовым Не Знаем Тлел Герой Преданье Свет Блеснул И Камни Глаз Прияли Века Минувшие Из Тьмы Своей Восстали Народы Позднее Уроком Внем Люд Их Как Глазу Мудрому Наставников Седых Кавказы Дивные Волшебные Картины Свободный Гордый Рим Блестящие Афины Великолепный Ряд Триумфов И Частей С Каким Волнением Внимал Я С юных Деней Бессмертным Повестям Плутарха Фуки Дида Я Персов Поражал С дружиной Леонида С отцом Виргинии Отмщением Пылал Казалось Грудь мою Пронзил Его Кинжал И Подданный Царя Защитник Верный Трона В восторге Трепетал При Имени Катона Но Любопытный Ум Прежних Лет Свидетель Молчаливый Со мной Беседует Их Прах Красноречивый Здесь Отвечают Мне Оракулы Времен Смотрите Видитель Дымится Карфаген Полнеба Африки Пожарами Пылает С протяжным Грохотом Пальмира Упадает Как Волны Дымные Бегущих Облаков Мелькают Предо мной События Веков Печать Минувшего Повсюду Мною Зрима Поля Авзонии Державный Пепел Рима Глашатые Чудес И Славы Прежних Лет С благоговеньем Вас Приветствует Поэт Смотрите Как Века Незримо Пролетая Твердыни Древние И горы Подавляя Бросая Гроб На гроб Свергая Храм На храм Остатки Гордые Являют Рима Нам Великолепные Бессмертные Громады Вот здесь Висящих Рек Шумели Водопады Вот здесь Входили В Рим Когорты Плебиян Обремененные Богатством Дальних Стран Чертогов Портиков Везде Язрю Обломки Где Начертал Резец Римлян Деяния Громки Несмело Времени Разрушить Их Рука И Возлегли На них Усталые Века Все Все Вещает Здесь Уму Воображенью Внимайте Времени Немому Поученью Познайте Тление Незыблемый Закон Из-под Развалин Сих Вещает Глухо Он Все Гибнет Все Падет И грады И державы О колыбель Наук Величия И славы Отчизна Светлая Светлая Героев И богов Святая Греция Теперь Толпы Рабов Блуждают На брегах Божественной Эллады Ко храму Ветхому Дианы Иль Паллады Шалаш Пристроил Свой Ленивый Рыболов Ты Б Не Узнал Солон Страну Своих Отцов Под Чуждым Скипетром Главой Она Поникла Никто Не Слышит Там О Подвигах Перикла Все Губит Все Мертвит Невежество Ярем Но Неужель Для Нас Язык Развален Нем Нет Нет Лишь Понимать Умейте Их Молчанье И Новый Мир Для Вас Создаст Воспоминанье Счастлив Счастлив И Тот Кому Дано Судьбою Отстранстве Отдохнуть Под кровлею Родную Увидеть Милую Священную Страну Где Жизни Он Провел Прекрасную Весну Провел Невинное Безоблачное Детство О Край Моих Отцов О Мирное Наследство Всегда Присутственны Вы В памяти Моей И В берегах Крутых Сверкающий Ручей И Светлые Луга И Темные Дубравы И Сельских Жителей Приветливые Нравы Приятно Вспоминать Младенческие Дни Когда Едва Вздохнув Для жизни Неизвестной Я С тихой Радостью Взглянул На мир Прелестный С Каким Восторгом Я Природу Обнимал Как Свет Прекрасен Был Увы Тогда Не знал Я Буйственных Страстей В Беспечности Невинной Дитя Взлеле Природой Чуждые И чуждые Страдания Часы Невидимы Мелькали Надо Мной О Суждено Ли Мне Увидеть Край Родной Друзей Оставленных Друзей Всегда Любимых И Сердцем Отдохнуть В тени Дубрав Родимых Там Счастье Я Найду В Отрадной Тишине Не Нужны Почести Не Нужно Зла Там Мне Отдайте Прадеда В Мне Скромную Обитель Забытый От Людей Дубрав Безвестный Житель Не Позавидую Надменным Богачам Нет Нет За Тщетный Блеск Я Счастье Не Отдам Не Стану Жертвовать Фортуне Своевольной Спокойной Совестью Судьбой Своей Довольной И Песни Нежные И Мирный Фимиам Я Буду Посвящать Отеческим Богам Так Перешедший Жизнь Незнаемой Тропою Свой Подвиг Совершив Усталую Главою Склонюсь Я Наконец Ко Смертному Одру Для Дружбы Для Любви Для Памяти Умру И Все Умрет Со Мной Но Вы Любимцы Феба Вы Вместе С жизнью Принявшие От Неба И Дум Возвышенных И Сладких Песней Дар Враждующей Судьбы Не Страшен Вам Удар Свой Век Опередив Заранее Слышит Гений Рукоплескания Грядущих Поколений Конец Отрывков Из Поэмы Воспоминания Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту посетите пожалуйста сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский 1825-1826 Года Поэма Телема и Макар Читает Евгения Хазанова Телема пламенно и гриво но чересчур нетерпеливо и непременно прельщена то тем то этим беспокойство всегда душа ее полна любила толстяка она совсем иного с нею свойства Макар не тужит ни о чем ему покой всего дороже с весельем шумным незнаком он незнаком со скукой тоже заснет он ночью крепким сном едва глаза свои зажмурит поутру станет молодцом день целый после балагурит в любви причудливой своей к Макару часто нестерпимой была Телема милым ей хотелось быть боготворимой однажды чем-то оскорбясь увлекся живостью сердечной в упреках горьких излилась пред ним она Макар беспечный покинул бедную смеясь без друга скучно и уныло тянулись дни из края в край за ним бежать она давай жить без Макара тошно было надежды детскую полна приходит в царская она того ли встретит или другого не здесь ли милый мой дружок Макара нет ли дорогого никто без хохота не мог услышать имени такого какой Макар тобой любим как разлучилась это с ним что он голубушка за дива она в ответ нетерпелива нет лучше друга моего благоразумен доброхотен весело нравен беззаботен все любят искренне его не ненавидя никого он сам никем не ненавидим ступай ответствовали ей здесь нет его таких людей мы при дворе совсем не видим решилась далее идти моя беглянка молодая заходит в лавру по пути Макара мирного найти всей мирной пристани мечтая ягумен ей признаться вам его мы долго поджидали но признаюсь по пустякам приют от бурь житейских нам взамену стены нашей дали один неласковый чернец сказал вертушке наконец о чем вы слепо возмечтали найдется полно ваш беглец на том уж свете мы слыхали селему набожный мудрец чуть не взбесил таким приветом его найду я мой отец не беспокойтесь об этом нет о макаре дорогом не понапрасно я тоскую одна я жизнь ему дарую не может быть он в мире том когда я в этом существую но где же встречи друга я мечтает странница моя в столице что же ну чудесно между певцами верно он которыми изображен он столь искусно и прелестно один из них ей молвил так вы обманулись и никак не появлялся к сожалению и между нами ваш чудак его поем мы кое как по одному воображению совет пред нею на него взглянула странница и мимо нет для макара моего такое место нестерпимо там нет его не спорю в том прелеститься мог бы он двором двор полон чудного угара но за присутственным столом век не увижу я макара надеясь друга повстречать телема стала навещать гуляния зрелище столицы ко всем заглядывала в лица по пустякам приглашена в дома блестящие она где те счастливцы председают которых светским языком людьми с утонченным умом людьми со вкусом называют они приветливы лицом речами веселы свободны и с милым сердцу беглецом ей показались очень сходны но чем с макаром дорогим похожей быть они старались от сходства истинного с ним тем очевидней удалялись тоска печаль ее взяла наскуча бегать по пустому из места в место побрела она тихохонько до дому в давно покинутый приют приходит странница и что же уже макар с улыбкой тут подругу ждал на брачном ложе со мною в мире и любви он молвил с этих пор живи живи о лишнем не тоскуя и коль расстаться вновь со мной не хочешь нрава тишиной себе приязнь мою даруя от угождения моего не требуй более того что я даю что дать могу я конец поэмы телема и макар читала Евгения Хазанова Бостон апрель 2015 год сочинение Евгения Боротынского это запись сделана для проекта LibriVox все записи LibriVox являются общественным достоянием для справок и помощи проекту посетите пожалуйста сетевую страницу LibriVox .org Евгений Боротынский поэтическая повесть Бал часть первая читает Евгения Хазанова Мне всякий рад. Когда не лень вальсировать и волочиться В Москве могу я каждый день. Глухая полночь. С троем длинным осеребренной луной Стоят кареты на Тверской, Пред домом пышным и старинным. Пылает тысячью огней обширный зал. С высоких хоров гудят смычки, Толпа гостей с приличной важностью взоров, В чипцах узорных вычурных, Ряд пестрых барынь пожилых сидит. Причудницы от скуки то поправляют свой наряд, То на толпу сложившие руки с тупым вниманием глядят. Кружатся дамы молодые, не чувствуют себя самих. Дорогими камнями у них горят уборы головные. По их плечам полуногим золотые локоны летают, Одежды легкие, как дым, их легкий стан обозначают. Вокруг пленительных хорит и суетится, и кипит толпа поклонников ревнивых. Толкует, ловит каждый взгляд. Шутя несчастных и счастливых вертушки милые творят. В движении все. Горя добиться внимания лесного красы, Гусар крутит свои усы. Писатель, чопорная острица, и оба правы. Говорят, что в то же время можно дамам, Меняя слева взгляд на взгляд, смеяться с право эпиграммом. Меж тем и в лентах, и в звездах, Порою с картами в руках, выходят важные бояры. Встав из оломберных столов, взглянуть нам чащееся пары Под гул порывистых смычков. Но гости глухо зашумели, Вся зала шепотом полна. Домой уехала она. Вдруг стало дурно ей. Ужели? В кадриле весело вертясь, вдруг помертвела. Что причиной? Ах, боже мой, скажите, князь! Скажите, что с княгиней Ниной, женою вашою? Бог весть. Мигрень, конечно. Козырь шесть. Что с ней, кузина? Танцевали вы в ближней паре, видел я. В кругу пристойном не всегда ли она как будто не своя? Злословие правду говорило. В Москве межумниц и междур княгиней Нинея чересчур слыть пенелопой трудно было. Презрение к мнению полна над добродетелью женской. Не насмехается ли она, как над ужимкой деревенской? Кого в свой дом она манит? Ни записных ли волокит? Ни новичков ли миловидных? Не утомлен ли слух людей, молвой побед ее бесстыдных от соблазнительных связей? Но как влекла к себе всесильно ее живая красота? Чьи непорочные уста так улыбались умильно? Какая бы Людмила ей, смирясь лучей благочестивых своих лазоревых очей и свежести ланит стыдливых, Не отдала бы сей же час за яркий глянет черных глаз, Облитых влагой сладострастной, за пламя жаркое ланит? Какая фея самовластная не уступила б исхорит? Как в близких сердце разговорах была пленительна она, Как угодительно нежна, какая ласковость во взорах у ней сияла, Но порой, ревнивым гневом пламенея, Как зла в словах, страшна собой являлась новая Медея. Какие слезы из очей потом катились у ней, Терзая душу, проливали в нее томление слезы те. Кто б не отер их у печали, кто б не оставил красоте? Страшись при лестнице опасной, Не подходи, обведена волшебным очерком она, Кругом ее заразы страстной исполнен воздух. Жалок тот, кто в сладкий чад его вступает, Ладью пловца водоворот так на погибель увлекает. Беги ее, нет сердца в ней, Страшись о вкрадчивых речей, Одуревающей приманки, Влюбленных взглядов не лови, В ней жар, упившийся в акханке, Горячкий жар, не жар любви. Так несочувствие прямого Могуществом увлечена, На грудь роскошную Она звала счастливца молодого. Он пересоздан был на миг Ее живым воображением, Ей своенравный зрел силик, Она ласкала с упоением Одно видение свое. И гасла вдруг мечта ее, Она вдалась в обман досадный. Ее прелеститель был смешон, И средь толпы лоись и хладной Уж не приметен будет он. В часы томительные ночи У тех естественных чужда Так чародейка иногда Себе волшебством тешит очи. Над ней слились из облаков Великолепные чертоги. Она на троне из цветов, Ей угождают полубоги. На миг один восхищена Живым видением она, Но в ум приходит с изумлением, Смеется сердце забытью, И с тьмой сливает мановеньем Мечту блестящую свою. Чей образ кисть нарисовала? Увы, те дни уж далеко, Когда княгиня так легко Воспламенялась, остывала, Когда питомицы прямой И эпикура, и неноны, Летучей прихоти одной Ей были ведомы законы. Посланник рока ей предстал, Смущенный взор очаровал, Поработил воображение, Слиял все мысли в мысль одну И пролил страстное мученье В глухую сердце глубину. Красой изнеженный Арсений Не привлекал к себе очей. Следы мучительных страстей, Следы печальных размышлений Носил он на челе. В очах беспечность мрачная дышала, И не улыбка на устах, Усмешка праздная блуждала. Он незадолго посещал края чужие, Там искал, как слышно было, Развлечения. И снова родина узрел, Но, видно, сердцу исцеления Дать невозмог чужой предел. Предстал он в дом моей Лаисы, И остряков задорный полк, Не знаю как, пред ним умолк, Главой поникли Адонисы. Он в разговоре поражал людей Света знанием редким, Глубоко в сердце проникал, Лукавой шуткой, словом едким, Судил разборчиво певца, Знал цену кисти и резца, И сколько б ни был хладно сжатым Привычный склад его речей, Казался чувствами богатым Он в глубине души своей. Неодолимо, как судьбина, Не знаю что, В игре лица, в движении каждом пришлица, К нему влекло тебя, о Нина. С него-то не сводила глаз, Он был учтив, но хладен с нею, Ее смущал он много раз Улыбкой опытной своею, Но жрица давняя любви Она не знала, Как в крови родить мятежное волнение, Как в чувство дикий жар вдохнуть, И всемогущее мгновенье Его повергло к ней на грудь. Мои любовники дышали Согласным счастьем два-три дни, Через день-другой Потом они несходство в чувствах показали. Забвение страстного полна, Полна блаженства жизни новой, Свободна, радостна, Она к нему ласкалась, Но суровый, унылый Часто зрелся он. Пред ним летал мятежный сон, Всегда рассеянный, Судьбину казалось В чем-то он винил, И, прижимая к сердцу Нину, От Нины сердце он таил. Неблагодарный! Им у Нины все мысли были заняты, Его любимые цветы, Его любимые картины И у ней являлись. Не раз блистали новые уборы В ее покоях, Чтоб на час ему прельстить, Потешить взоры. Был втайне убран кабинет, Где сладострастный полусвет, Богинь роскошных изваянье, Курений сладкий легкий пар, Животворила все желания, Вливала в сердце Томный жар. Вообще он предан был печали. Однажды до того дошло, У Нины вспыхнуло чело, И очи ярко заблистали. Страстей противных беглый спор Лице явило, Что с тобою? Она сказала, Что твой взор? Все полон мрачную тоскою. Досаду давнюю мою Я боли в сердце не таю, Печаль с тобою неразлучна. Стыжусь, но ясно вижу я, Тебе тяжка, Тебе докучна, Любовь безумная моя. Скажи, за что твое презрение? Скажи, в сердечной глубине Ты не чувствителен ко мне Или недоверчив? Подозрение я заслужила. Старины мне тяжело воспоминания, Когда все частные новизны Алкало у меня мечтанье. Один кумир на долгий срок Поработить его не мог. Любовь сегодняшняя трудно Жила до завтрашнего дня. Мне вверить сердце безрассудно, Ты прав. Но выслушай меня. Беги со мной, Земля велика, Чужбина скроет нас легко, И там, безвестно, далеко, Ты будешь полный мой владыка. Ты мне Италию порой хвалил С блестящим увлечением, Страну любимую тобой Узнала я воображением. Там солнце пышно, Там луна восходит, Сладости полна, Там вьются лозы винограда, Шумят лавровые леса. Туда, туда, с тобой я рада Забыть родные небеса. Беги со мной. Ты безответен? Ответствуй, Жребий мой реши. Или нет? Зачем? Твоей души упорный холод мне приметен. Безмолвствуй. Не нуждаюсь я в словах обманчивых. Довольно. Любовь несчастная моя Мне свыше казнь, Но больно, Больно И зарыдала. И зарыдала. Возмущен ее тоской. Безумный сон тебя увлек, Сказал Арсений. Невольный мрак души моей След прежних жалких заблуждений И прежних гибельных страстей. Его со временем рассеет Твоя волшебная любовь. Нет, не тревожься, Если вновь тобой сомнение владеет. Мое уныние не вини. День после мирную четою Сидели на Софиани. Княгиня томную рукою Обняла друга своего И прилегла к плечу его. На ближний столик В думе скрытной облокотясь Арсений наш Меж тем на карточке визитной Водил небрежный карандаш. Давно был вечер. С легким треском горели свечи на столе. Кумиров мрамор в дальней мгле Кой-где блистал неверным блеском. Молчал Арсений. Нина тоже. Вдруг тайным чувством увлеченной Он восклицает. Как похож! Проснулась Нина. Друг бесценный. Похож? Уже ли? Мой портрет? Взглянуть позволь? Что ж это? Нет, не мой! Жеманная девчонка Со сладкой глупостью в глазах, В кудрях мохнатых, Как баллонка, С улыбкой сонной на устах. Скажу, красавица такая Меня затмила бы совсем. Лицо княгиня между тем Покрыло бледность гробовая. Ее дыхание отошло. Уста застыли, посинели, Увлажил хладный пот чело. Непомертвелые блестели и глаза одни. Вещать хотел язык мятежный, Но коснел. Слова сливались в лепетание. Мгновение долгое прошло, И, наконец, ее страдание Свободный голос обрело. Арсений, видишь, я мертвею. Арсений, дашь ли мне ответ? Знаком ты с ревностью? Нет? Так ведай. Я знакома с нею. Я к ней способна. Погляди. Вот любопытное колечко. Его ношу я на груди. Не все, постой. Еще словечко. Арсений, знай, Одарено волшебной силой оно. Знай, никакое злоключение Меня при нем не устрашит. В глазах твоих недоуменья. Дивишься? Яд оно таит. Конец первой части Поэтической повести «Бал». Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта «Либривокс». Все записи «Либривокс» являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту Посетите, пожалуйста, сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Поэтическая повесть «Бал», часть 2 У Нины руку взял Арсений. Спокойно совестью меня сказал, Но дожил я до дня Тяжелых сердцу откровений. Внимай же мне! С чего начну? Не предавайся гневу, Нина. Другой дышал я в старину. Хотела то сама судьбина. Росли мы вместе, Как мила малютка Оленька была. Ее мгновениями иными Еще я вижу пред собой С очами темно-голубыми, С темно-кудрявой головой. Я называл ее сестрою, С ней игры детства я делил, Но год за годом уходил Обыкновенной чередою. Исчезло детство. Притекли дни непонятного волнения, И друг на друга возвели мы взоры Полные томления. Обманчив разговор очей, И руку Оленьки моей Сжимаю робкую рукою. «Скажи», — шептал я иногда, «Скажи, любим ли я тобою?» И слышал сладостное. «Да». В счастливый дом Себе на горе Тогда я друга ввел. Лицом он был приятен, Жив умом, Обворожил он Ольгу вскоре. Всегда встречались взоры их, Всегда велся между ними шепот. Я мук язвительных моих Не снёс и злил ревнивый ропот. «Какой же ждал меня успех?» Мне был ответом Детский смех. Её покинул я с презреньем, Всю боль души в душе-то я. Сказал, прости всему, Но мщеньем сопернику поклялся я. Сейчас наколкими словами Скучал я, досаждал ему, И по желанию моему Вскипела ссора между нами. Стрелялись мы. В крови упав, Навек я думал мир оставить. С адра восстал. Я телом здрав, Но сердцем болен. Что прибавить? Бежал я в дальние края. Увы, под чуждым небом я Томился тою же тоскою. Родимый край, узрев опять, Я только с милую тобою Душою начал оживать. Умолк. Бессмысленно глядела она На друга своего, Как будто повести его Ещё вполне не разумела. Но от руки его потом, Освободив тихонько руку, Вдруг содрогнулась лицом, И всё в нём выразила муку. И обессиленно томна Главой поникнула она. — Что? Что с тобою, друг бесценный? — скричал Арсений. Слух его внял только вздох Полустесненный. — Друг милый, что ты? — Ничего. — Ещё на крыльях торопливых Промчалось несколько недель В размолвках бурных, Как досель, И в примирениях несчастливых. — Но что же, Что же напослед? Сегодня друга нет у Нины. И завтра, Послезавтра нет. Напрасно, полная кручина, Она с двери не сводит глаз И мнит. Он будет через час. Он позабыл о Нине страстный. Он не вошёл, Вошёл слуга. Письмо ей подал. Миг ужасный, Сомнения нет. Его рука. — Что медлить? К ней писал Арсений. Открыться должно. Небо в чём? Едва владею я пером, Ищу напрасно выражений. О, Нина! Ольгу встретил я. Она поныне дышит мною, И ревность прежняя моя Была неправой и смешною. Удел решён. По старине я верен Ольге, верной мне. Прости. Твоё воспоминание Я сохраню до поздних дней, В нём понесу я наказание Ошибок юности моей. Для своего и для чужого Незрима Нина. Всем одно, Твердит швейцар её давно, Не принимает, Нездорова. Ей нужды нет ни в ком, Ни в чём. Питьё и пищу забывая, В покое дальнем и глухом Она недвижная, Немая, Сидит и с места одного Не сводит взора своего. Глубокой муки сон печальный. Но двери пашут, растворясь. Муж, не весьма сентиментальный, Сморкаясь громко, Входит князь. И вот садится. В размышления сначала Молча погружён, Ногой потряхивает он. И, наконец, С тобой мученья. Без всякой грусти Ты грустишь. Как погляжу, Совсем больна ты. Ей-ей с трудом вообразишь, Как вы причудами богаты. А помнится тебе пора. Сегодня бал у князь Петра. Забудь фантазии пустые, И от людей не отставай. Там будут наши молодые, Арсений с Ольгой. Поезжай. Ну что, поедешь ли? Поеду, Сказала странно, Оживясь княгиня. Дело, Молвил князь. Прощай, Спешу я в клуб к обеду. Что, Нина, бедная с тобой? Какое чувство владело Твоей болезненной душой? Что оживить её умело? Ужель надежда? Торопясь, Часы летят. Уехал князь. Пора готовить. Пора готовится княгине. Нарядами окружена, Давно не бывшими в помине, Перед трюмо стоит она. Уж газ на ней, Струясь блистает роскошно, Сладостно очам рисует грудь, Потом к ногам С гирлянды яркой упадает. Алмаз мелькающих серёг Горит за чёрными кудрями, Жемчуг челой её облёк, И меж обильными косами, Рукой искусный пропущён, То видим, То не видим он. Над головою перья веют, По томной прихоти своей, То ей лицо они лелеют, То дремлют в локонах у ней. Меж тем, Какому разрушению ведёт Сердечная гроза? Её потухшие глаза Окружены широкой тенью, И на щеках румянца нет. Чуть виден в образе прекрасном Красы бывалой славы след. В стекле живом и беспристрастном Княгиня бедная моя Глядясь омнит. И это я? Но пусть на страшное виденье Он взор смущённый возведёт, Пускай узрит своё творенье И всю вину свою поймёт. Другое тяжкое мечтание Потом волнует душу ей. Ужель сопернице моей Отдамся я на поруганье? Ужель спокойно я снесу, Как торжествуя надо мною, Свою цветущую красу С моей увядшей красотою Сравнит насмешливо она. Надежда есть ещё одна. Следы печали я сокрою, Хоть в половину, Хоть на час. И Нина трепетной рукою Лицо румянет в первый раз. Она явилась на бале, Что ж возмутило душу ей. Толпы ли ветреных гостей В ярко-блестящей пышной зале, Беспечный лепет, Мирный смех, Порываль музыки весёлой, И, словом, этот вихрь утех, Больным душою столь тяжёлый? Или насмешливо взглянуть Посмел на Нину кто-нибудь? Или лишним счастьем блистало Лицо у Ольги молодой? Что б ни было, Ей дурно стало. Она уехала домой. Глухая ночь. У Нины в спальной, Лениво споря с темнотой, Перед иконой золотой Лампада точит свет печальный. То пропадёт во мраке он, То заиграет на окладе Кругом глубокий смертный сон. Меж тем в блистательном наряде, В богатых перьях, жемчугах, С румянцем странным на щеках. Тыль эта, Нина, мною зримо, В переливающейся мгле Зачем сидишь ты недвижимо С недвижной думой на челе? Дверь заскрипела, Слышит ухо походку чью-то на полу. Перед иконою в углу Встал и закашлял кто-то глухо. Вот чья-то дряхлая рука Из тьмы к лампаде потянулась, Светильню тронула слегка, Светильня сонная очнулась, И свет нежданный и живой Вдруг озаряет весь покой. Княгиня-мамушка, Седая, перед иконою стоит, И вот уж набожно вздыхая, Земной поклон она творит. Вот поднялась, перекрестилась, Вот поплелась была домой, Вдруг видит Мину пред собой, На полпути остановилась, Глядит печально на нее, Качает старой головою. Ты ль это, дитятка мое, Такую позднюю порою, И не смыкаешь очи сном, Горю я, бог знает о чем. Вот так-то ты свой век проводишь, Хоть от ума да неумно, Но, право, ты себя уходишь, А ведь грешно, куда грешно? И что в судьбе твоей худого? Как погляжу я полон дом, Не перечесть каким добром, К тому же звания ты большого, Твой князь приятного лица, Душа в нем кроткая такая, Всечасно высшего Творца Благословляла бы другая. Ты позабыла Бога, да, Не ходишь в церковь никогда, Поверь, кто Господа оставит, Того оставит и Господь, А Он-то духом нашим правит, Он охраняет нашу плоть. Не осердись, моя родная, Ты знаешь, мало ли о чем Милю я старым языком, Прости, дай руку мне. Вздыхая, круге княгининой Она устами ветхими прильнула, Рука ледяна холодна. В лицо ей с трепетом взглянула, На нем поспешный смертиход. Глаза распухли в пене рот, Судьбина Нины совершилась. Нет Нины. Ну так что же? Нет! Как видно, ядом отравилась, Сдержала страшный свой обед. Уже билеты роковые, Билеты с черной каймой, На коих бренности Людской трофеи модой приняты, Печально поражают взгляд. Где сухощавые Сатурны С косами грозными сидят, Склоняясь над траурные урны. Где кости мертвые крестом Лежат разительным гербом Под гробовыми головами. О смерти Нины, Должну весть, Обыкновенными словами Спешат по городу разнесть. В урочный день На вынос тела Со всех концов Москвы большой Одна карета за другой К хоромам князя полетела. Обсев гостиную кругом, Сначала важное молчание Толпа хранила, Но потом возникло Томное жужжание. Оно росло, 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 И в шумный говор перешло. Объятый счастливым забвением Сам князь за дело принялся И жарким богословским прением С ханжой каким-то занялся. Богатый гроб несчастной Нины Священством пышным окружен, Был в землю мирно опущен. Свет не узнал ее судьбины. Князь без особого труда Свой жребий высшей воли предал. Поэт, который завсегда По четвергам у них обедал, Никак с желудочной тоски Скропал на смерть ее стишки. Обильно слухами столица Молва какая-то была, Что их законная страница В журнале дамском приняла. Конец поэтической повести Евгений Боротынский Поэма «Переселение душ» 1828 год Сказка Зевес, любя семью лицкую, Попарно души сотворил И наперед одну мужскую С одной женской согласил. Хвала Всевышней Благостыне! Но в ней нам мало пользы ныне. Где душу парную найти? Где? Развелося в наше время Так далеко людское племя, Так многочисленны пути. Куда пойду, мечтаешь с горем, На хладный север, Знойный юг? За белым или за черным морем Блуждаешь ты, желанный друг. Не все Приводит в искушенье И еще другое затруднение. Порою с родственной душой Столкнешься, посвет ублуждая, И рад. Но вот беда какая! Душа родная, Рот чужой И посторонний подбородок, Враждую чувства меж собой Признаться, способ мировой Находкой был бы из находок. Об этом, добрые друзья, Вам предлагаю повесть я. В земле, о коей справедливо Нам чудеса вещает старь, В Египте славном Жил-был царь. Имел он дочь, Творенье дива, Красот подсолнечных алмаз, Любовь души, Веселье глаз, Челом белее Лилии нила, Корала пышного морей Устами свежими Аллей, Яснее дневного светила Улыбкой ясную Своей. В пределах самых отдалённых Носилась её хвала, И полк царей иноплемённых К ней женихами привела. В Менфисе древнем уступали Одни пиры пирам другим, В прикрасу блюдам дорогим Красивый череп подавали. В кругу любовников своих Светла, прелестно восседая Моя царевна молодая Совсем с ума сводила их. И всё бы ладно шло, Но что же, Всегда весёлая она Вдруг стала пасмурно, Грустна, Так что на дело не похоже. К своим высоким женихам Внимание вовсе прекратила, И кроме колких эпиграм Им ничего не говорила. Какая же была вина, Что изменилась так она? Любовь! Случайною судьбою Державный пир её отца Украсить лирною игрою Призвали юного певца. Не восхвалял он Азеррида, Не славил Аписа быка, Любовь он пел, О, Зараида! И песнь его была сладка, Как вот согласное журчанье, Как нежных горлиц воркованье, Как томный ропот ветерка, Когда в полудень воспалённый, Лобзает он из-под тишка Цветок роскошно усыплённый. Свершился вышний приговор, Свершился! Никакою силой неотразимый С этих пор пред ней носился Образ милый. С тех пор в душе её звучал, Звучал сейчас на голос нежный, Её питал, упоевал Тоскою сладкой и мятежной. Как глупы эти дикари, Разноплемённые цари, И как прелестен он, Вздыхая, мечтала дева молодая. Но между тем летели дни, Решенья гости ожидали. Решенья не было, Они уже сердиться начинали. Вот с важным видом, наконец, Так молвил дочери отец. Я негодую совершенно, Не в сель, возможные цари, Перед тобою, говори. Через трое суток непременно Ты жениха мне избери. Не то, клянусься бородою, Шутить не буду я с тобою. Такая речь была ясна. Что стало с милою царевной, На что в судьбе своей плачевной Решилась бедная она? Рыдала долго зараида, Взрывала сердце ей обида, Взрывала сердце ей печаль. Вдруг мысль в уме ее родилась, Лицом царевна прояснилась И шепчет. Ах, едва ль, едва ль, Но что мы знаем, Статься может, Он в самом деле мне поможет. Вам рассказать я позабыл, Что в эту пору мой читатель Столетний маг в Минфисе был, Изиды вещий толкователь. Он, если не лгала молва, Проник все тайны естества. Но то и жил почтенный дядя, Отвергнув мира суету, Не пил, не ел, не спал он, Глядя в глаза священному коту. И в нем-то было упование, К нему-то, милые друзья, Решилась она совещанье Идти, красавица моя. Едва редеет мгла ночная, И пробуждаться ночная Едва румянится восток. Еще великий Минфис дремлет, И утро нехотя приемлет, А уж покинув свой чертог, В простой и чуждой ей одежде, Но страха тайного полна, Доверясь ветреной надежде, Выходит за город. Она. Перед очами Зараиды Пустыня, Так, где пирамиды За пирамидами встают, И величавые гробницы Гигантским кладбищем ведут К стопам Огромной их царицы. Себе чудак устроил тут Философический приют. Блуждает дева молодая Среди столицы гробовой, И вот приимитен кров жилой, Над коем пальма вековая Стоит роскошно помывая Широколиственной ловой. Царевна видит пред собой Обитель старца. Для чего же Остановилась она, Внезапным взором смущена И чутким ухом Настороже? Что дланью трепетной своей Объемлет сердце? Что так пышет Ее лицо? И грудь у ней, Что так неровно Сильно дышит? Приносит песнь издалека Ей дуновенье ветерка. Песня Зачем от раннего рассвета До поздней ночи Я пою безумной птицей? О, не это! Красу жестокую твою. Чужда, чужда ты сожаленья, Звезда взойдет, Звезда взойдет. Сурова ты, А мне забвенья Бессильный лотос Не дает. Люблю, Любя в могилу сниду, Несокрушима цепь моя, Я видел Дива Зараиду И не забыл Не это Чей это голос? Вседержитель! Она ль его не узнает? Певец души ее пленитель Другую Пламенно Поет. Какая страшная Измена! Уже дрожат ее колено, Уж мерканит свет В ее очах, Без чувств Упала бы в опрах. Но нашей Диве В то мгновенье Предстало Чудное Виденье. Глядит. В одежде шутовской Бредет к ней Старец гробовой. Пояс торжественный И дикый, Белобородый, Желтоликый, В какой-то Острой шапке он. Пестреет Множеством каракул, На нем Широкий Балахон. То был Почтенный Наш Оракул! К царевне Трепетной Моей Подходит Он. На теме Ей Приветная Руку Налагает, Глядит С улыбкой У лицо И Ободрительно Вещает. Прими Чудесное Кольцо, Ты, Модева, Уничтожишь Хитросплетенный Узел Твой. Кому На перст Его Возложишь, С тем Поменяешься Звездой. Иди, И мудрость Азерида Наставит Свыше Мысль Твою. Я Даром Сим, О, Зараида, Тебе За Веру Воздаю. Возвращена В свои Чертоги, Душую Полной Тревоги, Царевна Думает. Во сне Все это Чудилось О мне. Но нет, Не сновиденье Это. Кольцо На палец Мой Надето Почтенным Старцем. Вот оно. Какую Ж пользу В нем Найду я? Он говорил Его даруя Так Бестолково, Так Темно Опять Царевна Унывает, Недоумение Полна. Но Вот Невольниц Призывает И Отыскать Повелевает Свою Соперницу Она. По Повелению Другому, Как будто К празднику Большому, Ее Чертоги Убраны. Везде Легли Ковры Богаты И Дорогие Ароматы Во всех Кодилах Вожжены. Все Водометы Пущены, Блистают Редкими Цветами Ряды Узорчатых Кошниц И Полон Воздух Голосами И Наземельных Чудных Птиц. Все Негой Сладостною Дышит, Все Дивной Роскошью Пышет. На троне Радостным Венцом Парфиры Радостной Блистая Сидит Царевна Молодая Окружена Своим Двором. В отче Прилежно Наблюдает Ее Глаза Смущенный Двор И Угадать По ним Желает Что Знаменует Сей Позор. Она В безмолвии Глубоком Как сном Объятая Сидит И Неподвижным Мутным Оком На двери Дальние Глядит Придворные Безмолвны Тоже Дверь Отворилась Вот Она Лицом Бледнее Полотна Царевна Вскликнула Кого Же Узрела Скорбная Душой В толпе Невольниц Пред Собой Кого Пастушку Молодую Собой Довольно Недурную Но Очень Смуглую Лицом Глазами Бойкую И Злую С Снохмуренным Пышен Мой Дворец В жемчуг Злато Я Одета На Мне Порфира И Венец И Я Красотою Дива Света Очарование Сердец Я Всею Славою Земною Наделена Моей Звездою Чего Желать Могла Бы Я И Что Ж Не Это В скорби Чудной Милее Мне Твой Жребий Скудный Милее Мне Звезда Твоя Не Это Хочешь Ли С тобою Я Поменяюся Звездою Мудрен Царевнин Был Привет Но Незастенчиво Природно Как Вашей Милости Угодно Не Это Молвила В ответ Тогда На Палец Ей Надела Царевна Дивное Кольцо Закрыть Смущенное Лицо Руками Бедная Хотела Но Что Ж Вмиг Волшебный Сей Моя Царевна Оживилась Душой Нетиной А в ней Душа Царевны Очутилась Другое чудо Бытие Переменив Лицо свое Закрыла Дурочка Степная Царевна Закрыла Наоборот Спустила Руки На живот Рот Удивленный Раззевая Где Зараида Где Она Осталась Стень её одна. Когда же лицо своё явило, Не это руки опустя, О, как обеих их шутя, Одна минута изменила. Блистало дивной красотой Лицо пастушки молодой. Во взорах чувство выражалось, Горела нежная мечта, Для слова милого казалось, Сейчас откроются уста. Не это та же, Да не та! Так из-за туч луна Выходит вдруг озаряя небеса, Так зелень свежую наводит На рощи пыльная роса. С главой, поникшую не это, С невольным пламенем лица Тихонько вышла из дворца, И о судьбе её до света Не доходил уж слух потом. Так что ж, О счастье и прямом Поведать людям неудобно. Мы знаем, свойственно ему Любить хранительницу тьму, И драгоценное подобно В том драгоценному всему. Где искрометные рубины, Где перлы светлые нашли? В глубоких пропастях земли, На тёмном дне морской пучины. А что с царевною моей? Она с плотнейшим из князей Великолепно обвенчалась. Он с нею ладно жил, Хотя в ное время не шутя, Его супруга завиралась, И даже под сердитый час Она, возвыся бойкий глаз, Совсем ругательски ругалась. Он не роптал на то ничуть, Любил житьё-бытьё простое, И сам, где надо завернуть, Не забывал словцо лихое. По-своему до поздних дней Душою в душу Жил он с ней. Что я прибавлю, Друг мой нежный? Жизнь непогодою мятежной, Ты знаешь, Встретила меня. За бедством Бедство подымалось, Век над главой моей, Казалось, Не взыдет Радостного дня. Порой смирял я песнопеньем Порыв болезненных страстей, Но мне тяжёлым вдохновеньем Была печаль души моей. Явилась ты, Мой друг бесценный, И прояснилась жизнь моя, Весёлой музой вдохновенной, Весёлый вздор болтаю я. Прими, мой труд непринуждённый, Счастливым светом озарённый, Души свободной от забот, Он — твой достаток справедливый, Он — первый плод мечты игривой, Он — новой жизни, Первый плод. Конец поэмы «Переселение душ» 1828 год Читала Солоха Анастасия Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Сцена из поэмы «Вера и неверие» 1829 год Под этой липою густою Со мною сядь, мой милый друг. Смотри, как живо всё вокруг, Какой зелёной пеленою К реке нисходит этот луг, Какая свежая Дуброва Глядится с берега другого В её весёлое стекло, Как небо чистое светло. Всё в тишине. Едва смущает Живую сень и чуткий ток Благоуханный ветерок, Он сердцу счастье навевает. Молчишь ты? О, любезный мой, Всегда я счастлива с тобой И каждый миг Равно ласкаю. Я с умилённую душой Красу творенья созерцаю От этих вод, лесов и гор Я на эфирную обитель На небеса подъемлю взор И думаю, Велик зиждитель, Прекрасен мир, Когда же я Воспомню тою же порою, Что в этом мире Ты со мною, Подруга милая моя, Нет сладким чувством Выражения, И не могу В избытке их Невольных слёз благодаренья Остановить в глазах моих. Воздай тебе, Создатель вечный, О чём ещё его молить? Ах, об одном! Не пережить тебя, Друг милый, Друг сердешный! Ты грустной мыслью Меня смутила. Так сегодня зренье Пленяет свет весёлый дня, Пленяет божие творенье. Теперь в руке моей твою Я с чувством пламенным Сжимаю, Твой нежный взор Я понимаю, Твой сладкий голос Узнаю, А завтра, Завтра, Как ужасно! Мертвец, Незрящий и глухой, Мертвец холодный, Луч дневной В глаза ударит Мне напрасно, Вообще К устам моим Прильнёшь Ты воспалёнными устами Ко мне С обильными слезами, С рыданьем громким Воззовёшь. Я не проснусь. И что мы знаем? Не только завтра, Сей же час Меня не будет. Кто из нас В земном блаженстве Не смущаем Такую думай? Что с тобой? Зачем твоё воображение Предупреждает Провиденье? Бог милосерд, Друг милый мой, Здоровы, Молоды мы оба, Ещё далёко Нам до гроба. Но все ж умрём Мы, наконец, Все ляжем В землю. Что же, милой, Есть бытиё И за могилой. Нам обещал его Творец. Спокойны будем, Нет сомненья, Мы в жизнь Другую перейдём, Где нам Не будет разлучения, Где все земные опасения Земною пылью Отряхнём. Ах, Как любить Без этой веры! Так Всемогущий Без неё Нас искушал бы Выше меры. Так Есть Другое Бытиё. Уже ли Некогда Погубит Во мне Он то, Что мыслит, Любит, Чем он Создание Довершил, В чём С горделивым Наслаждением Мир Повторил он Отражением И сам себя Изобразил? Уже ли Творческая Сила Лукавым Светом Бытия Мне Ужас Гроба Озарила? И только Нет, Не верю я, Что свет Являет Пир Нестройный, Презренный Властвует, Достойный Паник Гонимой Угловой, Несчастлив Добрый, Счастлив Злой. Как Нетерпящее Смешенья В слепых Стихиях Вещества На хаос Нравственной Воззренья Не бросить Мудрость Божества? Как Между Братьями Своими Мы видим Правых И благих И превзойдён Детьми Людскими? Неправ Неблаг Создатель Их? Нет, Мы в юдоле Испытания И есть Обитель Воздаяния Там За могильным Рубежом Сияет День Незаходимый И оправдается Незримый Пред Нашим Сердцем И умом. Зачем В такие Размышления Ты погружаешься Душой? Уже ли Нужны Милый Мой Для Убеждённых Убежденья? Премудрость Вышнего Творца Не нам Исследовать И мерить В смирение Сердца Надо верить И терпеливо Ждать Конца. Пойдём Грустна Я В самом Деле И от Мятежных Слов Твоих Я Признаюсь Во мне Доселе Сердечный Трепет Не Затих Конец Сцены Из поэмы Вера И неверия Читали Анастасия Солоха В Одессе И Марк Чульский В Массачусетсе Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгения Боротынский Поэма Наложница 1830 Предисловие 1829 1830 годы Наложница Сочинение представляемое теперь публике одно из тех Которые Журналисты Наши Обыкновенно Называют Безнравственными Хотя Обвинение Безнравственности Довольно Странно В государстве Имеющем Цензуру И где Печатать Позволяется Являющее На первом Листе Наложницу Пишите Не может Не может Высказаться Иначе Как между Лицами Ему Противоположными Что такое Нравственная Цель Литературного Произведения В чем Состоит Она Есть люди Называющие Нравственными Сочинения Только те В которых Наказывается Порок Награждается Добродетель Мнение Это Некоторым Образом Противно Нравственности Истине И религии Ежели бы Добродетель Всегда Торжествовала В чем Было бы Ее Достоинство Этого Не хотела Проведения И здешний Мир Есть мир Испытаний Где Большую Частью Добродетель Страждет А порок Блаженствует Из этого Наружного Беспорядка В видимом Мире И Феологии И философии Выводят Необходимость Другой Жизни Необходимость Загробных Наград И наказаний Обещаемых Нам Откровением Нравственное Сочинение Не состоит Лили В выводе Какой-нибудь Философской Мысли Вообще Полезной Человечеству Но чтобы В самом деле Быть полезной Мысль Должна быть Истинной Следственно Извлеченную Из общего А не Частного Как же Изображая Только Добродетель Играющую Довольно Второстепенную Роль В свете Именуя Торжествующий Порог Я достигну Этого Вывода Я скажу Мысль Блестящую Но необходимо Ложную Следственно Вредную Нет Скажут Наши Противники Мы не требуем Чтобы вы Изображали Одну Добродетель Изображайте И порог Но первую Привлекательную Второй Отвратительным Мы погрешим Против истины Не все Пороки Имеют вид Перешительно Гнусны По большей части Наши Добрые И злые Начала Так смежны Что нельзя Провести Разделяющие Линии Между ними В этом случае Отменно Истинны Шуточные Стихи Понара Проводительным Избыток холодности – это равнодушие, избыток деятельности – суетность, избыток суровости – черствость, избыток тонкости – лукавство, избыток бережливости – скупость, избыток храбрости – безрассудство, избыток услужливости – низость, избыток доброты – слабость, избыток гордости – высокомерие и так далее. Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки. Мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому. Нет человека совершенно добродетельного, то есть чуждого всякой слабости, незавершенно порочного, то есть чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего. Один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине. В одном не было бы заслуги, в другом вины. Следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного. Характеры смешанные. Именно те, которые так не любы господам журналистам. Одни естественны, одни нравственны. Их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным. Попеременно ужасает нас и привлекает. Федора, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федора, ей уступающая. Две противоположные Федоры. Мы любим добродетельную, ненавидим порочную. И здесь мы не можем ошибиться. Не можем принять добродетель за порог. И порог за добродетель. Действия не смешаны, как характеры. Действия добродетельные, совершенно прекрасно. Действия порочные, совершенно безобразно. И нравственный вывод, о котором так хлопочут господа журналисты, хлопочет до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные, этот нравственный вывод внушает нам без всяких посторонних соображений всякое лицо, верно снятое с природы. Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает нас герои трагедии, романов, поэмы, даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению. Не говорит ли нам в наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие. Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участие. Не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силу обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побежденные трояне возбуждают наше участие, потому что они защищались до последней крайности. Побежденные они ниже победителей. Расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей трои, и никто не сравнивает ее, коменданта, с божественным гектором. Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противостоятия. Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственной. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательного, нистового, честолюбивца, жадного битв и побед, стоящих так дорого роду человеческому. Кровь его не ужасает. Чем больше ее прольет, тем он будет счастливей. Чем далее прострет он опустошение, тем он будет славней. А эту книгу будут читать юные властители. Что ж хуже Гомера? В первом стихе Илиады он уже показывает безнравственную цель своей, намерение воспевать порог. Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Белеева сына. Раскроем даже Ивана Выжигина, творение Г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какому-то удальцу увезти дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведет жизнь бродягей, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам. Получает толчок от одного офицера, за который не сердится, присвоивает себе чужое имя, наконец, наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы. Не родись нехорош, неумен, а родись счастлив. Но что в ней назидательного? Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочинения и из следствия следствия заключить что с логической основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу. В таком случае должно запретить и человека, но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом, не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему, дозволенное проведением, и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим разумом значит унизить его до животных, его лишенных. Сами, господа журналисты, вероятно, на это не согласятся. Их постигла бы общая участь человечества. Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно, на уничтожение человека, неблагоразумнее ли взглянуть на ее с другой точки зрения? Не требовать от нее положительных, нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней сведения, а ничего иного. Знаю, что можно искать в ней и прекрасное, но прекрасное не для всех. Оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенной чувствительностью. Не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествия. Странствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие тиною, и целебные и ядовитые растения. Романисты, поэты, изображают добродетели и пороки, ими замечены злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, в географах. Извесьте о любопытных вам предметах, требуйте от них того же, чего от ученых, истинных показаний. Читайте землеописателей, и не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти вами или не вполне, или совсем не испытанные, нравы, выражения которых, может быть, вы бы сами не заметили. Узнайте положения, в которых вы не находились, обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели. Приобщите к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей, и бытием их пополните ваше. Ежели показания их верны, впечатление вами полученное будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных простей, дозволенное в ней проведением, конечно, неразвратительно, и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть. Как прекрасен порог, как отвратительно добродетель. Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием, справедливые или несправедливые его показания. Критика может жаловаться также на неболноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие. Иностранные литературы имеют книги, по счастью, неизвестные в нашей. Это подробные откровения всех своей нраве чувственности, подробная хроника развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания неполны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости. Какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений? Выразите также полно чувства последующие, как полно выразили предыдущие. И картина ваша не будет безнравственную. Одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастия, злоупотребляющие силами юности, опишите и следствие злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость, сластолюбца, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным, раннюю падок умственных его способностей. Что будет поучительнее? Изображение преждевременно посидевшего разврата в страданиях благоприобретенного недуга, смешащего, неприродным, но заслуженным тупоумием. И в этом изображении не будет ничего насильственного. Невоздержанность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни. Временное тело обретает ее во времени, между тем, как неумирающий дух находит ее только в вечности. С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения в очистические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата. В эротической поэзии чувственность обыкновенно уравновешивается чувством, и большая разница живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать свое нравие разврата, которое нельзя удовлетворить без преступления. Славить вину и обеды не значит проповедовать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевавший иногда красоту и пиршество, Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях, Богданович, который киприду иногда являл беспокрывалом, Батюшков, Пушкин, написавший несколько эротических велегий и ваксических песней, конечно, не безнравственные писатели, не говоря уже о том, что сии писатели не ограничились выражением одного чувства, что подражатель Анакриона в то же время певец, Фелиции певец Бога, что автор стихотворения счет поцелуи, в то же время творец Ермака и переложитель высоких песней Давида, что душенька изобилует не одними сладострастными картинами, что между шалобливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие, что автор Руслана в то же время автор Годунова, и что никто не принуждает читателя целой книги и стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое впечатление, которого исправит впечатление первого. Вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку, и если действие не вредит в доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого. Тем не менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований, что упрекать в развратах эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакрион не желал быть Гомером, проперцией Вергилием, шалье Росином и так далее. Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственней. Но только Гомеры, Шекспиры, являют нам полный мир в своих творениях. Дарвания односторонние обрекают других на изображении частностей. Произведение одного имеет нужду быть поясненным, пополненным произведением другого и писателей сего рода только в своей совокупности доставляет нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель. Или не читайте, или читайте все, иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием все равно, что читать одну страницу в писателе многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологе злодея искусными софизмами, одобряющего себя к преступлению. Остановитесь на нем, и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния. Но прочтите все творения, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна, так как книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке. Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Моя нянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, не сообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет, и можем все видеть и все слышать, мы можем и все читать. До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных с положительную нравственную целью. Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Ныне тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо, но всякие чувствуют, не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнить со вредом, причиненным неверным изображением характера, страсти или картины. Всякие чувствуют, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенно пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие. Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин неотносительных, следственно, мало книг, писанных с нравственной целью, то есть посвященных выражению одной избранной мысли, в которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других и противоречащих. Заключим и надеемся так заключить с нами читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность, но не лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание рождает улику, где решение нравственного вопроса в тот час вызывает исследование и противоречие, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги. Просим читателя судить о нравственном достоинстве наложницы по правилам нами изложенным, а не по правилам исповедуемым господами журналистами, по нашему мнению довольно необдуманным. Конец. Поэма-наложница 1830-й предисловие. Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Поэма-наложница Посвящается Алексею Андреевичу Елагину Глава первая Прощай, Елецкий Ты не весел И расцветает уж давно Пошло мне впрок Твое вино Ух! Я встаю на силу С кресел Не правда ль, братцы? По домам Нет, пусть попляшет Прежде нам его цыганка Ангел Сара Ну что, потешить нас Нельзя ль? Ступай Я сяду за рояль Могу сказать Вас будет пара Хмель разобрал тебя Совсем Она с дремоты Побледнела Ты, Сара Спать поди Зачем До утомления Ты сидела В другое время Господа Прощайте Буйная орда Восколебалася Гуляки Встают Шатаясь На ногах Берут На стульях На столах Свои разбросанные Фраки Свои мундиры Сюртуки Но доброй воле Вопреки Неспоры Сборы Шляпу налоб Надвинув Держит пред собой Стакан Недопитый Иной И рассуждает Надлежалоб Докончить Дело Недвижим Он долго Простоит Над ним Другой Пред зеркалом На шею Свой галстук Вяжет Но рука Его Тяжка И неловка Все Как-то Врось Идут Под нею Концы Проклятого Платка К свече Приставят Рубку Задом Ждет Третий Пасмурный Чудак Когда Закурится Табак Лихие Шутки Сыплют Градом Но Полно Вон Валит Кабак Прощай Елецкой До свидания Прощайте Братцы Добрый путь И сокращая Провожанья Дверь Поспешает Он Замкнуть Один Оставшийся Елецкий Брюзгливым Оком Обозрел Покой Где праздник Молодецкий Порой Недавнюю Гремел Он Чувство Возбуждал Двойное Великолепье Отжилое Штоф Полинялый На стенах Межокон Зеркала Большие Но все И в пятнах И в лучах В пыли Завесы Дорогие Давно Не чищенный Паркет К тому же Буйного Разгулья Всегдашний Безобразный След Вот Опрокинутые Стулья Табачный Пепел Тут и там Ряды Стаканов По столам С остатками Задорной Влаги Тарелки Жирные Кругом И вот На выпуске Печном Строй Догоревших До бумаги И в блеске Утренних Лучей Уже Бледнеющих Свечей Ялецкой Сдумаю Немою Паник Печально Головою Но скоро Поднял Бодрый Взор Вей Закричал Он Черномор Явился Карлик Понемногу Лицо Ялецкого Совсем Уж Прояснилось Между тем Ну Что Соседи Слава Богу Все Хорошо Дружна Со мной Служанка Барышни Самой Ну Мой Красавец Это Славно Смотришь Теперь Когда Куда Пойдут Поедут Господа Что Скажут Все Ты Знай Исправно Об Вас То Был Уж Разговор Не Ложешь Застал Меня Вечер У них Впередний Старый Дядя Не Позабуду Я В мой Век Как Гаркнул Он Медведем Глядя Откуда Чей Ты Человек Я Доложил Что Ж Он Не Смею Эй Говори Не Размышляй Ну Братец Смолвил Он Жалею А уж Твой Барин Негодяй Елецкий Громко Засмеялся Но Тут же На его Чело Густое Облако Нашло Вновь Грустной Думе Он Предался Тихонько Вышел Черномор Открыв Рассеянной Рукою Окно Меж тем Уставил Взор Елецкий Прямо Пред Собою Пред Ним Светло Озарена Наставшим Утром Ото сна Москва Торжественно Вставала Под Раннюю Лазурной Мглой Блестящей Влагой Блеск Дневной Река Местами Отражала Аркада Длинного Моста Белела Ярко Чуден Пышен Московских Зданий Красота Над всеми Зданиями Возвышен Огнем Востока Кремль Олел Зажгли Лучи Его Живые Соборов Главы Золотые Межними Царственно Нагорел Иван Великий Сад Доли Нес Он Бремя И был Ей Чуждым В то же Время И чуждым Больше Чем Другой Глава Вторая Отца И матери Елецкий Лишился В годы Те Когда Обыкновенно Жизни Светской Нам Наступает Череда В нее Вступил Он И сначала Являлся В вечер На три Бала С визитной Карточкой Порой Летел На выезд Городской Согласно С общим Заведением К дядям И к теткам С поздравлением И в Рождество И в Новый Год Скакал С прихода На приход У них В беседах Самых Чинных Без нетерпения Заседал И на обедах Именинных Прибор Всегдашний Занимал Но волей Полной Насладиться Алкал Безумец Молодой И вскоре Начал он Томиться Пределов Светских Теснотой Ему В гостиных Стало Душно Ему Досадно И смешно В них Показалось Одно Другое Глупо Третье Скучно Из них Елецкий Мой Исчез И на желанном Им просторе Между Буянов И Повец Житьем Он Новым Зажил Вскоре Товарищ Скромный Их Сперва Потом Решительный Глава Он И уму Что вдвое Хуже Дал Со страстями Волю Туже Одушевлен В речах Своих Враждою К мнимым Предрассудкам Подвергнул Дерзновенным Шуткам Он Все Святое Для других Развратных Своевольных Правил Несчастный Кодекс Он Составил Всегда Ссылалось На него Его Блажное Болтовство Им Проповедуемых Мнений Иль Половины Их Большой Наверно Чужд Он Был Душой Причастный Лучших Вдохновений Но Сам Не ведая О том Он Был В разврате Хвостуном Его Пословиц Вольнодумных Ничуть Не Новый Впрочем Род Им В свете Дал Обширный Ход И От Людей Благоразумных Чудовищем Со всех Сторон Елецкой Был Провозглашен С Москвой И Русью Он Расстался Края Чужие Посетил Там Промотался Проигрался И В путь Обратный Поспешил Своим Пенатом Возвращенный Всему Решительным Венцом Цыганку Взял К себе Он В дом И Общим Мнением Пораженный Сам Рушил Он Над Ним Смеясь Со Светом Остальную Связь Тут Нашей Повести Начало Неделя Светлая Была И Под Новинская Звала Граждан Московских Все Все Бежала Все Торопилась Стар И Млад Жильцы Лачуг Жильцы Палат Живою Смешанной Толпою Туда Где Словно Сам С Собою На Краткий Срок В Единый Миг Блистая Пестрыми Дворцами Шумя Цветными Флюгерами Средь Града Новый Град Возник Столица Легкая Безделья И Бесчиновного Веселья Народной Живости Кумир Там Целый День Разгульный Пир Там Раздаются Звуки Трубные Звенят Гремят Литавры Бубны Паясы С Зыбких Галерей Зовут Манят К себе Гостей Там Клеппер Чует Чет И Нечет Ножи Проворные Венцом Кругом Себя Индеец Мечет И Бисер Нижит Языком Гордясь Лихими Седоками Там Одноколки Застучав С потешных Гор Летят Стремглав Своими Длинными Шестами Качели Крашенные Там Людей Уносят К небесам Волшебный Праздник Довершая Меж тем С веселым Торжеством Карет Блестящих Цепь Тройная Катится Медленно Кругом Меж балаганов Оживленных Ежеминутно Осажденных Нетерпеливую Толпой К забавам Шумным Страсти Полон С утра Бродил Елецкой Мой И вот В один Из них Вошел Он На то Имел Он Все Права И Под Новинским Час И два С полудня Начиная Мода По Снисхожденью Своему Делит Веселости Народа Не Запрещает Никому Окинув Взорами Собрание Остановил Своё Внимание Он Надевиться Молодой Своими Чистыми Очами Своими Детскими Устами Своей Спокойной Красотой Столь Благородным Выражением Сей Драгоценной Тишины Она Сходна Была Свиденьем Его Разборчивой Весны Давно Он Знал Её Заочно С Его Глазами Ненарочно Глазами Встретилась Она Их Выражением Смущена Покрылась Краскою Живою И Отвела Тихонько Взор Елецкий Тронулся Душою Не Зрел Елецкий С давних Пор Румянца Этого Святого Как Бодрость Впутника Ночного На небе Утреннем Горя Вливает Алая Заря Так Точно Жизнью Обновлённой Страстями Долго Омрачённой Душе Его Дохнул Тогда Румянец Нежного Стыда Он К милой Думе Умилённой Летит Меж тем Она Встаёт Девице Руку Подаёт Её Сосед Старик Почтенный Из балагана Идут Вон И Их В толпе Теряет Он И Незнакомку Молодую С тех пор Он В сердце Заключал И Скоро Веру Волховскую Свою Соседку В ней Узнал Ей Дядя После Объяснилось Служил Заботливым Отцом И Как Бывало Говорилось Держал В Москве Открытый Дом Что Пользы Что Отрады В этом Сношенья Все С враждебным Светом Прервал Он Давнюю Порой Кого И Как Ему Заставить В почтенный Дом Его Представить Его Гонимого Молвой Что Скажет Дядя Оскорблённый Против Него Предубеждённый Как Он Предстанет Даже Ей Но Слишком Свет Его Бесславил С тех Пор Как Он Его Оставил Прошло Промчалось Много Дней Елецкой Мыслил Промежутком Полней Других Созрел Рассудком Он В самом Опыте Страстей И Наконец Среди Пороков Кипевших Роем Вкруг Него И Ядовитых Их Уроков И Омраченья Своего В душе Сберёг Елецкой Битву Проиграл Но Побеждённый Спас Он Знамя И Пред Самим Собой Не Пал Конец Второй Главы Сочинение Евгения Боротынского Эта Запись Сделана Для Проекта LibriVox Все Записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Справок И Помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox Dot Org Евгений Боротынский Поэма Наложница Глава Третья Вседневно Нашему Герою Усердный Карлик Намекал Где Вероятно Встреча Стою Которой Пламенной Мечтою Он Непрестанно Улетал Не Замечаем Непрестанно Непрестанно Сцену Непрестанно Влюбленный Непрестанно Клоками Разладе Этом Забыт Для балов Модным Светом Елецкой Сердцем Унывал Но В зимний Холод Как и Летом Проворный Карлик Не Дремал Донес Он Нашему Герою Что Вера Едет В Маскарад К Таким То Ожил Он Душою Спасибо Молвил Крайне Рад Елецкий Незван Что За Горе На То И Маска Веру Вскоре Увидит Он И Почему С ней В безымянном Разговоре Не Познакомиться Ему И Вот Уже Вечер Маскарада Им Ожидаемый Настал Москва Ли Тешится Не Рада Кипит Народом Светлый Зал Живая Музыка Играет Влад Упоительным Смычкам Кадрильи Вьются Здесь И Там Кругом Волнуяся Мелькает Толпа Гуляющих Гостей И Половина Их Большая Наряд Привычный Соблюдая Тем Выдает Еще Живей Бродящих Рыцарей Шаманов И Орликинов И Брахманов Диан Весталок Флор И Фей Народов Всех Веков И Наций Их Мучит Без Мистификаций Но Не Выходит Хитрых Фраз Я Знаю Вас Я Знаю Вас Здоров Выдав Для Продолжения Недостает Воображение Признаться Надобно Не Нам Сугробов Северных Сынам Приноравляться К детям Юга Метелей Дух Не Создал Нас Для Их Блистательных Проказ К Чему Неловкая Натуга Смеются Наши Образцы Живых Не Дразнят Мертвецы Скрывать Лицо Под маской Душной Как Ведает Читатель Мой Нельзя Девице Молодой Закону Светскому Послушной И Веру Милую Татчас Нашел Елецкой Этот Раз На Мертвеца Он Не Походит И Чуть С Ума Ее Не Сводит От Черномора Знал О ней Он Много Этих Мелочей В Которых Тайны Роковые Девицы Видят Молодые В Словах Запутанных Своих Он Намекает Ей О них И Удивления И Смущения Полна Горит Она Лицом И Вот Выходит Из Терпенья Я Как Обманутая Сном Скажите Ради Бога Кто Вы Вы Любопытны Как Дитя Итак Со Мною Не Шутя Вы Познакомиться Готовы Нежданным Именем Моим Я Испугаю Вас Как Скучно Все Шутки Я Не Склонен К Ним И Остерег Вас Добродушно Я Дух И Нет Глуши Жилья Где Я Незримой Не Был С Вами Все Чутким Ухом Слышу Я Все Вижу Зоркими Очами Не Бойтесь Слушаю Гляжу Я С Полной Преданностью Дружбы Неожидаемые Службы Я Вам Догадливо Служу Однажды Перед Ваши Очи Я В виде Смертного Предстал В ту Пору Сумрак Летней Ночи Мне Образ Видимый Давал Вы Узнаете Ваши Сказки Вы Продолжите До утра Смотрите Все Снимают Маски Снимите Свою Пора Не Мне Оставьте Попеченье Я Не Исполню Ваш Приказ Лицо Открыл Бо Я Для вас Без Выражения Без Значения Нет Нет Я Вспомню Веселей Сей Разговор Непринужденный Почти Нежданно Уловленный Счастливой Маскою Моей Чем Взор Холодного Смущения Который На лицо Мое Вперите Вы Когда Ее Сниму Я Вам Из Угожденья Нет Я Б Не Мог Его Снести Прощайте Я Нездешний Житель В Мою Безвестную Обитель Я Должен Вовремя Сойти Ялецкой Тихо Удалился Уж Был Увыхода И Зал Совсем Казалось Покидал Но У дверей Остановился Еще В последнее Желал Взглянуть На Веру Он И Встретил Ее Невинный Тихий Взор Прочел В нем Дружеский Укор Мольбу Нему В нем Заметил И Скинул Маску Вере Зрим Он Был Единое Мгновенье Толпа Сгустилась Перед Ним И Он Исчез Как Привиденье Глава Четвертая Когда Из Блеска Жизни Светской В Котором С Верою Своей На Миг Так Близок Был Елецкой Отшельник Снова Чуждый Ей В Своих Стенах Он Очутился Казалось Грустному Ему Что Вновь Как Узник Погрузился Он В Ненавистную Тюрьму И Скоя И На Одно Мгновенье Его Исторгло Сновиденье И Веры Милый Идеал С тех Пор Его Воображенье Еще Сильнее Волновал Часы Летучие Мелькали И В темном Сердце Заставали Все Ту же Думу Тот Желик Чего Надеяться Могу Я Порой Умыслил Он Тоскуя Нет Заглушу Сердешный Крик Напрасно О единой Вере Мечта В душе Его Жила Одна Внимаема Была Когда Бы Мог По Крайней Мере Свободно Видеться Он С ней Как Всякий Светский Дуралей И Предан Грустному Утомлению Досадой Тайною Язвим Он Ищет Способов К Сближению Но Недоволен Ни Одним Мысль Наконец Ему Блеснула Душа В нем Весело Вздрогнула Прекрасно Шепчет Я Решен В Театр Они Сомненья Нету Хоть раз Поедут В Зиму Эту Гей Черномор Явился Он Послушай-ка Сказал Елецкий Подъезд У нас Точь-в-точь Соседский Вход Не Походит Ли А Что Ж Веди Поистине Похож Да Что Вам В Этом Пригодится Не Знание Тьма А Знание Свет Предупреди Когда Случится Им Для Театра Взять Билет Не Слишком Долго Ждал Елецкий Один Предмет Беседы Светской Сердец Чувствительных Кумир Любимец Лож Райка Портера Жоко Влечет К себе Весь Мир В театр Сегодня Едет Вера Захлопотал Елецкий Наш Кровь Заиграла В нем Живее Зовет Людей Найти Скорее Точь-в-точь Соседский Экипаж Теперь Смотрите Слушать Слово С ним У театра Ближе Стать К подъезду Прежде всех Подать Крича Карета Волховского Вмиг Посадить Господ Потом И Привезти Ко мне Их В дом Давно Громада Городская Покрылась Ночью Темнотой Давно Прохожих Окликая Раздался Будочников Ввой У моего Повес Повер 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 Наконец Пред Самым Домом Карета Покатилась С громом Затрясся Зазвенел Весь дом И Тишина Тот Час Потом В чужом Повер И счастливо он познакомлен Боже мой Иван Петрович Волховской Елецкий давнего Почтения исполнен к гостю Своему и безо всякого сомнения На днях представится ему Пока беседу Вел такую со старым дядей Наш герой Он на племянницу молодую Украдкой взглядывал Порой Бесценный взор он думал Встретить Узнание думал в нем заметить Напрасная Надежда Он не на него был Обращен Дверь в глубине туманной Зала внимание веры Привлекала под ярко Пурпурным платком Оттуда смуглое Лицом сверкая Черными глазами Блистая белыми зубами Глядела Сара Взоры их Какая сила сопрягала В соображениях каких Мысль у обеих утопала Елецкой Проводив гостей Был вне себя От восхищения Ему не будет затруднения В свиданиях с верою своей Зачем же способ этот странный К знакомству с ней был избран им Или он не мог путем другим Достигнуть цели им желанной Зачем со светом не искал Он понемногу примирения Он срок желанного сближения Надолго этим отлагал К тому же Однажды свет оставив Свою вражду к нему Ославив Он Изменить себе Краснел И вновь искать в нем Не хотел Но может быть причиной главной Был дух Природно-своенравный Притивший завсегда Идти ему по битому пути Сей дух Который отступления Незрелых лет Его рождал Мог даже в годы Размышления Им обладать И обладал Конец четвертой главы Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Поэма «Наложница» Глава пятая Едва веселыми лучами День новый Окна озлотил Елецкой Скорыми шагами Уже по комнате Ходил Порой в забвении глубоком Остановясь Прилежным оком Во что-то всматривался он Во взорах счастье Выражалось Перед душой его Казалось Летал веселый Светлый сон Через мгновенье Пробужденный Он тем же чувством Озаренный Свою прогулку Продолжал И скоро Снова Прерывал В покое том же Занимая диван Цыганка молодая Сидела бледное лицом Усталость Выражали Очи Казалось В продолжение Ночи Их Сара Не смыкала Сном Она порывисто Чесала Густые Черные Влосы И их На темные Красы Ногих Плечей Своих Метала Она склонялась Головой Но на Ялецкого Порой Взор Из-под лобья Подымала Какою злобой Он Дышал Другой мечты Душою полон Подруги Он Не замечал К ней Напоследок Подошел Он Что это Смотришь Ты Совой Сказал Он Сара Что с тобой Домолви Слово Ах мой Боже Ты ждешь Ответа Моего Вот он Я знаю Отчего Ты так Доволен Отчего Же Меня Ты думал Обмануть Когда Вчера Кривя Душою Ты мне Заботую Такую Скорей Советовал Заснуть Устала Сара Дремлешь Сара Ляг Сара Спать И я Легла Да уж Нарочно Не спала Давно Грозит Мне Эта Кара Давно Я Брошена Тобой Ты Сутки Целые Порой Двух Слов Со Мно Не Произносишь Любимых Песен Петь Не Просишь Да И по Ком Твоя Душа Уж Так Смертельно Заболела Я Вчера Я Разглядела Совсем Нехороша Так Вот В чем Дело Сара Знает Какая Ждет Ее Судьба За то Что Служит Угождает Тебе По воле Как Раба Со Знатной Барышней Своею Ты Обвенчаешься А с Нею Простишься И ее На двор Метлою Выметут Как Ссор Ты Совершенно Сумас Бродишь Какие Странные Мечты По пустякам Горюешь Ты И на Меня Тоску Наводишь А Кто Бывало Говорил Ко Мне Ласкаясь То И Дело Тебя Я Сара Полюбил Жить Одному Мне Надоело Будь Мне Подругою Со Мною Живи Под Кровлею Одной Я Нравом Весел Живо Шумно В пирах И песнях Засегда Мы Будем Проводить Года Я Согласилась И Безумно Что Речей Тобой Забыта Половина Я Говорил Твоя Судьбина Не Будет Скована С Моей Покуда Люба Жить Со Мною Живи Наскучила Прощай Былую Радость Поминай С Твоей Свободой Той Порою Я Выговаривал Мою Но Я Тебя Не Узнаю И Сердце Будущим Тревожа Ты На Цыганку Не Похожа Ваш Род Беспечен Проклят Он Он Человечество Лишен Нам Чужды Все Края Мирские Мы На Обиды Рождены Забавить Прихоти Чужие Для Пропитания Мы Должны Я О Себе Молчу Цыганка Вам Не Подруга А Служанка Она Пляши И Распивай А Сердцу Воли Не Давай Оставь Пустые Опасения Не Разлучимся Мы С тобой Хотя Другого Поколения Родня Я Вашему Судьбой И Я Как Вы Отвержен Светом И Мне Враждебен Сердце Глаз Не Распадется Верь Мне В Этам Цепь Сопрягающая Нас Когда С Цыганкой Молодою Судьба Ялецкого Свела Своей Разбульную Душою Она Мила Ему Была Я Горе Знать Не Буду С Нею Каких Тяжелых Черных Дум Мне Иногда Гнетущих Ум Свободной Резвостью Своею Не Удалит Она Сейчас Кому При Блеске Этих Глаз Приснятся Мрачные Печали Так Думал Он Но Дни Мелькали К Ее Душе Своей Душой На Продолжительное Время Не Мог Пристать Елецкой Мой Ему Потом Уж Стали В Бремя Затеи Девы Удалой Не Принимая В них Участья Уж Он Желал Другого Счастья Души С Которой Мог Б Он Делиться Всей Своей Душою Надеждой Темный Увлечен Он Царь Пробовал Порою Передавать Свои Мечты Но Образованного Чувства Язык Для Дикой Красоты Был Полон Странной Темноты Она Когда любовью Вспыхнув К вере Он Нравом Стал Еще Мрачней Она Развлечь Его Хотела Она Родные Песни Пела Она По стульям По столам С живыми Кликами Скакала Она При нем По пустякам Как можно Громче Хохотала Но Завсегда Ее Смущал В то Время Взор Его Брюзгливый Пред ним Порыв Ее Игривый В одно Мгновенье Упадал Она Сердилась И роптала И грусть Давила Сердце Ей И Бесполезно Призывала Она Свободу Прежних Дней Глава Шестая Едва Забывшись Пробудился От грезы Счастья Наш Герой Но От того Своей Душой Для веры Он Не Изменился И Волховскому Отдал Он Ему Обещанный Поклон Однако Вряд Бы Согласился К себе Принять Его Сосед Когда Б Случайно В самый След Других Гостей Он Не Явился Елецкой Строгим Стариком Был Встречен Вовсе Неприветно Он Показал Ему Заметно Что Поневоле С ним Знаком Елецкой В доме Все Это Ведая Подробно Елецкой Наш Весьма Удобно Мог Всякий Раз Являться В дом Совсем Не Видим Стариком Как Как Часто В середине Бала Когда Уж Музыка Играла Иль Папури Иль Катильон И Вера Со Своим Танцором Наскуча Пошлым Разговором Погружена В сторонний Сон Глазами Молча Провожала Среди Блистательного Зала Пред Нею Вьющиеся Четы Елецкой Речью Своею Нежданно Слышимой За нею Вдруг Прерывал Ее Мечты Довольно Холодно Сначала С ним В разговор Она Вступала Но Оживлялась А потом И Ободрен Ее Вниманием Он Был Заманчивым Свиданием К Свиданию Новому Влеком Однажды Он За стулом Веры Средь Вихри Бального Сидел В своих Речах Уж Не умел Он Соблюдать Холодные Меры Она Исчезнула Лишь Он Над Пылким Сердцем Всякой Власти Уж Говорил Открыто Он С ней Языком Открытой Страсти Кончая Дайте Мне Ответ Он Молвил Многое Во вред Мне Городская Злоба Трубит Сжился Я Со Враждой Молвы Но Вы Что Думаете Вы О том Который Вас Так Любит Что Все Другие Даже Мне Еще Известнее Как Право А Вас Рассеянная Слава Как Должна Верить Я И Вполне Вам Всех Известней Вы Всех Строже Но Почему Же Отчего Же Когда Глаза Мои У вас Меня В обман Не Приводили Словами Вашими Верой Обнажил Им Теперь Ему Как Ей Самой К Ней Обратиться Он Прибавил Безумный Миг Меня Заставил Ошибся Я В себе И В ней Нет Нет Я Не Был С Нею Дружен Я Для Души Ее Не Нужен Нужна Другая Для Моей И Тихо Речь Его Журчала За Верой Ей Одной Слышна Но Что Вникала Ли Она В Слова Его Она Молчала Была Чуть Чуть Обращена К Нему Щека Ее Одна Но Это Легкое Движение Заметить Было Мудрено Злословье Самое Оно Не Привело Бы В Искушение Ей Изменяло Лишь Одно Внимание К балу Притупело И Краснощекий Офицер Тогдашний Верин Кавалер Ее В то Время То И Дело К Порядку Танца Побуждал И Ей Фигуры Толковал Природа Веру Сотворила С живою Нежною Душой Она Ей Чувствовать Судила С опасной В жизни Полнотой Недавно Дева Молодая Красою Свежую Блистая Вступила В вихрь Городской Она Еще Не Рассудила Не Поняла Души Своей Но Темною Мечтою В ней Она Уже Проговорила Странная Суетность Была Она Плениться Не могла Ее Несвязанную Судьбиной Хотела Б Сердце У нее Себе Избрать Кумир Единый И тем Осмыслить Бытие Тут Романтические Встречи С героем Повести Моей Его Задумчивые Речи Тревожить Стали Душу Ей Одно Быть Может Впечатление Ей Берегло Воображение Его Рассеял Он С Какой Благополучную Душой С тех Пор Она Ему Внимала С Какую Сладостью О нем В невольном Забытии Своем Уединенная Мечтала Как Новой Жизнью Дыша Легко Ей Было Как Блистала Как Ликовала В ней Душа Девица Юная Не Знала Живого Счастья Полна Что Так Доверчива Она Одной Отравой В нем Дышала Что Сей Приветный Ветерок Ее Ласкающий Так Нежно Грозы Погибельный Пророк Что Вдруг Дохнет Она Мятежно И мир В глазах Ее Затмит И Все Красы Его Разрушит И Все Цветы Его И Сушит И Жизни Путь Опустошит Конец Шестой Главы Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекту Пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Поэма Наложница Глава Седьмая Летели Дни Свои Свидания Елецкой С верой Продолжал И с каждым Больше Упованья Любви Своей Он Обретал Увы Старательно Скрывая Заботу Сердца Между тем Наверно Дева Молодая С ним Не обмолвилась Ничем Но Не владела выражением Лица Невинного Она На нем Со всем Ее смятеньем Была душа Ее видна Любимая С ропотом И мукой Елецкой Сам себе Твердил Великий Постуш Подходил И с верой Скорую Разлукой Разлукой Долгою Грозил В сии Недели Покаяния У Волховского Балов Нет Затворит Дом Ему Сосед Нет Мыслит он До расставания Во что бы ни было Должна Решить Судьбу Мою Она Он Ждет Удобного Мгновения И Вера Время Разлучения Предвидя Днями Дорожит И Их Считает И Грустит Уехал Глядит Елецкой Перед ней Стоит Не Беспокойтесь Ради Бога Какая Странная Тревога У вас Написана В глазах Я вас Прошу Не уходите Чего боитесь Вы Сидите Я Все Скажу Вам В двух Словах Я Не могу Остаться С вами Подите Разговор Такой Мне Неприличен Боже Мой Одна Я Видите Вы Сами Подите Наперед Я Знал Что Я Застану Вас Одною Одну Я Видеть Вас Желал Остаться Должно Вам Со Мною Вам Должно Выслушать Меня Оставьте До Другого Дня Я Умоляю Вас Подите Мой Дядя Будет Тей Жи Час Один Вопрос Люблю Я Вас Вы Это Знаете Скажите Я Равнодушен Вам Или Нет На Все На Все Один Ответ Подите Вы Ли Говорили Я Ль Слышал Вас И Не Во Сне Я Нелюбим Зачем Мне Давно Вы Это Не Внушили Своей Холодности Зачем Вы Мне Этот Час Не Показали Зачем Скажите Мне Внимали Вы Так Приветно Между Тем Зачем Глаза Мои Встречая Не Отводили Ваших Глаз Зачем Дышала Всякий Раз В них Дума Нежная Такая Дитя Кокетки Записной Постигнув Опытную Ролю Признайтесь Вы Играли В Волю Моей Безумной Душой Кто Б Мог Подумать В Ваше Лето Мою Любовь Мне Не Забыть Желал Бо Я Ее Предмета Не Презирать Но Так И Быть Прощайте Нет Такого Мнения Я Не Оставлю Ни за Что Не Правы Ваши Заключения Я Прямодушна Я Не то Сказать Хотела Нет Просите Руки Моей И Если Вы Вы Мне Об Этом Говорите Я Давний Ужас Всей Москвы На Наш Союз Ваш Дядя Строгий Не Согласится Никогда Молитвы Будут Без Плода Нет Вера Нет Другой Дорогой Идти Нам Должна Для Я Изумлена Таким Нежданным Предложением Нет Это Будет Преступлением Нет Я И Думать Не Хочу Я Так Ужасно Огорчу Того Который Все Забудет Он Нашим Счастьем Счастлив И Напоследок Справедлив Он И Ко Мне Наверно Будет Ему Вам Нужно Обещать Я Буду Сыном Самым Нежным Страдал Я Долго Безнадежным Ах Вера Снова Ли Страдать Меня Вы Любите Судьбиной Оставлен Нам Исход Единый Ах Вера Вера Сердце В вас Сей Миг Решительный Измерит Меня Печально Разуверит В нем Молодушный Ваш Отказ Все Все Он Кончит Между Нас Бегите Вера Дайте Руку Не На ужасную Разлуку С которой Не Сживуся Я Но На Союз Святой И Вечный Мой Милый Друг Мой Друг Сердечный Скажи Не Правда Ль Ты Моя Люблю Люблю Я вас Но Что Ж Что Предлагаете Вы Мне На Что Решусь Я Боже Боже Подумать Дайте В Тишине Я Знаю Горестная Мера Но Ты Ль Не Видишь Нет Иной Решись Не Нынче Нынче Вера Сегодня Друг Бесценный Мой Недолго Дева Молодая Еще Противилась Ему Он Нежно К сердцу Своему Прижал Ее Лицом Пылая Потупя Взор Склонив Главу Она Умом Изнемогала И Ни Во сне Ни Наяву Свое Согласие Прошептала Елецкий Ликовал Душой По темной Улице Домой Он Шел Походкою Веселый Но У порога Своего Остановился Ум Его Смутился Думаю Тяжелый Там Сара В голове Своей Уже Елецкий Принял Меры Чтоб Неприличной Встречи С ней Вновь Не Подвергнуть Милой Веры Москву С невестой В эту Ночь Покинет Он Обряд Венчальный Он Совершит В деревне Дальной Он Все Предвидел Все Точь В Точь Обдумал Сары Он Не Знает Любовью В ней Не Почитает По Нем Расчетливой Любви Не Верит В ней Ревнивой Муке Из Них Любую Призови Все Тверды В Нужной Им Науке Так Мыслил Он Но В этот Миг Или Сару Лучше Он Постиг При Наступающей Разлуке Упрек В душе Его Возник На тот же Час Его Внушение Он Опроверг В уме Своем И Отряхнув Недоуменье Вошел В свой Дом Где В то Мгновенье И Сара Думала О нем Глава Восьмая Грустила Брошенная Сара Но В этот Вечер Было Ей Еще Грустней Еще Тошней Почти Болезненного Жара Была Тоска Ее Полна В своем Волнении Она Платком В лицо Себе Махала Прохлады Воздух Не давал Но Кровь Ей Пущи Волновал Иглу К работе Принуждала Колола Пальцы Ей Игла Гадать Цыганка Начала Еще Тошнее Карты Врали Когда Ей Счастье Предрекали И наводили Страх Когда В них Выходила Ей Беда Их Со стола Она Столкнула Шитье Отбросила Вздохнула На стол Локтями Опершись Цыганка Стиснула Руками Чело И Смятыми Кольцами В круг Пальцев Кудри Обвелись Закрыв Глаза Она Сидела Вдруг Шепчут Сара Сара К ней В покой Из боковых Дверей Цыганка Старая Глядела Ненила Ты Води Скорей Я Заждалась Тебя Ненила Совсем Я брошена Совсем Не укажу Ему Ничем Хотя Бо Ты Мне Услужила Что Принесла Ли Принесла Да А там Меня Меня Ты Не Обидишь Тут Трафта Трафта Босиком Везде Ни Пив Ни Е Колдуньи Сбирать Их Надо В Полнолуни Да Нашептать Еще Потом Ты Мне Поверь Моя Красовка Придут Благие Времена Как Я Тобой Одолжена Но Там Идут Его Походка Поставь Подарок Свой На Стол Да И Прощай Уйди Отсель Уйди В самом деле Елецкий В комнату Вошел В глазах Его Была Суровость Пред Сарой Молча Он Ходил Речь Наконец К ней Обратил Тебе Сказать Я Должен Новость С тобой Я Скоро Расстаюсь Послушай Сара Я Женюсь Лицо У Сары Побледнело И Загорелось В тот же Миг Нож Острый В сердце Ей Проник Оно То Стыло То Кипело Хотела Б Смертная Тоска Излиться Воплем И Слезами Рвались Бурными Волнами У ней Попреки С языка Но Эти первые Движения Она 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 В себе Перемогла И Голос Мирный Обрела Хотя Дрожащие От Волненья Давно Я Этого Ждала Не Удивишь Меня Разлукой Сказала Сара Долгой Мукой Я Приготовлена Была А Скоро Ль Свадьба В Доме Этом Я Не Ночую Не Жалей О Старине В Судьбе Твоей Я Обязуюся Ответом И Уж Подумал Я О Ней Довольно Будешь Мне Не Нужно Постылых Милостей Твоих Не Беспокойся И Без Них С Тобой Расстануть Я Дружно Пенять Не Буду Я Тебе Желаю Весело Счастливо Теперь Не То Какое Диво Не Все Стоять Одной Судьбе У Нас Верна Одна Могила А Кто На Свете Долгом Как Ты Сегодня Разлюбил Так Я Бы Завтра Разлюбила За Что Сердиться Очень Рад Дай Року Сара Пред Тобою Я Совершенно Виноват Я Вижу Вышитый Душою Чем Полагал Доселе Я Ты Не Притворщица Пустая Обыкновенье Ваше Зная Я Ждал Упреков Слез Вытия Спасибо Нет Их Без Сомненья Простимся Дружно Мы С тобой Мила Ты Сара Плач И Вой В Душе Ну Что До Закрушения В слезах И воплях Толку Нет Мы Расстаемся Власть Господня Простимся Весело Сегодня Я Именинница Мой Свет В последний Раз Мое Здоровье Ты Должен Выпить Но До Дна Как В старину Смотришь Условья Не То Сейчас Заплачу На Твое Здоровье Рад Душою И Вот Ни капли Нет На Дне Теперь Довольна Ли Ты Мною Спасибо Сядь же Ты Ко Мне Поговорим По Старине И С равнодушным Послушанием К ней На диван Елецкой Сел Но Далеко Уже Мечтанием Он На часы Свои Глядел Скажи Скажи Мне Сара Продолжала Судьбою Новою Своей Доволен Ты А Что Ей Ей Я Коротко Твой Нрав Узнала Не Переменишься Ты В нем Привык Ты К Беззаботной Доле Возгольной Жизни Вольной Воле Стошнишь Порядочным Житьем Наскучит Твердо Предрекаю Тебе И Милая Твоя Тебя Наскучила Жи Я Жаль Бедный По себе Я знаю И Слишком Знаю Каково Как Я Бы Выла И Рыдала Когда Бы Втайне Не Питала Еще У Сердце Моего Одной Надежды Полно Что Ты Все Были Кончены Расчеты Что За Надежда Брежу Я И Как Равняться Я Посмею Невеста И Счастливой Твоей Они Единая Мысль Твоя Ты Ею Дышишь Ах Царица Царица Светлая Она Я Перед Нею Пыль Одна Но Вум Придет Женебы Лицам Забудь Любовь Свою Начал Какая Разница Межна Что Я Цыган Говородил Что Нет За Мною Сел Харом Что Говорить Не Научилась Я Иностранным Языком Вот Все Не Шутка Очень Знаю Но Сердцем Я Не Уступаю Твоей Невесты Чем Она Любовь Поны Не Доказала Какие Слезы Проливала Что Перенять Была Должна А Я Что Слез Я Источила Каких Обид Не Проглотила Молчание Горькое Храня Ты Разлюбил Я Все Любила Ты Гнал Безжалостно Меня К тебе Я Злобному Ласкалась Как Собачонка Рассмотри Меня Получше Говори Такая Ли Я Тебе Досталась Глаза Подухнули От Слез Лицо Завяло Грудь Исохло Я Только Только Что Не Сдохла Ты Все Молчишь Тебе Нанес Я Много Горя Я Не Ведал Когда Другой Мой Жребий Предал Что Ты На Что Со Мною Свет В Глазах Темнеет Все Кружится Мне Дурно Сара Дурно Нет Я Знаю Что В Тебе Творится В Душе Метущейся Твоей Я Чудным Чудом Оживаю Разлучницы Проклятой В ней Бесовский Образ Погашает Бледнеешь Ты Не Мудрена Измена Мне А Я Страшна Будь Я Теперь Моя Судина Томись Она Крушись Она Стоски Истохни Как Лучина Умри Она Ты Мой Приди Прижмись Опять К моей Груди Очнись От Пютого Угара Приди И Все Забуду Я Узнай Меня Узнай Я Сара Я Сара Прежняя Твоя Цыганка Страстными Руками Его Рыдая Обвела И Жадно К сердцу Повлекла Глядел Он Мутными Глазами Но Не Противился Главой Он Даже Тихо Преклонился К ее Плечу На нем Немой Казалось Томно Позабылся По Грозной Буре Тишина Влилась Отрадно В сердце Сары Он Мой Подействовали Чары С восторгом Думала Она Но Время Долгое Проходит Он Все Лежит Он Все Молчит Едва Дыхание Переводит Цыганка Милый Мой Он Спит Проснись Красавец Зов Бесплодный Миг Страшной Истины Настал Она Вгляделась Труп Холодный В ее Объятиях Лежал Конец Восьмой Главы Поэмы Цыганка Сочинение Евгения Боротынского Это запись Сделана Для проекта LibriVox Все записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox Dot Org Евгений Боротынский Поэма Наложница Глава Девятая Стояла Ночь Уже Давно Городские Стогны Опустели В домах Уснувших Ни одно Не озарялося Окно Все Одинаково Чернели Луна Не светит Все Молчит Лишь Ветер Воет И свистит Метель Да кровель Воздымая Обету Своему Верна До самой Улицы Одна Доходит Вера Молодая Никем Не встречена Она В лицо Суровый И холодный Ей Дует Ветер Непогодный И ночь Ненастная Черна Она Стоит Она Мгновенья Считает Полное Волненья Бегут Мгновенья Вера Ждет Он Не приходит Не Придет В ней Сердце Замерло Девицу Приемлет Снова Прежний Кров Уж Ранний Вой Колоколов Порою Той Будил Столицу И в город Сквозь ночную Тень Уж Голубея Крался День Погиб Жених Ее Мгновенный Слугами Вынесенный В зал Труп На столе Уже Лежал Их Смутным Роем Окруженный Который Сброд Обыкновенный Зевак Захожих Умножал Цыганка В вечер Тот Несчастный Внезапно Скрылась Лекарь Частный С двумя Квартальными Стоял И подозрительной Рукою Перед Встревоженной Толпою Труп Посинелый Осизал Но Должностной Обряд Исправлен Для любопытства Пищи Нет Зал Полицейскими Оставлен Все Разбрелись За ними Вслед Зал Опустел Псалтырь Читая Дьячок Остался С мертвецом Да Горькие Слезы Кулаком Ежеминутно Отирая В углу Стоял Потупя Взор Осиротелый Черномор Холм Под которым Спит Елецкий Где он Забыл Любовь Вражду Где равнодушен Он К суду Толпы И светской И несветской Уж Не однажды Порастал Весенний Новую Травою И снег Пушистой Пеленою Его Не разу Ж покрывал Но Долг Ль Юноша Несчастный Жил В сердце Веры Много Ль Слез Ее Сердечных Первых Грез У Ней Исторг Обман Ужасный В ту же Зиму С дядей Стариком Покинув Город Возвратилась Она лишь Года два Потом Лицом Своим Не изменилась Блистает Той уже Красой Но Строже Смотрит За собой В знакомство Тесное Не входит Она Ни с кем Всегда Отводит Чуть-чуть Короткий Разговор Подчинены Ее движения Холодной Мере Верен Взор Не изменяя Выражения Не выражает Ничего Блестящий Юноша Его Не оживит И Нетерпенья В нем Не заметит Старый Шут Ее Смешливые Подруги В нескромный Смех Не вовлекут Разделены Ее Досуги Между Роялем И Конвой В раздумье Праздном Не видали И Никогда Не заставали С романом Веры Волховской Девицей Самой Совершенной В устах У всех Она Слывет Что Ж Эту Скромность Ей Дает Увы Тоскою Потаенной Еще Ль Душа Ее Полна Еще Ль Носит В ней Она О Прошлом Верное Мечтанье И Равнодушно Ко всему Что Не Относится К нему Что Не Его Воспоминания Или Созрев Умом Своим Уже Теперь Постигла Им Она Безумство Увлечения Уразумела Как Смешно И Легкомысленно Оно Как Правы Принятые Мнения О Романтических Мечтах Или Теперь В Ее Глазах За Общий Очерк В Мир Забвенья Полусвершенный Ею Шаг Стал Детской Шалостью Одною И С утонченностью Такую Осмотру Светскому Верна Его Сама Перед Собою Желает Искупить Она Одно Ль Другое Ль В ней Виною Страстей Безвременной Тиши Утрачен Верой Молодою Иль Жизни Цвет Иль Цвет Души Куда Заснувшую Столицей При Ярком Блеске Зимних Звезд В санях Несется Вереницей Весельчаков Ее Подъезд К Цыганам Пред Знакомым Домом Остановились В двери С громом Стучат Привычную Рукой Им Отворил Цыган Седой В хоромах Спящих Тьма Густая Но Путь Знаком Толпа Лихая Спешит Проникнуть В тот Покой Где Ночи Шумной Ожидая Еще С вечерней Первой Мглой В свои Постели Пуховые Легли Цыганки Молодые Уж гости Ветреные Там Уж Кличут Дев По Именам Но Все Египетское Племя В непродолжительное Время К приезжим Шумно Собралось И Двадцать Свеч Кругом Зажглось Дремоту Девы Покидают Встают На Общий Громкий Зов Плотками Плечи Прикрывают Ногами Ищут Башмаков И вот Уж Весело Болтают И Табор К пению Готов Одна Цыганка На постели Сидит Недвижно На гостей Глядит Сердито Роем К ней Подруги Смуглые Подсели Свой Дикий Взгляд Она Хранит Устами Молча Шевелит Или Бессмысленно Порою Вздохнув Качает Головою Но Грянул Своенравный Хор Блеснул Ее Туманный Взор Уста Улыбка Озарила Воскреснув В крике Хоровом Она Веселое Лицом С ним Голос Яркий Огласила Умолкнул Хор И вновь Она Сидит Сурова И мрачна Так Воротилась В табор Сара Судьбы Последнего Удара Цыганка Вынесть Не могла И разум В горе Погребла Вообще Родимые Напевы Уносят Душу Бедной Девы В былые Лучшие Года Так Резвый Ветер Иногда Листок Упадший Поднимает С ним Вьется В светлых Небесах Но вдруг Утихнув Опускает Его Опять Надольный Прах Конец Поэмы Наложница Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Сочинения Евгения Боротынского Эта запись Сделана Для проекта LibriVox Все записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для справок И помощи Проекту Пожалуйста Посетите Сетевую Страницу LibriVox.org Евгений Боротынский Очерк Антикритика В десятом номере телескопа 1831 года Помещен Разбор Наложницы На который Хотя поздно Мы позволим себе Несколько Замечаний Критик Порицая Во-первых Самое имя Поэмы Старается Доказать Что Хотя Не в названии Дело Название Много Значит Имя Не безделица Говорит он По имени Встречают А по уму Провожают Но для того Чтобы проводить Без сомнения Надо бы Прежде встретить Автор Назвал свою Поэму Наложницей Потому что Не нашел Название Точнее Он не полагал Его неблагопристойным Ибо его Употребляют Даже в учебных Книгах В любой Из них Прочтете Турецкий Султан Имеет Столько-то Жон И столько-то Наложниц Он не Почитал Его Низким Ибо Оно Употребляется Поэтами В Борисе Годунове Марина Говорит Самозванцу Вверяюся Тебе Не как Раба Желаний Легких Мужа Наложница Безмолвная Твоя Безмолвная Ежели Не слово То Самый Полный Его Смысл В ежедневном Разговорном Обращении Все Говорят Не краснее О любовниках Людвига Четырнадцатого Должно Заметить Что Заменяют Словом Любовница Другое Порицаемое Критиком Более В избежание Педантизма Нежели Неблагопристойности Конечно Из двух Однозначительных Слов Одно Почитается Престойным Другое Непристойным Но кто Немного Подумает Тот Увидит Что Либо Общество Которому Они Принадлежат Преимущественно Либо Нравы Людей У которых Они чаще На языке Приобщают Их К словам Не оскорбляющим Стыдливости Или Кладут На них Печать Отвержения Но Слово Наложница Не Принадлежащее Языку Разговорному Не Употребительное Нигде Может быть Престойным Или Непристойным Только По существенному Своему Значению Мы Уже Доказали Что Светская Утонченность Не Оскорбляется Смыслом Слова Наложница Следовательно Автор Поэмы Под Сим Именем Могу Потребить Его Не Заслуживая Порицания По Имени Встречают Говорит Критик Это Справедливо Но Кому Вредит Автор Назвав Поэму Свою Наложницей Ежели В самом Деле Это Название Так Ужасно Одному Себе Многие Испугавшись Имени Не Прочтут Сочинение И Что Еще Хуже Не Купят Его Но В таком Случае Автор Не Подвергается Осуждению Моралиста А Только Литературный Делец Может Сердечно Пожалеть О Неловкости Писателя Не Умеющего Сбывать С рук Свои Сочинения Сам Сочинитель Говорит Далее Критик Страница 223 Кажется Чувствовал Что Впечатление Им Производимое Не Совсем Может Быть Выгодным Ибо Поспешил Вооружиться Предисловием В котором Рассуждая О Нравственности Литературных Произведений Старается Укрепить Ее За Новым Своим Произведением И тем Обнаруживает Желание Предупредить Соблазн Которого Очевидно Страшится Конец Цитаты На Странице 238 Изрекая Окончательный Суд Поэме Критик Объявляет Ее Совершенно Невинной Следственно Критик В отношении К нравственности Порицает В наложнице Одно Название Но Автор Не защищает Его В своем Предисловии Он Даже О нем Не Упоминает Следственно Это Предисловие Писано Не с Тою Целью Которую Предполагает Критик Критик Настоящая Эстетическая Нравственность Литературных Произведения Они Они Должны 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 И Довольно Страница 232 Автору Принадлежит Вопрос В чем Состоит Нравственность Литературных Произведений Он Говорит О Литературе Только В отношении Ее К Нравственности Он Моралист А не Эстетик И Должен Рассматривать Литературу Не Как Искусство Но Как Стихию В Одном Случае Вредоносную В Другом Благодетельную Он Не Называет Ее Наукой А Уподобляет Науке Таковые Подобия Весьма Позволены И Мы Увидим Ниже Что Сам Критик На Ни Не Скупится Сравнение Это Довольно Точно Ибо Литература Весьма Немногих Занимает Как Искусство Как Способ Творить Изящное Всех Же Остальных Занимает Она Как Представление Жизни Как Самая Жизнь Ибо Философия Сознала Тождество Бытия И Мысли Жизнь Есть Наука В Обширном Ее Смысли Смысли В Котором Принимает Ее Автор Предисловия Сочинитель Говоря О Нравственности Литературных Произведений Не Ищет Ее В Их Изяществе Потому Что Ищет Условий Нравственности Для Всех Произведений Словесности А Не Для Одних Изящных Изящное Произведение Всегда Нравственно Положим Но Оно Может быть Нравственным И Не Будучи Изящным Что Что В Таком Случа Составляет Его Нравственность Нельзя Ли Найти Закона Обнимающего Как Изящные Так И Не Изящные Творения Автор Видит Его В Истине Показаний С Сим Положением Критик Согласен Ежели Оно Относится К Литературе Вообще Страница 232 Приходится Ли Оно К Изящной Посмотрим Что Истинно То Нравственно Говорит Автор Предисловия Нет Отвечает Критик Что Изящно То Нравственно А В чем Дело В том Что В отношении К Нравственности Обе Формулы Однозначительны С той Разницей Что Одна Объемлет Всю Литературу А Другая Весьма Немногие Из Ее Произведений С той разницей Что Первая Идет Прямо К делу А Другая Требует Объяснений Критик И Приводит Оно И Чтобы Растолковать Читателю Каким Образом Изящное Всегда Нравственно Он Открывает Ему Что Что Вы Думали Что Изящное Всегда Истинно Вот Слова Его Страница 232 Начало Цитаты Объяснимся Подробнее Какое Существенное Назначение Всякого Изящного Творения Воспроизведение Действительной Жизни По образцу Изящества Или Что Тоже Представление Ее В совершенном Равенстве С собою Мысль И действие Разлагают Элементы Из коих Она Слагается Порабощая Их Взаимно Друг Другу Но Изящное Произведение Должно Сдружать Их В совершенную Гармонию Точно Так Как Сдружены Они Рукою Всехудожную В великом Здании Вселенной Которая Есть Образец Высочайшего Изящества Конец Цитаты Что Говорит Критик Что Он Признает Мир Действительным Образцом Высочайшего Изящества Но Сказав Выше Что Нравственность Литературных Произведений В их Изяществе Он Признает Он Признает Его В то же Время Образцом Высочайшей Нравственности Из Чего Следует Что Творение Не Может быть Ни Изящным Ни Нравственным Иначе Как Верно Отражая Действительность Иначе Как Будучи Истинным Неоспоримо Продолжает Критик Что Гармония Составляющая Изящество Великой Вселенной Для Нашего Человеческого Уха Постигающего Ее Только В отдельных Частях И дробных Отрывках Звучит Нередко Яркими Диссонансами Но Сии Диссонансы Спасаются Во Всеобщей Симфонии Бесчисленных Аккордов Бытия Открывающейся Иногда И нам В минуты Превышеземного Одушевления Конец Цитаты Что Это значит Ежели Не то Что Творя Изящное Мы Угадываем Истинное И что Чем Изящнее Творение Тем Оно Истиннее Ибо Сам Критик Говорит Что В минуты Превышеземного Одушевления То есть Художественного Творчества Нам Открывается Симфония Бесчисленных Аккордов Бытия То есть Что В эти минуты Мы видим Яснее Настоящее Устройство Вселенной Следственно Глядим На нее С точки Зрения Самой Истинной Зачем Критик Требует От Сочинителя Предисловия Чтобы он Сказал Что Изящно То Нравственно А не Что Истинно То Нравственно Когда Он Сам Первое Положение Доказывает Последним Когда Из Собственных Слов Его Яствует Что Одно Положение Заключено В Другом Когда Одна Формула Частная А Другая Всеобъемлющая Что Именно Было Нужно Для Его Рассуждения Из Собственных Доводов Критика Следует Что Творение Не может Быть Изящным Иначе Как Будучи Истинным Но Он Объявил Уже Что Ежели Оно Изящно Оно Нравственно Следовательно Ежели Оно Истинно То Тоже Нравственно Это Рассуждение Имеет Всю Ясность И Всю Силу Математического Доказательства И Забавно Напоминает Аксиому Два Количества Равные Одному Третьему Равны Между Собою Это Не Вредит Автору Предисловие И Доказывает Ясно Что Формула Им Употребляемая Приходится Литературе Вообще И Литературе Изящной В Особенности Следовательно Он Употребил Ту Самую Формулу Которую Надлежала Ибо Определено Ею В чем Состоит Нравственность Литературных Произведений Как Изящных Так И Не Изящных Автор Говорит Далее Критик Страница 234 Горько Жалуются На журналистов Которые Требуют От поэтов Чтобы Они Воспевали Добродетели А не Пороки Изображали Лица Достойные Подражания Не Можем Не Подивиться Добродушию Автора Предисловия Который Считает Достойными Опровержения Такие Нелепые Требования Не Более Следовало Уделить Внимание Людям Называющим Нравственными Произведения Только Те В Которых Наказывается Порок И Награждается Добродетель Ежели Еще Таковые Люди Существуют В наше Время Конец Цитаты Предоставляем Судить Публике Существуют Или Нет Предрассудки Которые Опровергает Автор Предисловия А Ежели Существуют Чем Нелепее Тем Он Достойнее Опровержения Но Когда Бы Сии Предрассудки Принадлежали Даже И Немногим Можно Ли Оставлять Их Без Внимания В Сочинении Умозрительном Что Б Сказал Критик О Сочинителе Курса Математики Который Пропустил Б В нем Начальные Теоремы Оправдываясь Тем Что Решение Их Довольно Известно Начало Цитаты Напрасно Пороки Имеют Вид Решительно Гнусный Шуточные Стихи Панара Которыми Он Старается Подкрепить Мысль Свою Ничего Не Доказывают Ежели Некоторые Пороки Кажутся Нам Иногда Привлекательными То Это Непочему Иному Как Потому Что Представляются Нам Не В Истинном Виде Сократ Говаривал Что Если Добродетель Могла Явиться В Человеческом Образе То Нельзя Бы Было Не Полюбить Ее Всем Сердцем Противное Должно Сказать О Пороке Это Положительное Безобразие Конец Цитаты Автор Доказывает Своё Положение Не Одними Стихами Панара Которые Он Выписывает Не В Довод А В Объяснении Своей Мысли Наши Добрые И Злые Качества Так Смежно Говорит Он Что Нельзя Провести Разделяющей Линии Между Ними В Этом Случае Отменно Истинны Стихи Панара Перевод Избыток Холодности Это Равнодушие Избыток Деятельности Суетность Избыток Суровости Черствость И так Далее Вот Естественная Причина Той Привлекательности Которую Имеют Иные Пороки Мы Обмануты Сходством Их Со Смежными Им Добродетелями Но Должно Заметить Что В самом Увлечении Нашим Мы Поклоняемся Доброму Началу А не Злому Автор Показывает Ясно О Каких Пороках Он Говорит О Пороках Смежных С Добродетелями О Пороках Могущих И в других Расточительность За щедрость Упрямство За твердость Гордость За самочувствие И так далее Кто Сомневается В том Что пороки Всегда Остаются Пороками И чем Нибудь До отличаются От Добродетелей Но Ежели В действительном Их присутствии Мы можем Обмануться Нас По необходимости Может подвергнуть Тому же Заблуждению И их Искусственное Изображение От Чего От Того Что Они Не имеют Вида Решительно Гнусного От Того Поневоле Повторяем Фразу Автора Что Они Сходствуют С добродетелями К которым Примыкают Желание Сократа Не опровергает А подтверждает Замечание Автора Он Говорит Добродетель Прекрасно Но Желая Чтобы Она Приняла Видимый Образ И тем Покорила Сердца Людские Он Ясней Показывает Что В действительности Она По его мнению Никогда не предстает нам В полной своей красоте Из чего Следуя примеру критика Мы можем заключить Что по мнению Сократа И порок Никогда не предстает нам В полном своем безобразии Одно Одно из двух Либо Сократ Сетует Что Ни добродетель Ни порок Не являются Нам Беспримеси Либо Он Находит Что Любовь К добродетели Отвращение От порока То есть Законы Нравственности Недовольно Ясно Истекают Из Воззрения На Действительность Сии Оба Смысла В пользу Автора Предисловия И доказывают Только Что Во многих Случаях Не от Сочинителя Такого-то И такого-то Произведения Должно Требовать Больше Осмотрительности А от Судей Его Больше Справедливости Или Внимания Начало Цитаты Хладнокровный Отчет Передающий Официальные Извлечения Из архивов Соблазна И преступлений Сколько Бо Ни Был Справедлив И Полон Есть Произведение Безобразное И Безнравственное Или Лучше Тем Безобразнее И Безнравственнее Чем Справедливее И Полнее Конец Цитаты В Государствах Где Судопроизводство Публично Печатают Уголовные Процессы Со Всеми Их Подробностями Кажется Это В Точном Смысле Извлечения Из Архивов Соблазна И Преступления Никто Однако Ж Не Подозревал До Сих Пор Что Собрание Уголовных Процессов Может Иметь Безнравственное Влияние Одни Любострастные Повести Могут Вредить Нравственности Но Автор Сказал В своем Предисловии Почему Показания Их Неполны Мы Отвечали На все Замечания Критика Касательно Предисловия Доказали Что Критик Или Не понял Или Не хотел Понять Его Ибо Он Беспрестанно Отклоняется От Настоящего Вопроса И Говорит О Законах Изящного Когда Дело Идет О Законах Нравственности Он Не Опровергает Ни В чем Автор Предисловия И Повторяет Другими Словами Его Мысли Чтобы Опровергнуть Предисловие Следовало Опровергнуть Основную Мысль Его Что Истинно То Нравственно Но Только Он Не Опровергает Оную Но И Сам На Нее Опирается Как На Неоспоримую Аксиому Он Упрекает Автора В смешении Понятий В том Что Он Не Умеет Отличить Литературу Изящной От Литературы Вообще Этот Упрек Принадлежит Ему С Большою Справедливостью И Мы Произносим Его Несамопроизвольно Но Основываясь На Неоспоримых Доказательствах Читатель Чувствует Что Критика Заключающая В себе Столько Противоречий Такое Отсутствие Всякой Последовательности В мыслях И доводах С одной Стороны Подвергаясь Нещадным Уликам Анализа С другой Может Повеселить Охотника До шуток Но Орудие Шутки Сделалось В наше Время Слишком Обыкновенным Кто Не смеется Взгляните На наших Полемиков У всех На устах Ядовитая Улыбка Вольтера У всех Под пером Его Ирония Мы Приводили Одни Доказательства Нам Это Показалось Убедительнее И новее Далее В нескольких Словах Критик Отдает Отчет В самой Поэме И Пользуясь Тем Что Автор В своем Предисловии Полагает Что Нравственность Литературных Произведений Состоит В истине И полноте Показаний Он Не Находит В поэме Ни полноты Ни истины Из чего Заключает Что Поэма Безнравственна Однако Безвредна Потому Что Ничтожно Зачем Было Автору Видеть Нравственность В истине Критик Поражает Его Собственным Его Орудием Не Легче Ли Было Ему Ежели Б Он Находил Ее В Изяществе Как То Требует Его Критика Поэма Сказал Б Он Весьма Не Изящно Следственно По собственному Сознанию Автора Весьма Безнравственно Но Утешим Его Она Безвредна Потому Что Ничтожно Выписываем То Что Может Подчесться Положительным Обвинением И Просим Читателя Заглянуть В Десятый Номер Телескопа Дабы Увериться Что Мы Нисколько Не Ослабляем Замечаний Критика И Когда Можно Пользуемся Собственными Его Вся Поэма Кажется Ему Самопроизвольным Сцеплением Случаев Следственно Неестественную Потому Что Первое Елецкой Оледеневший В распутстве До хвостовства Развратом Не мог Воспламениться К вере Идеальную Любовью Второе Елецкой Не мог Обратить На себя Внимание Веры Только Тем Что Подал Ей На бульваре Уроненную Перчатку Третье Дядя Веры Не мог Сесть Ошибкою В карету Подосланную Елецким Ибо Знал В лицо Своего Лакея Четвертое Вера Не могла Согласиться Так Скоро На побег С Елецким Оглашенным Развратником Которого Смуглая Однодомка Была Ее Знакомкой Пятое Приворотное Питье Обратилось В яд Неведомо Каким Образом Поэма Ничтожна Потому Что Кроме Сары Все Лица Без Физиогномии А Елецкой Ничто Иное Как Темный Силуэт Онегина Первое Хвастовство Развратом Нисколько Не Показывает Оледенельности В Распутстве Хвастливость Это В Особенности Свойственно Самой Пылкой Самой Неопытной Молодости Желание Первенствовать Между Повесами Не Есть Еще Любовь К Разврату Это Ничто Иное Как Дурно Направленное Словолюбие Сей Последний Недостаток И Выставлен В Елецком Из Него Не Следует Сердечного Охлаждения Напротив Он Свидетельствует Особенную Способность К Увлечению Следственно Елецкой Весьма Мог Возгореться К Вере Любовью Свойственную Пылкому Молодому Человеку Второе На это Не Нужно Отвечать Кто Пересмотрит Поэму Тот Увидит Что Ни Одна Поданная Перчатка Обращает Внимание Веры На Елецкого И Что Половина Слухи Действующих На Ее Воображение Достаточно Чтобы Вскружить Голову Даже И Неромантической Девушки Третье 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 Четвертое Вера Совсем Не Скоро Соглашается На Побег С Елецким Это Согласие Приготовлено Всею Повестью Всякий Беспристрастный Читатель Видит Что Вере Немудрено Было Влюбиться В Елецкого А Ежели Она Могла Влюбиться Она Могла И Действовать Как Влюбленная Елецкий Неразвратник В глазах Веры Он В одном Из Разговоров С Нею Внушает Ей Понятие Довольно Выгодное О Своем Характере Он Ей Истолковывает Что Его Отступления Происходили Более Вера Уже К Нему Привязанная Ибо Знакомство С Сарой Не могло Хладить Любви Ее К Елецкому Напротив Подстрекнуть Ее Возбудив В ней Ревность Вера Охотно Слушает Его Извинения Охотно Верит В совершенную Его Перемену Ибо Приписывает Ее Любви Любви К ней Что Довольно Приятно Женскому Самолюбию Елецкий Оправдан Ее Сердцем Но Для Света Но Для Дяди Он Остается Оглашенным Развратником И Это Самое Заставляет Веру Бежать С Елецким Ибо Она Чувствует Что Никогда Не Вымолит У Своего Дяди Согласие На Их Соединение Как Ей Не Довершить Начатое Как Не Дать Ему Счастье Которое Она Уже Безмолвно Обещала Слушая Влюбленные Его Признания И Когда Елецкий При первом Ее Отказе Вынужденным Стыдливостью А не Сердечным Убеждением Укоряет Ее В кокетстве Она Должна Показать Любовь Свою На Деле Ни Одно Красноречие Елецкого В разговоре Седьмой Главы Убеждает Ее К побегу Но Все Прежние Собственные Ее Неосторожности Это Общая История Всех Увлечений И Нужно Объяснить Ее Пятое Правда Что Автор Поэмы Не Истолковывает Каким Образом Приворотное Питье Обратилось В яд Ему Показалось Это Ненужным Столько Рассказов О Несчастных Следствиях Невежества Прибегающего К этим Колдовским Настоем Часто Составленным Из Самых Вредных Растений Самому Автору Внушена Развязка Его Поэмы Подобным Рассказом Он Не Применять Своей Повести Лишними Подробностями Полагаясь На Проницательность Читателя Ежели Это Недостаток Его Легко Исправить При Втором Издании Автор Сделает Выноску В Которая Разрешит Это Недоумение На Общие Суждения Поэмы Отвечать Нельзя У Всякого Свой Вкус Своё Чувство Своё Мнение Только Сходство Елецкого С Присыщенный Елецкий Страстный Романтический Онегин Отжил Елецкий Только Начинает Жить Онегин Скучает От Пустоты Сердца Он Думает Что Ничто Уже Не Может Занять Его Елецкий Скучает От Недостатка Сердечной Пищи А Не От Невозможности Чувствовать Он Ещё Исполнен Надежд Он Ещё Верит В Счастье И Его Домогается Онегин Неподвижен Елецкий Действует Какое Же Между ними Сходство И Вот Как У Нас Критикуют Вся Поэма Кажется Критику Произвольным Сцеплением Случаев А Во Всей Поэме Только Одна Случайность Смерть Елецкого Но Она Во-первых Оправдана Множеством Истинных Примеров Отнимающих У неё Особенную Необычайность Во-вторых Она Есть Некоторым Образом Следствие Главной Ошибки Елецкого Уповавшего Найти счастье В неровном Союзе Унизившись До товарищества С невежеством Он Так Или Иначе Всё Был бы Его Жертвою Но Просим Критика Найти Роман Указать Драму Где Не Было Бо Ничего Случайного И Дельно Ли Требовать От Сочинителя Такого Насилия Случай В Природе Как И Характер Поэма Вся Основанная На Случайностях И Поэма Вовсе Без Случайностей Произведения Равно Неестественные Равно Подлежащие Осуждению Перчатка Уроненная Верой Обстоятельства Такое Же Обыкновенное Как Обед Как Ужин И В нем Мудрено Видеть Особенную Игру Судьбы Все же Остальное В поэме Разговор В маскераде Подосланная Карета Свидание На Балах Все Следствие Любви И Характер Елецкого Он Действует И Создает Обстоятельства Просим Читателя Заметить Что Каждая Из Всех Обстоятельств Довольно Обыкновенно И Что Только В Своей Совокупности Они Составляют Повесть Поражающую Воображение Спрашивается В Чем Искусство Романиста Ежели Не В И Есть Ли Другой Способ Быть Вместе Естественным И Занимательным Критик Канчивает Свои Замечания Следующими Словами Считаем Ненужным Заниматься Наружную Отделкой Сочинения Дозорчивая Наблюдательность Московского Телеграфа Выклевала Уже По зернышку Все Типографические Опечатки И Другие Буквальные Недосмотры Следственно Поживиться Уже Нечем Желаем Чтобы Муза Поэта Уважаемого Нами Более Многих Других После Прошедших Неудачных Опытов Изменив Ложные Понятия Об Изящном Захотела Быть Не тем Что Ныне А Невестою Истинно Прекрасного Конец Цитаты Первые Строки Мы охотно Принимаем За иронию За небрежную Следовательно Тонкую Шутку Над Неблагонамеренную Привязчивостью Московского Телеграфа Не будем Оспаривать Чувство Собственного Преимущества Которое Их Внушило Заметим Только Что Они Не на Своем Месте И Что Их Могут Принять За Неосторожное Признание Отдадим Справедливость Критику В Пристрастном Разборе Его Видно Желание Быть Учтивым И Ежели Встречаются Выражения Неприличные В этом Должна Винить Не Критика А Не Опытность Его В Слоге Этого Рода Забавно Только Что В Единственном Похвайном Отзыве Которым Он Удостоил Разбираемого Им Автора Виден Тот же Недостаток Обдуманности Как и В его Осуждениях Ежели Все Опыты Сочинителя Наложницы Были Неудачны За Что Он Его Уважает Конец Статьи Антикритика Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Массачусетс Америки Массачусетс 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 Продолжение следует...